Ну вот и все. Для тех, кто смотрит в записи, это пятнадцатая часть трансляции XCOM Enemy Within. Четвертый уровень сложности, 21 галка, типа Iron Man, но один сейф уже был использован благополучно. И если вы не понимаете вообще, откуда здесь труп полковника Женечки Хэвика, то я рекомендую посмотреть, по крайней мере, окончание прошлой части. Если коротко, то это была сравнительно несложная миссия, не сильно отличающаяся от многих других. Высокий уровень паники, в смысле, высокая сложность миссии, не чрезвычайная, не самая сложная. Очень низкий уровень паники в обоих странах, которые мы типа фармим. И на миссию отправилась бригада из опытных бойцов. Все полковники, шесть человек. Эквип. Только-только базовое лазерное оружие появляется. Панцерка, бронька. Убили кибердиск с его дронами. Убили... Ой, кого-то мы еще убили. По мелочи. Ой, кто ж там был-то до летунов и сектоподом. А, кальмаров парочку заточили. И ситуация какая. Большая часть на крыше я планирую захватить летунов. Это единственное, кто шумел на этой карте. Женщик стоит здесь. При этом каким-то невероятным образом появляются летуны. Пули цепак, которые находятся внутри здания. Ну, дверь до сих пор закрыта. Не знаю, как так произошло. Может быть, через окно в двери. Пулица... Три летуна. Один залетает наверх, тут же умирает на овервочах. Двое до сих пор находятся где-то вот в этом районе. Но вместе с летунами неожиданно для всех появился сиктоид вместе с сектоподом. Он не шумел до этого никакой ход. Обычно они топают так громко. Он тоже спулился через стенку, вышел, сработала гарлока на возможный овервоч. И он ваншотнул Женьку сзади. Сейчас мой ход. Я знаю, что два летуна внизу. Сектопод плюс сиктоид снизу. Самое... Ну, во-первых, потеря полкана. Это самое высокое звание. Хэвик, который мне нужен. Который уже столько... Ну, мы посмотрим еще, если выиграем эту миссию и вернемся. Ой, секундочку. Что-то у меня тут проблемы со стримом. Сто процентов загрузка ЦП. Гуф? Похоже, что гуф. Интернет, а при чем? Так, давайте, запись у нас все равно идет. Поэтому... Попробуем на резервный переключиться и на... Должен подхватить. Сейчас, секундочку. А, вот. Ожил. Интернет у меня один умер, пацаны. Умер интернет, подключил второй, второй работает. Продолжаем. Записи все равно будут единые. Просьба отвечать в чат, так как стрим упал, говорит Гулливерза. Если падает интернет, как подсказывает Кэп, лучше... В чат, ну, нет смысла отвечать. Потому что он тоже не работал. Да, полкан, который был нужен, естественно. Мы его в любом случае потеряли. На ней не было девайса, который мог бы спасти ей жизнь. Который точно бы ей спас на три хода жизнь. И одним из уроков этой миссии станет то, что я всем людям сделаю вот эти вот... Ошейники, которые дадут неуязвимость к отравлениям, удушениям. Два дополнительных хита. И самый главный перк, что человек не падает, но... Будет ход на реанимацию. Но сейчас необходимо каким-то макаром убить остальных четырех человек, учитывая то, что... Слушайте, а может сразу сюда, рывком? Вот я сначала хотел сюда и в ханкер. Но учитывая летунов, я думаю, мне безопаснее будет... Ну и возможный обход. И то, что меня увидит. Может быть сразу сюда. Но здесь типа фланг может быть. Хотя фланг невероятен. Нет, побежали лучше дальше. Не заметил вроде его никто. Хорошо. Следующий момент. Два летуна живы. Они, скорее всего, пойдут забираться. Ко мне. Я расставлю всех за укрытием. И буду пытаться принимать. Причем снайпера поставлю лучше так, чтобы... Ах, эти двойные будут мешать. Не, снайпера тоже оставлю вот так вот. С богом. После этой миссии у меня появится там еще один офицер, но... Ой-ой-ой-ой-ой. Так, а можно скан, пожалуйста? Что-то я боюсь. Боюсь бежать. Просто снайпером дальше. А к нему мы могли уже подходить. Пошел скан от Бески. От штурмовика. Смотрим, где они. Так, вижу сектоподы, вижу сектоиды, но не вижу летунов. Летуны, скорее всего, находятся внутри здания. Сокол... Ой-ой-ой-ой. И он на овервочи может стоять. Так, я предлагаю... Капец, тут нет укрытия, да? Я бы, конечно, пробежал-забрался, но это овервоч. Это овервоч. Давайте я лучше сюда встану, чтобы меня летуны не обошли. И в ханкер. Блин, я снайперу пистолет не поменял. Ждем летунов. Вот они, слышите? Вылетают. Отлично. Овервоч, Занк, Арстоцка, Хошка, но... Один хит, три хита и не добили. Сейчас фланг еще может быть. Капец. Не надо. Капец. Фух, нет, не успел он. Ладно. Захватывать будем летуна? А, еще по поводу захвата. Мне не нужно захватывать летуна. Мне понадобится только мутон для плазменного оружия. Ну, для пси командир, а этот увеличит скорость панцирной брони. Единственное, что можно легкий плазмер взять. Но рискованно. Хотя никакого риска. Подходим. Плазмер это деньги. Захватываем раз. Сейчас вырублено наш. Готов. Теперь осталось довести дело до конца. Это мой первый захваченный пришелец. Можно попытаться кинуть дым на Хейвика, потому что второй же летун тоже должен заезжать сюда. Но сейчас самое главное вообще не забыть снайперам винтовочку вернуть. И тогда нормально можно пострелять. Тем более Хошек стреляет на двух овервочек. Ждем второго. А вот он здесь. Ой-ой-ой, побежал. Сиктоит. Заливать будет? Нет, просто бежит. Ой, как же соколика тут некомфортно получается. Овервочем. Ждем второго летуна. Вылетает, отлично. И еще сокол при... При Джоннице. Это минус второй. Осталось дело за малым. Убить того монстра. На крыше он забраться не может. Он внутри, да? Он внутри. Ханкер. Скана больше нет. Перезаряжаемся частичным. Блин, на овере может стоять. А у меня был неинусный рефлекс и есть... Были только у Женьки. Готово. Готово. Выполняю. Начинаем убеждение. Сиктоит в теории мелкий может забраться. Ооо, вот это интереснее. Сиктоит. Пошла заливка. Сейчас увидим точное местоположение. О, они вон там. Вон, 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 вон. Вон, 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 вон. Понятно. Сиктоит и этот мех. Так. Ну, я предлагаю спускаться, потому что мне по-другому его не убить. Сверху стрелять очень, очень, очень рискованно. Отсюда я рокетом, да, 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 добью. Лучше сюда. Пошел Хэвик. У Занга ХП много он может. Ну, плюс у него еще есть... Так, не открываем ни в коем случае. Штурмовик пойдет по крыше. Для того, чтобы с Run'n'Gun поотстреливать. Но так, чтобы его не заметили. Так, это два. Арцтоцк стреляет хорошо, конечно. Кого дымом закрывать? Тоже может сверху. Здесь две позиции есть. Я, наверное, тогда выведу снайпов на лайн. Далековато везти, особенно второго. Но первого надо выводить. Рискованно, тоже рискованно. Можно, правда, снайпера выставить вот так вот. Сюда. Да, пожалуй, одного сюда. А вот Соколика буду выводить. Опасно? Нет. Презарядка. Презарядка. Меняю магазин. Так, теперь Арцтоцком. Где может понадобиться дым? Скорее наверху. Уже иду. Ой, господи. Мы с Богом. Смотрим на них. Ох, там еще... Там сектоид же щит дает. Надо сектоиды в первую очередь. Ну, тот отступил. Стало быть, мы можем снайперам подводить. Подходить вот так вот. Он не увидит ни хрена, но с другой стороны будет на линии огня. Я уже думаю над тем, чтобы второго снайпера пока не поздно туда же подвезти, потому что здесь он работать, скорее всего, не будет. Ханкер. Хэвик ждет. Ждем. Ждем. Вряд ли кого-то увидим, просто мне нужно еще ход 2 на подготовку. Что за чертовщина? Пошел баф. Вижу, видим сектоид. А, этот уже подходит. Блин, он за машиной. Так, 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 так. Открывается дверь. Раз. Мы его не видим, но я знаю, где он. Он за машиной этой. По-своему я вроде не достаю никаким макаром по второму ярусу. Ладно, это раз. Молонейностных рефлексов нет. Вот это такой. Достал, да твоюжь, почему ты это не предупреждаешь-то? Ой, какой бред, вообще. И опять не говорит, что... Два серьезных ранения. Восстанавливаем 6 хитов раз. Скана нет. Это просто жесть. Просто жесть! Может бежать сразу к этому штурмашуму спасать. Тот успеет зайти. Успеет обойти. Твою ж налево! Ну какого хрена? Он не... Это Дзанг! Блин! Свои подсвечивались красным из-за того, что разный уровень у них. Блин! Подсвечивались красным, потому что когда ты вниз уходишь, сейчас они... Они... А, нет, может и да. Может они зеленые. Ай! Короче, мне нужен ход на лечение. Мне нужно убить сектоида. Нужно его просто для этого увидеть. Просто увидеть. Увижу отсюда. Да, подойди еще штурмашум. Да, только не заметит меня. Главное увидеть. Есть. Да не... Как? Как? Ты исчезла, господи, твою! Ты же видел только что, Василий! О, боже! Сейчас начнется, короче. Да там на одну клетку, но назад уже не отступить было никак. Овервотч. Короче, сейчас будет жесть. Ой-ой-ой, он видит хэвиком. Не, все, не стреляет. Отлично. Овервотч от снайпера. Соколик. Давай, 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 родной. Как можно больше урона в эту скотину вноси. О-о-о-ой, грязь, грязь, грязь. Там нет бафа от сектоида. Этого надо светить. А, нет, есть баф от сектоида. Где-то здесь ты видел, да, скотина? Ну, слава богу. Убиваем дальнего. Раз. Убей, прошу, не хит, а вот все, нормально. Лазерное оружие. О, боже! Да я понимаю, что двойной выстрел, но там же... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Надо хэвика подставлять, короче говоря. Подставлять, да, за полуукрытие. Это вообще класс. Снайпер уже здесь под ударом. Так, а у снайпера есть вообще вот эта хрень? На выживание, если что, нету. То есть лучше ханкерить вообще им. Попадет, может быть, ваншот. Этого лечить надо. То есть, типа, возвращаться назад. Можно дымануть снайпером. Достану, достану. Да, давай лучше этого добьем. Есть. Ну, слава богу. Да, ты таки не ждем, конечно же. Но это было очевидным. Сюда и ханкер, скорее всего. Что будет тот подошедший. Так, хэвика можешь подставить, пока не поздно. Пока не поздно, блин, подставить вместо снайпера хэвика. Под полуукрытие. Красавчик. Ну, он жирный, конечно. Плюс его точно не убьют. Ладно, подходи. Овервоч. Короче, капец. Сейчас на снайпера будет выходить скорее всего. Выходит. Хэвик, Занг. Нормально. На снайпера не пойдет. Мажет Занг. Отошел. Ну, стреляется очень высокая вероятность. Процентов 70. Попадает на 3. Нормально. Но главное не крит. Так, теперь мы работаем с критом раз. Можно, кстати, парализатор будет сейчас сделать. Так, подчеркивание, арт поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Миша, Миша, я говорю, ты не видел тяжа с низким силуэтом? Нигде не пробегал? Со вчера еще нигде нет? Очень смешная шутка. Очень смешная шутка. Тебе просто пятерку за юмор. Шикарный просто, шикарный джоук. Пиши еще. Спасибо за соточку. Ненавижу тебя. Раз. Два, три. Мимо. Так, взрыв меня не заденет, надеюсь. Нормально. Звездочку, да, звездочку нарисовать. Короче, Женя Гуф. Ранение у... У двоих. Опачки. А, там просто артсовская ранена из-за того, что у того был хитий, но этого не было хитий. Легкий плазмор взяли. Но это изменит весь ход наших исследований. Штурновика получили. Мы наконец-то допросим пришельца. Короче, смотрим... Получил шумную особь, мы лучше узнаем и физиологию. Я очень довольна. В изоляторе уже начали подготовительные работы. Первое, что... Не забывайте, мы видим все. Да заткнись ты. Минута молчания. Вы только посмотрите на Женечку. Полковник. Гроза. Убито 69 человек. Смотрим, что за штурмовик. Какие характеристики. Меткость 80, силоволь и 70 способности. Ох ты, неплохо. Ран-ин-ган. Двойной вижу. Спринт неплохо. Часовой хрень. Меткомплект меньше. Скан есть. Так они же близнецы вообще с текущим штурмовиком. И близкий контакт есть. Ну, часовой, короче, раз. Близкий контакт 2. Двойной выстрел 3. Спринтер 4. Очень классный штурмаж. Китаец, правда. Но чё ж тут сделать. 70-80. Он ещё 3 звания может получить. Кто это будет, ребят? Но это точно не фанда, как вы понимаете. Знаете, Дмитрий Михайлов. Нам нужны герои. Дима Михайлов. Надо сейчас будет ещё и Квип взять. Потому что из-за галочки мы потеряли арморы. Потеряли там всякие штуки разные. Револьвер. Окей. Да, Дмитрий Михайлов пусть будет. В лаборатории титановая броня. 18 дней будет изучаться. 52 учёных работают. Изолятор есть. Кстати, можно изменить исследование. Допрос летуна всего 2 дня. И он может повлиять на титановую броню. Что касается ситуации в мире. Две страны. Мексика, Аргентина. Скан кажется пока ещё рановато. Для скана нужно подождать ещё дней 5. Дугомёт улучшенный сделаем. В ангаре корабли молодцы. Труп летуна это для бафов. Лерий. Уйдёт Лерий. Да, уйдёт Лерий, к сожалению. Нам сейчас нужны деньги на армор в первую очередь. Сделать ещё лазерный дробаш. Панцирная броня. Пока что штучку сделаю. Веерный лазер. Это для второго штурмаша. Имплант, респиратор. Вообще всем нужен. Их, правда, 5 штук. Надо ещё 6-й. Прям всем, всем офицерам нужен респиратор. Чтобы был дополнительный шанс на спасение бойца. Иначе это всё очень серьёзный риск. А, ошейник не даёт ему до смерти. Наверное, с женщиной он был одет. Понятно. Надо тогда второй. Ну, это в чатике тоже инфа была, что, типа, был бы ошейник, всё было бог. Летуна. Допросили первым. Доктор, как успехи? Намного лучше, чем ожидалось. Пока эта особь не сдохла, мне удалось извлечь из неё довольно полезную информацию. То есть, эта тварь говорила с вами? Не совсем. Но если есть доступ к мозгу, можно получить кое-какие полезные сведения. Яркие образы, мысли. И о чём же думал наш покойный друг? В его мыслительных шаблонах несколько раз повторялся один и тот же образ. Вот этот. Мы уже встречали такую штуку, доктор. Не сказал бы, что это большое открытие. А ещё в мозгу нашей особи была связь между этим образом и этим. Невидимка, которого мы заметили, когда сбивали наш первое НЛО. Дайте угадать. Вы и в его голове хотите покопаться. Это ещё один кусочек головоломки. Я очень надеюсь, что на этот раз вы не станете стрелять, а вы постараетесь взять его живым. Да, вот задачка. Поймать изгоя. О, базовые технологии брони ускорен. То есть, в теории сейчас... Да. Шеф, мы сделали всё возможное, чтобы схватить и допросить пришельца. Теперь дело за вашими бойцами. Ой. Короче, я надеюсь... Хотя Артстотская... Там есть у нас с заменом. Ладно, поехали. Маленький НЛО, а вот и Лериум. Лазерная пушка. Хорошо. Сейчас самое главное штурмаша качает. То есть, все килсы вообще по возможности ему. У него там три звания впереди. И он, судя по характеристикам, весьма перспективный. Надо было бафов купить сейчас. Ну, на всякий случай. Хотя нам пофиг вообще. Он, у него пушки слабые. У нас... Бам-бам. Готово. Но я бы не получил повреждения. Вместо... Короче, я возьму танчик. Голиаф один. Да? Ура. Оснащу нашего нового товарища парой полезных штук. Вот фиг знает. Что ему полезней. Скорее, комплект я ему дам на наброни. Дугомет мне один понадобится. Изгоя прямо сейчас можем захватить. Соколику изменю. А вот нет. Нет, нет, нет. Нет, Соколику ничего не меняем. Пофиг, что у него нет. Да, и респиратора, видите, не мастхэв. Будем захватывать людей. Два дугомета есть у товарища со спринтом. Теоретически можно было и Димке Михайлову дать дугомет, но он будет убивать. Зачем два хп лучше здесь меткость? Для человека с дробашом, с ран-н-ганом и двойным выстрелом, со спринтом меткость лучше. Очень интересная история. Расскажи еще, пожалуйста, мне про точности с дробаша. Готовим для спринтера, штурмовика. Наша цель Египет. Придется поработать. Корабль пришельцев загорелся и рухнул. Так, маленькое НЛО. Говорит рейнджер, мы к северу от места крушения. Штурм-1 к бою готов. Я понял. Вас понял, рейнджер. Мы присмотрим за вами. Штурм-1, можете начинать атаку корабля. Так, поехали. Интересная штука. Видим мед. В общем-то, можно и взять. Тут позиция неплохая для снайпов. Хотя домик мешает. Хотя, с другой стороны, не всю тарелку будет простреливать. Поехали. А что я танком-то не поехал? Совсем забыл, что у меня танки есть. Пак может быть сразу вот здесь тоже. Стоит агрить? Не стоит. А стоит. Вообще нет. Так, снайпера одного, по крайней мере, я выведу сюда. Опасно. Ладно, второго сюда. И хэвиком подведем поближе. Буду глядеть в боба. Слушай, где там бумажка? Летуны. Мутоны. Мутоны, мутоны. Мутоны обязательно захватить нужно. Он нам плазменное оружие. Исследование очень сильно поможет в нем. Но первично, первично, первично команда ее здоровья и... Давай аккуратненько. Ну, сейчас спулем точно. Там дрявая тарелка. Не, смотрите-ка, это очень здорово, что не спулили. Беск пробегает вперед. В здании никого. Штурмовик летит к меду. Ну, прям летит. Одного снайпера, пожалуй, еще ближе под видом. Ну, мелд нужно потихонечку собирать, потому что рано или поздно после исследований ПСИ мы генную инженерию запилим. И начнем уже ставить глаза, руки, сердца нашим бойцам. Для того, чтобы еще повысить их боеспособность. Да-да-да. Мутоны или тунны? Мутоны или тунны? Вот собран раз. Может, спулить их? Спулить изгоя. Сами прибегут. Да, пожалуй, так и сделаем. Только расставлю пацанов правильным. Более-менее. И переведу... Снайперов... Снайпера одного, вот этого дальнего, еще поближе. Жалко, не добегает. Ладно, тогда двоих. А, он не может из-за штурмовика, я понял тебя. Иду. Может спулить. Опасно. Тогда еще один ход. Я саму внимания. Ходу на теку. Так, значит, танчик идет, танчик агрит, ориентировочно вырывается второй штурмовик с ран-н-ганом, двойным выстрелом, пил-пил, убивает изгоя, и начинают лезть все остальные. И слушаем направление. Может быть, сканчик кинем. Ну, это-то понятно. Тихо. Вы что-нибудь слышали? Ну, и все слышим. Иду наблюдение. Двигаюсь к точке. Буду насторожен. Держу сектор. Это маленькая сбитая, то есть тут два пака всего должно быть. Что это за звук? Собственно, литон, мутон и литон. Поехали. Агрим изгоем. Надо отловить одну такую осу в дугомет. Да, надо же захватывать его. От него не остается почти ничего. Тут парализатор, я думаю, в помощь. От снайперов. Хотя мы уже сейчас можем ему снять. Только не хэвиком. Только не хэвиком. Попытка захвата будет только одна. Хошк может пострелять. 98 крит. Единичку он снимет, это фигово. А второй снайпер как? Вообще никак. В общем, плохо. Какие-то еще опции. Голиаб сколько, 7 урона? Нет, спасибо. Ну, можно подойти новым штурмовиком и пару раз выстрелить из пистолета. Но это рискованно в том плане, что если мы через дырку там увидим еще пак, то это будет фигово. А можно просто через парализатор сыграть. Через парализатор вроде как надежный получается. Давайте выводим из строя его оружие. Гранат у него нет. Так и так хит я бы снял. Шапнель минус 4 нет. У него перк, он убьет его. Теперь подводим поближе Хелико на захват. Подводим поближе Штурмоша на захват. Хотя он и так достает, в общем-то. Поехали. Этим штурмовиком можно попытаться пострелять из пистоля. Но это так. Это... 30%. О, попал 30%. Отлично. И тогда, наверное, я второго снайпера тоже подведу, чтобы он в следующий ход смог из пистолета гарантированно снять ХП. Танк дает бойцам укрытие. Клево. Хорошо. Так, Хэвик ничего не делает. Но он должен перезаряжаться и оставаться на местах. Отлично. Никого не спулили. Здесь продолжаем снимать у него ХП. Шичку. И еще хит. Далее. Снайпера подведу, чтобы он тоже пострелял. Это он оттуда не мог. Не увидел. Снимаем у него второй хит, 92. И захватываем. Либо одним, либо вторым. Подходит сначала Хэвик. Я пошел. И оглушается вероятность 90%. Использую тугомер. Как только вернетесь, мы сразу им займемся. Окей. Еще бы захватить мутона. А лучше двух, потому что у них плазмеры. Но с мутонами посложнее. Эти твари-то умеют воевать. Начинаю наблюдение. Ждем. Сейчас полезут они же еще. Надо позиции занять нормальные. Да, уже идут сюда. Что там за звуки? А вот они уже и здесь. А, всего двое в паке. Точно, это же маленькая ножка. Заходим, заходим, ребят. Блин. Ладно. И как прикажете их захватывать, учитывая то, что там еще летуны есть. Парализатор у второго есть? Есть, но нет. Короче, я думаю, что надо подставлять танк. Ох, снайпы как стоят. Опасно. Стой. Ну, допустим, я сношу у них ракеты и дофига хп. Да? Там 8 хп я сношу. Штурмовик в теории подбегает одного глушить с вероятностью 80%. Второго мы добиваем с очень высокой вероятностью. Но! Там летуны. Летуны. Летуны могут быть рядом. И вероятность того, что они подходят очень высока. Потому что мы же спулили. Поэтому надо сначала подвести будет танчик. К чертовой бабушке! Так, два хита. Отлично. Этот без укрытия ищем. Не рычи! Я добегаю, конечно, с Run'n'Gun. Но, опять же, сначала поедет в эту точку танчик. Для того, чтобы убедиться в том, что там нет летунов. Нет летунов. Это лучше. Подстраховать-то кто-нибудь сможет. Вообще, нужно дать второй килл с этому товарищу. Run'n'Gun с фланга ок. Да? Да. А ты... А если не захватишь того? Если не захватишь, с пистолета добьешь снайпером. Очень интересно ты придумал. Так, а как лучше? Куда забраться лучше, чтобы тебя... За это полуукрытие. И по-дальнему, да? Да, получается так. Поехали. Пора убивать! Мутон мне нужен с живым для плазменного оружия. А если ты этого не захватишь? Погоди. Погоди, Миш. Чёрт возьми. 80% это далеко не верняк. Снайпер с пистоля убьет одного точно. Давай тогда сначала мы бежим, проверяем. Удаётся ли захват, или не удаётся. А потом уже вторым... Работаем. MR.Jank поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Ой. Михаил, пишу тебе с поля боя. Ой. Нам не хватает жених. Новенький как-то странный смотрит на меня, когда я целюсь по своим из ракетницы. С дугомётом нельзя, да? Пытаемся ему объяснить, что это норма. В общем, всем чмоки. Я побежал. Мой ход. Угу. Да, с дугомётом ран-н-ган не работает. Ну, я не знал. Ча-ча-ча-то там было. Да не всегда. Так, только не пистолет, прошу тебя. Ну, я первый раз захватываю вообще. Что вы такие злые там? Убиваем леммингом. Я никак не могу его вывести строем. Не можешь. Не можешь, не можешь. Разоружаю. Да не верят снайпы. А из пистолета разоружение, насколько я помню, не работает. Ладно, убиваем. Бэскайм. Ой, один хит. Капец. Драбаш должен быть с критом. Ладно, значит... Летунов можно убивать. Нужно убивать. А вот и они. Хошка ведёт ответный выстрел. Один, второй. Слабенько. Ну, пакс только спулен. Он может, конечно, пострелять. Но вот там ближайший самый, это танк. И стрелять будет только один. Захватить можно, но у них лёгкие плазмеры. Поэтому ради только пушки рисковать я не думаю, что стоит. Так, штурм. Учитывая отсутствие рангана, ну никак не добежит до него. Поэтому... 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 Даже не знаю. Ну побежим, поехали танком. Постреляем по нему. Нифига себе, точно какая клёвая. А типа за укрытием стоишь? А-а-а! Хитёрк, хитёрк. Палетун. Так, допустим, этот ход я переживу. Танчиком на грудь приму. Но... Хочу... Дмитрию Михайлову ещё один киллс запилить. Пропускаем ход просто. Без овервотча, чтобы не нашкодили. Сейчас он, скорее всего, стреляет под танку. Танку плевать практически. И теперь заходим к нему с фланга. Убиваем двойным выстрелом с критом. Доброе утро. Все задачи выпал. Ладно, хорошо. О-о-о, ключ. Мы же сгоя поймали. Это всё, что осталось от существа, которые мы ловили? Базу пришельцев можно ломать. Да, и мне кажется, мы поняли, почему дачи это все равно себя вели, когда мы впервые его встретили. Это ещё что такое? Надо Арнстаско только задождаться. Пока не знаю. По сути, это органика, но сильно намагниченная. Ещё эти ткани резонируют, только очень слабо. В небольшом диапазоне частот. Пока я не понимаю, как... Возможно, вы не понимаете, потому что это лежит за пределами вашей компетенции. Если верить вашему описанию, это самая настоящая антенна, которая принимает сигнал. Как он ловко её обставил. Унизил просто тактичный. Да, можно сейчас исследование. Четыре дня Голиафа будет чиниться. Повышение штурма не получил, но и не за что. Это лёгкий плазмер. Взяли два повреждённых компьютера, это продаём. Да, доктор Вален умеет вести допрос. А, Илериум, слушайте, давайте... Это делится самый страшный кошмар любого лунатика. Вернёмся, наверное, к титановой броне. Ну, это самое клёвое в плане защиты броня. Три недели, не такой уж и большой срок. Две с половиной даже получается, чуть больше. Хотя скелетный, он хорош, кажется, именно для штурмовиков. То ли увеличивает мобильность, то ли увеличивает точность. Не такой плотный, но... Так, значит, я продаю что? Я продаю повреждённый компонент в первую очередь. Можно сейчас подсканить базу Экзальта. Сплава в перебор явный. Эти тановые нужны Лерий. Да. Улучшенный дугомёр, хорошо. Когда там секретная операция у меня была? Четыре дня прошло всего лишь. Когда Арцотска выйдет? Револьвер выйдет, вот, кстати, саппорт один день. 113 морали. Арцотска 5 дней. Скелетный хорош для снайпов и саппов. А, он с крюком, что ли, да? Да, он хорош. Так, а что касается... Блин, а может быть открыть, просто сделать исследование для того, чтобы, если что, сразу на базу лететь? Ключ, он же там изготавливается ещё. Давайте, чтобы перестраховаться насчёт Гуфа по панике, лучше, наверное, осколок изгоя и лететь на базу пришельца, в том случае, если будет трэш какой-нибудь с паникой в США. На мой взгляд, это более правильная вещь, более сейфовая. Поехали. Револьвер внулся в строй. Изгоя, быстренько исследовали. Скелетный ключ, это. Доступ к базе пришельцев. Да ладно, в Африке. Вот ты где. Диспетчер, есть у нас птичка поблизости. Разведспутник Дельта-2 входит в зону? Готово, сэр. Вижу его. Пусто. Нет, этого не может быть. Я знаю, она там. Тепловизор. Ну, привет. Дайте другой ракурс. Ой, сразу со всеми планами и чертежами. Удобно. Свяжитесь со всеми наземными отрядами рядом с этой... В таком сооружении столько всего можно найти. Кстати, интересно, чем они там занимаются? Думаю, что скоро мы это выясним. Но лететь на базу я не буду пока. А как нам попасть внутрь? Давно жду этого. Внутрь. Вот так вот и попадем. Осколок изгоя завершено. Создать скелетный и напасть на базу. Скелетный можем создать. Но теперь, соответственно, берем титановую броню. Термоядерная пусковая установка. Хорошая, конечно, штука. Так, а создание сколько будет? Кажется, у меня появилась идея, как попасть на базу пришельцев. Только скажите, и я приступлю к работе. Моментально, да? Я не думаю... Я думаю, провоцировать или не провоцировать. Да не, он делается... Да, сразу же, немедленно. Поэтому оставим. Хорошо, ждем возвращения Арстоцки. Штурмбаза уже? Мы готовы заняться доступом к базе пришельцев. Не-не-не-не-не-не-не. Скажите, когда начинать? Обнаружение целей. Так, о, боеприпасы Жнеца. Награды 315 бабла. Почем они, кстати? Четыре пришель... Четыре... Делать сразу, полетишь потом. На него и Лериум, кажется, нужен, который пропадает. Лучше сразу сделать, да? Так, патроны Жнеца. Патроны Жнеца. Что на вас нужно? Это в Литейном, да, цехе? Нет, это там, где... Это в оружии и технике. Ну, давай. Рейлган. А, это к Мекку. А, боеприпасы Жнеца. Так, значит, дадут. Мне, ну, клево, что тут 144 тратишь, получаешь 300. Бабла, правда, нет. Но это проблема решаемая. Лериум нужен будет сейчас на армор. Идем в заказы. И надо уже светить базу экзальтов. Ну, в смысле, не базу, а последнюю миссию пускать. Сделать сканчик. Скретной операцией. 200! Положительная идентификация. Найдено местонахождение группы экзальт. В Индии. Отправляем револьверы на операцию. Секретный агент Экском. И это последняя до штурмобазы экзальт. В Индии. Так, по странам. По странам. Что у нас? Все хорошо, кроме США. Есть спутники в запасе на погашение Китая и Индии. И, возможно, будет еще одна миссия сейчас. Арцтотска вернулась. Дугомет готов. Теперь то ли больше рейндж, то ли, кажется, больше вероятности. Арцтотска тоже это хорошо. Офицеров стало побольше. 12 дней. Титановая броня. Легкий плазмер можем, кстати, делать уже. Но лучше мутоны перед плазменными исследованиями захватить. И забивать сразу на легкий плазмер. Легкий плазмер, он урон наносит не очень серьезный. Это что-то среднее между плазмером и пистолетом. У него урон чуть повыше. Десятка точности дополнительно идет. И штурмовикам он не нужен хэвиком и снайперам тоже. То есть он как бы саппорту вроде как только идет. Ну или штурмовику так с большой-большой натяжкой. Поэтому лучше исследовать сразу плазмеры. Не тяни с этой. Да я не хочу без титановой брони туда лететь. Секретная операция сейчас у нас будет. Поехали. Так, кто есть? Убираем гляфа, ставим Артстоцку товарищам по армору. Ну, во-первых, мы качаем Дмитрия Михайлова в первую очередь. Ему очень много экспы нужно. Прям очень много. И он как раз пацанов может поподрезать благодаря раннгану. Нормально. Артстоцка у нас с медикитом. На всякий случай у саппорта тоже. Штурм. Хитин, хитин, хитина мало. Крисолиды, трупы нужны. Для плазмера тяжи нужно обычно исследовать вроде. Да вроде ты, если пушку захватишь, ты сразу ее можешь исследовать. Без каких-либо... Хотя могу ошибаться. Короче, есть саппорт, есть два снайпера, два штурма, один тяж. Ну, тут... И вот Артстоцка почему-то у нас... Почему-то у нас не в том цвете. Она должна как единственный саппорт... Выделяться. Так будет лучше. Поехали. Осталось два места, где может быть у них база. То есть сейчас мы... Ох, какая карта для снайперов классная. Хорошо. Все простреливается прямо со старта, если я окажусь... Да. Наш агент передавал добытые данные, когда прибыли войска Экзальт. Положение передатчика показывает... Ага, сюда будут ломиться. Но если бойцы Экзальт смогут взломать код, они найдут передатчик. А если они его взломают, вряд ли мы получим данные неповрежденными. У нас новая задача. Я понял. Ну, во-первых, в Беске подходим. Непонятно куда, правда. Давай сюда. Дима Михайлов, наверное, тоже идет так активно вперед. Я в пути. В сторону агента. Товарищ Артстоцком. Хэвика я бы оставил где-то здесь, чтобы он ракетой накрывал там-там-там-там-там. Снайперов хорошо бы под укрытие поставить, хотя бы базово. Да, командир. Потому что... Потому что опасным. Сейчас немножко рискую. Да вроде все. Поехали. Войска Экзальт пытаются взломать наш кодировщик. Я не вижу их. Если мы не перекроем им доступ, они получат координаты передатчика. Окей. Как-то странно, я их не увидел там. Ну, сейчас проверим. Выполняю. Цель выбрана. Ё-пы, РСТ. Два пака сразу. Это ракета. Не разбегаемся, пацаны. Не разбегаемся. Штурмовику бы Келси, конечно, подавать. Это все ракета. Начнем с ракеты. И закончим ракетой, да? Раз, два, три, четыре. Одного не задеваем. Очень жаль. По своим? По кому? По своим. А, нам нельзя его уничтожать. Ой-ой-ой-ой-ой. Карамба. Поберегись. Дмитрию Михайлову Келси. Дмитрий Михайлов. Как ты сам, вообще? Поэтому из пистоля сможешь? 80% Два раза лучше, да? Два раза по 65. Давай. Хорош. Звание, звание, звание. Димки нужны. Звание. Кто-то у нас in the zone. Раз только, да? Давайте хошкам попробуем пострелять. Нет. И нет. Плохо. С критом, давай. Это третий. Осталось три человека. И еще один, не факт, что бьют. Тут вопрос, крик не крик. Два человека осталось. Второй выстрел, пожалуйста. Это один человек остается. Ну и артстоцкой постреляем, я думаю. Хотя она... А давай раненган сразу. Очень неправильно это сделала со своим раненганом. Ну, бас. Есть, артстоцкая видит. У нее точность... Точность хреновая. 66. Ну там фулл кавер просто. Попала на пятерку. Молодец. Так, у нас же есть револьвер, которого можно прокачать. Он же мог подойти и гренку кинуть, между прочим. Это было бы правильно. Давай, Рева. Прозвище Док у него. Ну, револьвер... У этого человека уникальная история. Он... Я уже ее рассказывал, но она... Как байка, ее можно травить каждый раз вообще. При любом удобном случае. Поехали. Этот человек был взят на прощу, потому что был ли раненый. И... Он был взят только для того, чтобы на ней умереть, прикрывая остальных. Он не умер. Он там получил свое первое звание. И... Продолжает... Противник прорвал периметр. И продолжает, продолжает в операциях участвовать. Мы его также брали, как разведчика, но... Он каждый раз умудрялся выжить. И не просто в результате выжил. Он стал саппортом с полезными... Ну, кроме агрессии. Полезными перками. И самое главное, воля у него 113, при том, что еще 2 или 3 звания впереди. То есть он будет, скорее всего, психом. Это удивительный случай. Когда... Поле к жизни... Ну... Так точно. Привела к таким результатам. Замечательно. Ладно, подходи дальше. Нам подсветить нужно. Вижу движение. Отлично. Так, не рычи, ну. Штурмовика бы подвести. Может, я успею его увидеть штурмовиком одним. Успею. Не хочу без укрытия быть. Но опыт-то надо получать как-то правильно ведь. Могу run-and-gun сделать. Там второй просто, помнись. Где там? Добиваем Дмитрия Михайловым. Звание, звание, звание. Экспад. Все это очень нужно. Тут на страховку. Тут на ловер-вотч тоже за страховочком. На всякий случай Беску направо. Потому что мало ли кто там под револьвера побежит. Смотрим. Второй же был там. Он просто в ночь ушел. А, за зданием. Выбегает овер-вотч. Беса стреляет, Соколик стреляет. Беса мажет, Соколик никогда не промажет. Как хорошо. Главное, чтобы сейчас его револьвер не добил. Случайно, если свой пистолет и не... Хотя можно и его прокачать. Рева. Ну, давай. Револьвер из пистолета не промахивается. Если бы промахивался, у него был бы другой никнейм. Ладно, подходим дальше. Вижу. Справлюсь. Буду настороже. Гары камеры. Так а мне в результате нужно... По передатчикам. А, необязательным. Необязательным. Иду. Держать просто эту зону под контролем надо и всем. Германия. 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 Необязательно там стоять. Командир. Новое подкрепление экзальта. Давайте, давайте, давайте. Подходите, гады. Соколик, кошка. Это сразу минус. Ой, машина загорелась. Это важно. Так, минус один. Так, этому с фланга надо забегать. Хотя тут еще один гад. Так, от машины, которая может взорваться, уводим Дмитрия Михайлова. Подвожу его ближе. И, наверное, даже его нет. Вставлять его не буду. И агента лучше не подставлять. Арцтоцку хотя бы за полуукрытием. Во избежание крита. Хэвика подвести, чтобы на овере и ракетой мог, если что, подстрелить, достать. Просто ждем. Главное, чтобы сейчас побольше киллсов было как раз Димке Михайлову. Опа. Вот куда он? Слева отбегает. Не должен успеть убежать. Не, он через дверь. Несчастный, несчастный человек. Он обречен. Вообще без шансов. Два слайпера, такие контрольчики простреливают, что он. Невероятная вероятность. Взрыв. Может, тогда агенты сюда подвезти, чтобы мы могли Дмитрием Михайловым безопаснее. Поехали. Из двери сверху, скорее всего, будут выходить. Я, Гурткил, поддержал ваш канал на сумму 300 рублей. Не обращаю внимания, Миша. Я просто проходил мимо и случайно мискликом за донатик. Да, бывает такое. Это когда юзер-френдли интерфейс, то как бы сам не понимаешь, как получается совершать те или иные действия. Само выходит. Ошибайся почаще. Не думай, а ты когда делаешь что-то. Забей. Просто забей. Сомнения оставь, это лишнее. Что за чертовщина? Опа. А вот этот мог бы с фланга обойти. Если бы снайперы были на позиции. Промахнулся. Опа. Один снайпер промахнулся. А он с рывком, видимо, бежит. Иначе там нет вероятности, в принципе, что промажет. Правда, здесь еще штурм. И снайпер второй выстрел сейчас делает. Ага, как-то так. Похоже, это последние подкрепления. Ой, хорошо, близко. Осталось продержаться совсем немного. Ну, Арцтоцка, что ж ты делаешь, а? Черт, промахнулась. Я заметил. Можно левее еще, чтобы люди появились? Вот. Подгон. Просто под Димку Михайлова такой подгон. Ой, шикардос. Я же сейчас обоих убью. А вот это уже лишнее. Ладно, прорвемся. И четвертый еще. Ну, вы даете, ребят. Флангуем его. Ладно, начнем с приятного. Приятное это, когда Дмитрий Михайлов начинает работать по Барсукам. Это раз. Не туда стреляешь. Правильно. Хорошо. В этого, пожалуйста, еще разок. Два. Карьерист на повышение идет. Я хотел револьвером тут добить, но похоже, что хотя бы... Нет. Не оставит Арстовском. Этого товарища ему. Димка Михайлов пойдет еще... На левого верхнего снайпера. Добро. В зоне поражения перезаряди снайпер. Я даже не хочу кем-то другим бежать к тому снайперу. И не хочу овервотчить. Лучше перезаряжусь. А Димка там справится. Да, перезаряжусь. Ханкерей. Снайпер сейчас сам должен подойти немножко. То есть той машины. Кого он там удивит? Вот, заходит. Смотрит. Подходит еще. Великолепно. Великолепно. У меня есть раненган. Хожу максимально. Открываю дверь. Вижу. Давай сразу. Два раза по 79. Изм. 16 человек. И сейчас базу нам должны дать. И я надеюсь, что Дмитрий Михайлов апнулся. Он уже человек 6 убил. Хрен с 2. Скоро мы их раскатаем. Разведданные дешеврованы. Возможно присутствие группы... Все. База в Аргентине. Это мы знаем. А что нам даст штурм базы Экзальт? Они больше не будут нам надоедать в принципе. Там, кажется, более серьезное. Хотя, что более серьезное? Надо брать, я думаю. Штурмуем. Штурмуем. А, надо окна жать. Итентифицирована база Экзальт. Так точно, командир. На основе объединенных разведданных мы вычислили местонахождение базы Экзальт. Готовы нанести удар. Ждем приказа. Так, ну в принципе, команда подходящая. Вы видели, что на базе Экзальта там их будет, конечно, больше. Я помню, этот огромный особняк. Вроде там даже у них мутон ручной будет. Которого, кстати, захватить надо. Опа. Дугометы, соответственно, оставляем. Дугометы убери. Стик, там же мутон у них будет один. И медали надо дать, да. У них же вроде на базе один мутон, нет? Нет мутонов, только люди. С мутоном было бы интереснее, конечно. Выдаем медаль за городские бои. Выдаем, конечно же... О, Бески надо выдать, конечно же. Ну там, да, там, кажется, пушки посерьезнее. И можно от Рокетов поотлетать. Сообщение совета. Секретные операции. Начать штурм. Хорошо, Зангу. Вместо дугомета берем имплант. Беси вместо дугомета берем имплант. Аптечка, Аптечка. Да, да, да. Проверь армору Акстоцкину. Плюс шесть. Панцерка, панцерка. У всех панцерки. Кроме револьвера. Но на миссию я револьвера не беру. А почему? Потому что не стоит рисковать. Поехали. Там Рокеты летают. Вот это самое опасное. Насколько я помню. И реально много... Да, да. Мы на пути в главный штаб Экзальт. Это на верхнем этаже офисного комплекса в центре города. Мы не знаем точного количества противников в здании, но ожидаем активного сопротивления. Побежали. Цель операции проста. Уничтожение любых сил Экзальт, находящихся в здании, и устранение угрозы в целом. Удачи, Штурм-1. Да, помню, я здесь народ терял. Они будут сразу в комнатах. После захода вот в... Ну, от фойе будет ответвление и три штучки. И в каждом из них... А здесь, типа, главный такой огромный зал. В каждом из них нас ждут... Ну, даже сразу, может быть, и в первом будет кто там. Давайте проверим. Бесса не добежит. Ладно, хэвиком подойду. Слушаюсь. Тут снайперы особо не очень полезны. По крайней мере, в самом начале. О, а вот они сразу. Нифига себе, они плотные. С лазерным оружием, действительно. Мы думаем, что у организации есть доступ к составу и собственные, хорошо оборудованные... Так... Однако я никогда бы не предположила, что мы будем использовать подобные методы для модификации физиологии наших бойцов. Поехали сразу. Убрали стеночку, чтобы Вижн снайпером открылся. У штурмаша, правда, да. Хошк без штраф. Бескрита должен убивать. Индезоун остается. Докидываем туда скан. Возможно, увидим двоих еще. Так, смс-очка пришла. Подхожу Беской, чтобы не было фланга. Закидываю, соответственно, скан куда могу. Ну, могу же туда. Ну, хотя бы... Ладно, давай в центр. Да, мы их не видим, потому что они снизу. Из-за яруса. Так, тут... Да не плагиатеры просто. Подходим. И еще один пак. Вот это интереснее. Выбегают, правда, очень стрёмно. Но рокета-то нет. И... О! А вот эта хрень уже пошла полная. Так, не торопись. Не торопись, Миша. Не торопись. Снайперы видят только двоих. Тут с фланга уже обошли. И обошли еще хэвика с фланга. Офигеть. Ключевые враги находятся справа. Соколик видит правых сразу с критом. Поэтому раз. Минус один. Берет человек. Мы убили только одного. Двух. Ладно. Парализатор, может быть. Главное, чтобы у него не было... Не было рокетом. Нет. Там снайпер и обычный. Значит, этого парализуем лучшим. Окей. Здесь овервотч двойной будет. Уже никого не флангуют, кроме хэвика. Вот это вот меня беспокоит. Эти пацаны. Фланговать штурмаша будут. Надо дымить, судя по всему. И, возможно, отступать. Но. Там же хэвик слева должен быть. Это хэвик? Да, это хэвик. Капец. Рокет может полететь. Ой, косяк. Ой, косяк. Короче, штурмовиком я не подхожу. Скорее всего, просто овервотчем. Здесь, скорее всего, пойдет вот такой вот дым на троих. Снайперов все равно пока не видит. Есть овервотч. Но тут я особо сделать уже ничего не могу. То есть, да, кидаю густой дым, чтобы по хэвику меньше была вероятность попадания. Минус 40 процентов. Густой. А левым штурмовиком, Дмитрием Михайловым, скорее всего, он может даже пострелять. Да, постреляет с точностью своей. Овервотч, не овервотч. Или ханкер все-таки. Ханкеры подходить будут. И до тех могут дойти. Думай, 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 думай. Может, ранган и направо пару раз выстрелись. Ну, тут двое. Я этого... А этого мне не нужно убивать. Он и так не будет работать. То есть, здесь раз-два-три. Здесь раз-два. Но не факт, что успеют выйти. Здесь один будет работать. Самые опасные, пацаны, вот эти вот. В частности, самый опасный хэвик. Который... Короче, Дмитрий Михайлов должен уже геройствовать. Он должен вставать на овервотч. Не давая людям подходить ближе. Не давая под ханкером подходить ближе. И разведку делать. И кидать, соответственно, туда рокет. Прячу его за угол. Если я спрячу за угол, то хэвик... А, точно он не будет стрелять. Да, кстати, за угол. Хорошая тема. На самом деле, да. Даже вот так вот хорошо. Можно было, кстати, лучше. Там же хэвик не сможет с рокета кинуть, пока не сходит. Этот регенится, перезаряжается, ход теряет. И лечит еще себе... А, нет, не перезаряжается. То есть, он не будет атаковать, в принципе. Здесь вот меня беспокоит. Рокет, рокет. О, боже, нет. О, нет, боже. И укрытие снял. Капец, сейчас будет жопа полная. Надо было оставить Дмитрия Михайлова, как я хотел. Чтоб он по нему стрелял. Дым спас от лазерного оружия. Этот не должен... Нет, стреляет. Капец. Хошка ведет ответный огонь. Давай, Хошка. У него шперки есть. Давай его. Только с критом. Ёпареса-те. Сейчас кому-то достанется из наших. Короче, уже масса ранения. Ой, он промазал. Густой дым решает. Еще двое слева должны выходить сейчас. Не, нормально все. Фух. Могло быть значительно хуже. Пока что все поглотил армор. Мне нужны пацаны без укрытия. Таких не вижу. Поэтому начинаю лупить для начала. Давай лучше снайпера уберем. Это раз. А второй раз ты не хочешь стрелять? А двойной выстрел как? Что за баг? Что-то я не понял. А, у двойного КД? Да ладно. Один ход. Я не знал. Ладно, хорошо. У нас есть саппорт, которому по-хорошему бы полечить. Вообще, по-хорошему хэвика здесь забрать. А как наш хэвик-то? Может еще стеночку снять? А тебе понравилась стенка снимать, что ли, Михаил? Ты же снимаешь стенку, и люди приходят. Нафига это нужно? Думай, думай, думай. Думай. Я не хочу с Running Gun туда забегать. Ё-моё. Этого убью с крита. Не, хэвика надо уражеского убирать. И у того снимать. Да снимай стенку, не парься. Все нормально. Главное, по-своему не попади. Ты аккуратно стеночку снимаешь. Занк умеет аккуратно стрелять, да ведь? Он никогда же по-своему не попадал. Ну смотри, саппорт. Хорош. Так, у этого укрытия нет, у хэвика укрытия нет. Одного еще спалили, который за углом. Нормально. Хошк должен стрелять. Но он видит только одного, увы. Как видел, блин, так и видит. Так, ты в любом случае стреляешь по... А вот не факт. Тебя ж справа двое фланговать будут. Так, ладно, ты... Беско, беги сюда. Это инфа-соточка. Там овервотч, ну, я думаю, что пронесет. Твою ж дивизию, что я делаю, а? Похоже, для экзальт форма важнее функциональности. Это раз. Жив? Ладно, он все равно пока... Так, давай лучше хэвика сначала рубанем. Раз. Двойной выстрел еще можно сделать. А можно свалить просто оттуда. Набивать этого не хочу. Вот хоть убейте. Лечить или стрелять? Стрелять или лечить? Хэвика хорошо было бы подлечить. Кошка я лучше на Overwatch оставлю. Там же двое еще есть. Этим добью. Он безопасный, да пофиг. Соответственно. Но... Стрелять, блин. По-дальнему ориентировочно. Раз. Объект уничтожен. А ты чего? Давай, run and gun и за укрытием. А че не можешь-то? Да что за баги-то? Я не пойму. Я мог же два раза действовать. У него сейчас ходы есть. Он же подошел. Капец, я зафейл. Почему штурмовик? Я ж только один выстрел сделал. Без штрафа. Или там рейнджа не хватило? Капец. Было ближе не убивать. Такой фейл. Так, но он теоретически должен уходить за укрытие. Соответственно, я могу его сейчас на Overwatch поймать. Давай, вправо беги. Вправо беги. Скотина, беги вправо. Молодец. Есть, попал под Overwatch. Ну, пять фитов сноси. Только не русская рулетка. Прошу тебя. Хорош. А вот укрытие зря снял. Так, ну двое-то еще живы, прям по курсу. Короче. Во-первых, лечимся. Снайпер будет на овере прокрывать. Тут полуукрытие раз, полуукрытие два. Лечение улучшенным медкомплектом. Шесть единиц здоровья, три. Штурмовика подведем, подлечим четыре. Они не пробили ни того, ни другого, кстати. Потому что у Бески хитин. И все ок. Аккуратненько так. Просто, просто чтобы посмотреть, если что. Возвращаемся Бесой. Ну вот ее, кстати, на пару хитов-то пробилим. Ай-яй-яй-яй-яй. Ясно, иду на точку. Ясно, иди в помощь. Три пака минус. Но Сагрил, конечно. Самое опасное, вот когда как раз Рокетом снимают стенку, и потом еще с критами лупят. Вот это... Противник проник на объект. Ну какой объект? Противник проник на объект. Не дергайся. Все нормально. А, это мы противник проникли? Да, мы проникли, и что? Что переживать-то так сильно по этому поводу? Не переживайте, все нормально. Ждем скрипты, раз уж с нами заговорили. Эти двое как засели там, так сидят. Так. Мне вроде как нужно выводить уже снайперов на лайн. Хотя как такового лайна я тут не вижу особо. Отсюда, наверное, придется второго снайпа отсюда им стрелять. Просматривается неплохо, но разница в уровнях, она... Тут укрытия нет. Вот вроде стоит опорная балка, а укрытия нет. Мистика. Задача ясна. Приказ поняла, двигаюсь к цели. Ясно. Пускатирую. Начинаю наблюдение. Внимание. Противник не уничтожен. Повторяю. Противник по-прежнему на объекте. Введен протокол безопасности... Поехали. Там Overwatch. Ну а что еще делать? Ни у кого молниеносных нет, кроме револьвера. Зря я бегу. Хотя у него штраф десяточка, плюс Overwatch 7 хитов. Капец попал. Там еще второй, но Overwatch может сидеть. Дмитрий Михайлов. Жесть. Ну кто, если не он? Снайперы, естественно, ни хрена не видят. В чем я не сомневался, в общем-то. Я предлагаю лечить Дмитрия Михайловым. Даже подходить некуда. Я могу подойти и типа флангануть, но это фланг в один ход. То есть меня в следующий раз самого фланганут. Я лучше попробую на овере встретить. Можно скан... Нет, сканчить не надо пока. Сейчас еще одна аптечка. Сверху можно подойти, могут не заметиться. Но я надеялся на то, что они пойдут на меня. Лечим Димку. Гиби поддержал ваш канал на сумму 500 рублей. Здравствуй. Лайк и роб. Назови, пожалуйста, 6 любых чисел от 1 до 45. Очень надо. Если что, с меня пила. PS про 2X чем что-нибудь читал или смотрел? Да. Или будем с нуля обобрать? Я смотрел немножко геймплея, смотрел ролики. Числа записывай. 6, 7, 18, 24. 42. Не спрашивай, почему. И... Блин, вот 36 или 34? Точно, 37. Все нормально. Все правильно. Обращайся. Сидят скоты на овервотч. Похоже, мы здесь не одни. Сидят на овервотче. Молниеносных нет. Подходить непонятно как. Так, лучше, наверное, справа вот так. И вот аккурат... О, еще пак спулили. Так, ну этих я качу. Надо было саппорта перевести. Хотя бы под... Чтоб пострелял. Да е-мое, ну... Они что, реально там решили засесть? На пяти овервотчах? Не верю. Я чувствую, что трое бегут. Что там за звуки? Это четвертый, получается, пак, да? Пять человек живые. Они идут. Они идут. А вот он. Дмитрий Михайлов из пистолета. Ну потому что... Ну в голову! Видите, как хэт вешает? Вообще точно. Очень точно. Конечно же, снайперы начинают работать. Соколик подключается первым. Сейчас может еще кто успеет на овервотчем подойти, в смысле, на ходу. Все идет хорошо. Они лезут. Я жду. Все счастливы. Я говорю, я жду, они лезут. Смелее. Что за шум? Может быть только одна организация. Наблюдение. Оп. По цеху. Какая предсказуемость, да? Еще термится. Так. Вот это не очень хорошо. Сейчас хошка подключится. А, Дмитрий Михайлов не стрелял еще. Блин. Хошка. Все, я купил билет. 6,45. Там сейчас 254 миллиона джекпот. Отлично. Если выиграешь, 10% мои. Да ладно, брось. Ты не охранял ли, друг? Ага. Так. Я бы, конечно, убил Дмитрия Михайловым, но я не убью Дмитрия Михайловым. Я просто не добегу им. Поэтому подбегаю бессой. Разведка плюс. Убийство этого. Ба. Добро. И ход остался, да? Ханкер. Овер. Я само внимание. Овер, 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 овер. Четыре человека осталось из тех, что были спулены. Ну, сейчас третий должен бояться. Ага. Вот реально должен сидеть. И по морали не выдерживать. Но я еще прислушаюсь. Хотя, вроде, обходит справа. Слышали? Она обходит справа. Мне штурмовика туда нужно, второго. И для киллсов. Беги. Главное, чтобы овера слева не было. Там нет вижена вроде. Ща, выйдет. Я чувствую. Он не просто так вот туда обошел. У него есть какой-то умысел. Трое осталось. Эти начали двигаться еще. Смелости набрались, видимо. Ладно, ребят, я пойду все-таки штурмовиками. Без болоненосных рефлексов. Дарабаш. Награда Баш. Принято. Да есть скан, но я не хочу пока его тратить. Готовность на львове. Бонус на здоровье. Выполняй у нас. Я уже получал на овервочи. Бежать не хочется. Прям вот в слепую. Аптечка осталась только одна. Это резервные. Поэтому я лучше буду вот так двигаться. Пытаюсь увидеть их из безопасного угла. Нет. Перезаряди здесь. Прямо за углом. Что это было? Причем он ближе к хэвику. Стало быть, он стоит вот где-то вот здесь вот. Что я его... Это как, в общем? Давай на клеточку пройдем. Тихо. Слушаюсь. Не понял. Они тут не смогут пострелять. Понимаете? Не смогут. Роджер. Поняла вас. Габрида. Четыре пака. Три человека осталось. Девять мертвы. Тут реально двери же еще есть. Будет сделано. Полегче, слышь? Дмитрий Михайлов крут. Крут настолько, насколько вообще можно быть крутым. Два раза по 75 завозим. Второй раз 75. Блин. Не верещи. Теперь они не такие храбрые. Как бы у нас тоже проблема есть. Небольшая. Ладно, Бесса его спасет. Бесса всех спасет. Рано или поздно. Жалко, что Дмитрий Михайлов не получит. Хотя... Не, не получит. Двое сидят вот здесь. Ну, мы сейчас с штурмовиками и хэвиком будем им на голову прыгать просто и все. Они же не смогут овервочность до тех пор, пока я не подойду к сверху. Как подойду, там начнется вообще экшен. Давай так. Оп. Да как? Так он не в той клетке. Ёпар СТР. По раненому зангу стреляет снайпер. Он в прошлый раз попал на 7. Попадает сейчас. На сколько? На 9. Твою ж налево. Ну, как же они хитро-то. Один нормально стоит. Второй стоит как... Неправильный какой-то. У меня будет вообще тут зона для стрельбы? Отсюда точно будет. Дима Михайлов. Давай-ка. Ой, как плохо там. Не-не-не, это не та вероятность, которую мы ищем. Капец. Так, подожди, даже не стреляй пока что. Отсюда сможешь? А ты еще пак с пули что-то. Да не, не с пулем. Блин! Снайперы. Нормально, да? Но хоть это радует. Блин. Поехали, раз. Это 15 человек. Это пятый пак. Надо хэвик вообще убивать. Это пробуем два. Главное, чтобы крит пропали. Крита не хватило. Хит остался. М-да. Арцузка, кстати, отсюда может увидеть. Да как? Да я ж тебя ж, а ты ж меня ж. Капец. Хорошо, что не попал. Все нормально. Флангуем. Сегодня мы с тобой флангуем. Кого убиваем-то? Ну, именно убить можно снайпера. Но нам не нужно убивать, нам нужно демеджить. Вау! Хэвика или снайпа? Хэвика или снайпа? Снайпа или хэвиком? Хэвика, конечно же. У тебя три человека стоит, блин. Это еще минус один. Тут раненган за укрытие, раз. Тут раненган без укрытия, два. Надо хэвика вообще отводить. Поехали. Здрасте. Двойной выстрел или одинарный? Конечно же, одинарный. Раз. Есть! Дмитрий Михайлов получил звание. Так, ты вообще валить будешь? Есть раненган сюда. И да. ХП есть, ХП есть. Крита не будет, не будет. Главное, сейчас пак не спульс шестой. О, новый смайл Мутона появился. Обновлю часик. Анимированный. И еще, это... Это Савелий, судя по качеству. Бдыщ, нифига себе. Это Савелий, да. Современный. Так, убиваем Беса и два. Ну и остается Хэвик, который как бы не алло. Ему надо бы валить, в общем. Потому что тупо страшно с таким количеством ХП уже ходить. Этот красавчик отходит, будет стрелять. Стреляет без крита, скорее всего. Попадает по Димке Михайлову. Там парализатор, что ли? Или это просто такой эффект? Рану-н-гана нет. Давайте не будем париться. А, давай ему лучше меткость... Ой, этот... Пушку убьем. Тут лучше перезарядиться, потому что это вроде не все еще. Тут подходим под полходом. Офига вам. Ну, пострелять-то можно, почему нет? Тем более, бить-то можно. Два раза 54. Мимо. Попали второй раз. Надеюсь, у него гренки нет. Перезарядка. Отличный. Дмитрию Михайлову даем еще один киллс. Раз. Последний, правда, выстрел у него. Патронов нет. Но зато гарантия. Гарантия Гуфа. Все, что ли? Если бы не три ранения... ...информация докладывает, что на верхних этажах большого офисного здания в деловом центре города замечено возгорание электропроводки. Источник утверждает, что на пожар оперативно отреагировали ответственные лица и человеческих жертв удалось избежать. В свете последних мировых событий отрадно знать, что сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций действуют эффективно и готовы пожертвовать собой ради безопасности мирного... А, так вот, что такое XCOM. Это МЧС. Это безопасно и исходят. Даже вызывает уважение. Такой ты, Аркадемиш, а почему там два снайпера по нему стреляло? Все нормально. Возвращаемся. Это одна из угроз. Это просто сопутствующая угроза. Восемь... Майор! Дмитрий Михайлов. Стойкость. Полная защита от критов. Хорош! Для штурмовика это важная тема. Восемь дней. Хэвик отдыхает. Медали дали. Технологии экзальт. Артефакты. Фрагменты. А, это бабло. Новые находки. Командир, штаб экзальт уничтожен. Оставшиеся войска скрываются. Я не вижу необходимости продолжать действия в этом направлении. Думаю, пришло время... Награждаем Дмитрия Михайлова. Он теперь не будет никогда паниковать, если кого-то убьют. Мужик. Окей. Значит... Господи. Скелетный... Нет ценности. Ее можно продавать. Ок. Артефакты по 20. Эти по десяточке. Немножко автоматов продам. Хорошо. Есть бабло. Там элериумный генератор же еще был, насколько я помню. Можно лабораторию ген... Нет, рано. Элериумный... 550! И 30 элериума. Ну, зато 30 энергий даст. Что в пять раз больше, чем стандартные эти. Или генетику пилить. Там психи нужны сначала, наверное. Хотя мелкие можем и... Да, давайте генетику я все-таки сделаю. А генетика это... А зачем я ее здесь построил? Хотя вроде не принципиально. Нет, принципиально там было. Надо было под лабой делать. Блин, нет, нельзя. Электростанцию наделать, сори. Потерял денег. Хотя бы одну обычную, потому что мне там энергии не хватает. Вот и нет денег. Да неужели додумался, говорит Хоэл? Хоэл, у меня была идея следующая. Учитывая опцию, одна из галок, заключается в том, что тебе очень сложно найти психа. И генномодифицированные товарищи, они психами быть не могут. Поэтому идея была в том, чтобы сначала проверить пацанов на пси-способности, а потом оставшиеся делать генномодифицированными. Такое объяснение. Эксперта, я не уверен. Может быть и стопроцентная отмена. Может быть ты и прав. Десять дней до титановой брони. Ранение Хэвика переживем танком. Да, первый всегда психом, но хочется же все-таки... Так, сообщение совета. Пять ученых, два МЖА. В США паника снизилась. На единичку еще. Класс. Теперь есть страховка. Ну давайте штамповать. Просто штамповать. Становая броня. Надо захватывать мутона, делать плазму. Истребители, да дофига нужно делать. Ну вроде ученых 57, но прям хорошо. Должен сказать, мы от помощи... Поехали. Сейчас мы не садим. Неизвестный поддержал ваш канал на сумму 1000 рублей. 1000 рублей. Миша, большое спасибо за X-Chon стримы. Да, мне самого нравится. В особенности за твое первое прохождение игры 3 года назад. Ооо. Удачи в X-Chon 2. Да, это будет... Убедительная просьба. Так. Заливайте на YouTube запись второй части побыстрее. Так мы... Всегда есть время на трансляцию. А очень хочется посмотреть все по порядку. Я все записи X-Chon, ну по крайней мере те, которые сейчас, ставлю на загрузку сразу после того, как заканчивается трансляция. То есть перед тем, как уйти спать, я заливаю эти там 15 гигов на YouTube. Они заливаются где-то часа 3, а потом обрабатываются еще часов 15. Поэтому... Быстрее не получится. Короче, у нас стабильная ситуация. Есть страховка на случай штурма базы. Сейчас надо лететь... А вернулся ли у нас боец? Не вернулся. Сейчас, наверное, ложку летим. Да, ведь? А, копаем сначала. Я копать хотел. Я и так копаю. Копаю... Возможно, еще временную четвертую лабу поставлю, хотя это маловероятно. Высадка пришельцев. А, надо сбить его еще. Объект не опознан? Что это за хрень? Револьвер, может, возьмем, а? Ну что, постреляет туда-сюда. Нам же нужен псих хороший. Вместо танка возьмем. Это баржа, кажись. Или абдактор. А, это очень большая наложечка, да? На самом деле, револьвер полезнее будет танку уже сейчас. Во-первых, потому что молниеносный рефлекс и густой дым. И несколько дымовых шашек. То есть, он реально как саппорт топовый. Единственное, что я ему, наверное, взял бы медикитов, если бы у него были... Было хотя бы что-то на аптечке. Дугомет бери, да? Надо дугомет пособирать. Причем дугометы нужны спринтерам. Спринтеров у нас двое. Это Бесса и Дмитрий Михайлов. Миссия будет очень непростая. Ну, это большая НЛО. Там, с одной стороны, человек 15. Ну, там, кстати, командиры могут быть. Если сектоиды команды разохватить, можно в ПСИ достаточно быстро выйти. Без ракетчиков как справляться будешь? Да потихонечку. Штурмаши и снайперы главные. Хитин у меня только... Да, один хитин надо выдать. Только кому? Арцтовски, скорее всего. Ну, потому что вперед будет идти... Или Дмитрию Михайлову. Нет, Арцтовски важнее. В плане жизни. Ее лучше место так дать. Пистоли возьми штурмашем с дробошами. Кстати, хорошая идея. Ну, то есть, давно надо было это сделать. Деньги есть. Раньше меня останавливало. Так, лазерный пистолет. Давай в количестве четырех штук сразу сделаем. И двум снайперам. И в паре штурмашей. Потому что они действительно на Overwatch про... Про... Ну, короче, они... Обнаружен объект. Они не наносят уроны из-за штрафа дробовикам. Ну, а снайперам тоже иногда требуется нанести чуть больше, чем единичка урона. Без хэвиков будет тяжело. Так, револьвер, револьвер, револьвер. Может, тебе третью аптечку дать? Нет, его лучше укрепить как раз. Так, бронька есть. Есть, есть, есть. Есть, есть. Да. Плюс корабля в том, что его не надо сбивать. То есть там дофига элериума, дофига сплавов. Если это большой корабль, то там могут быть еще руководители. Сектоиды, командеры. Захватив которые, мы дадим, кажется, буст к большинству исследований. Плюс технологии ПСИ. Что-то в этом роде. Да, револьвер надо делать командиром. До чего докатились? Ёпро СТ. Ну реально, Соколика делать командиром нет смысла, потому что он далеко находится и бонусу не действует. А револьвер реально стал командиром. Господи, как это произошло? Как рыжий негр, которого брали Леммингом на убой, стал командиром всея Икскома. Я в шоке просто. Это невероятно. Может, даже ему прикид сделать посерьезнее? Так, Беса и Дмитрий Михайлов. Два штурмовика красных будут... Так, давайте его в розовый тоже, чтобы они с саппортом были в одном стиле. Тем более, ему очень идет. Ого, вообще класс! Красавчик! Поехали. Нися будет очень непростая. Непростая. Там и экип... Ну, там любой тип юнита, во-первых, может быть. Плюс это новый месяц. Допускаю, что милишные нутоны могут пойти. Готовимся к высадке. И народу будет очень много. Готовьтесь к выброске. Надо разобраться с лунатиками в США. А США может... А, это США! Нельзя было ее игнорить. Я знаю эту карту. Я знаю, где будет корабль. Подходите к объекту осторожно. Вот здесь будет проход, возвышение. Здесь низина и вход в НЛО далее. Это большая-большая на ложечках. Ох, будет весело, капец. Так, вот, Дмитрия Михайлова, Хитина нет, да? Поехали! Снайпов надо выставлять сразу вот сюда, вот вниз. Хотя бы одного уводить. Тот же тупик, тупик. Ну вот и иди сюда. Я в пути! Направляюсь на точку. Двигаюсь на позицию. Ясно. Мы не торже всех. Ну, подходите к нам! Штурмовики с пистолетами. Ну, подходите к нам! У нас же улучшенный дугомет еще есть. Мутоны. Мутоны. Ох, это милишный, кажется, мутон все-таки. Ясно. Да, вот здесь вот проход туда. Мелт вижу. Но там сразу паков входа должен быть. Они там часто тусуются. Правого снайпера нужно поскорее подводить. Можно даже один сканчик потратить на подходе. Из-за перепада уровня здесь снайпер не работает нормально. Он и здесь-то особо работать не будет. В идеале их нужно поставить сюда. Это первая вообще большая НЛО за трой. И там мутоны. А я без хэвиков. Так, давай-ка сразу скан. Я что-то не стремно очень. Один там, пак два. Где стоят? Сколько весят? Сканер готов. Так, пак мутонов. Да, милишные мутоны пошли. Вообще, милишного мутона, если мы захватим, то у нас тоже какие-то технологии бустанутся. Сейчас посмотрим по энциклопедиям. Если мы захватываем обычного мутона, то все плазменное оружие на 50%. Если мы захватываем берсерка, то титановая броня, архангел и призрачная увеличиваются на 50%. Ешки-матрешки. Очень круто, конечно. Но как таких товарищей захватывать, особенно когда снайпы не подведены? Что случилось? И вроде бы рейндж нам позволяет сейчас в один ход подвести еще снайперов. Но будут ли они отсюда стрелять? Маловероятно. Отсюда-то да, но можно увидеть уже их. Я бы проверил Дмитрием Михайловым. Будет сделано. Вроде не должны. Вижу зобычу. Хорошо. Тогда один снайпер сюда. Второй на Макс. А ведь уже видится Колик, хорошо. Двигаюсь к точке. Хорошо. 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 У нас есть еще один ход для того, чтобы занять еще более правильную позицию. Видите, снайпер не видит. А вот сверху он точно здесь будет. Видите же? Ага, точно. Точно нет. Еще пак может быть справа. Тут тоже неподалеку. Они же постоянно еще в движении находятся. Блин. Ближе подходить не хочется. Так, этими сюда. Работаем. Ой, дальше побежали, гады. Рычат. Это что за звук? Искана уже нет. Я предлагаю пулить, штурмовиков подводить. Слышите. Сильно ближе. Двигаюсь на позицию. Угл острым. Ясно. Я буду дожидаться возвращения мутонов. У них патруль. У них патруль и... Они вроде как должны... Ё-моё, отбегает. Да. Сканер, кстати, подсветил. То есть, я теперь буду видеть их перемещение. Еще патруль, оно прямо по курсу. Тихо. Слышали что-нибудь? Возвращаетесь. Возвращаются. Отлично. Ну, у них есть задача. У них есть периметр. Они... Они... Они на посту. Они молодцы. У ковра нет нормального. Револьвера подведу сюда. Снайпер из-за револьвера стрелять не сможет. Опять все испортил револьвер. Ну, как так-то? Подходите, гады! Так. Двух из трех в идеале надо захватить. Они бегут. Вроде возвращаются. Ну, как возвращаются. Ничего не возвращаются. Вверх уходят. Это еще один пак. Мы здесь не одни. Да, идут, 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 идут. И второй пак там, да. Револьвер стоит без укрытия. Я терпеливый. Давайте уже, ну... Блин, они уходят наверху. Короче, надо пулить второй пак. Который здесь. Подхожу к меду. Да, вот они. Первый милишный мутон. Бежали. Полуукрытие, полуукрытие. Так, одного мутона рейнджового надо снимать прям сразу. Прям сразу его снимать. А второго нужно снимать позже и парализовывать. Это раз. И этого надо. И это может по одному захватывать по паковым. Потому что, кажется, сложновато будет мне и того, и другого. Например, сейчас захватим милишного мутона, да? Тебе нужен зеленый больше. Так всем зеленый нужен больше. Ну как ты его захватишь-то? Ну как, этим отступаешь. Тот бежит вперед. Тут полуукрытие, Михаил. Но он гренку не докинет, забей. Кидаем. Лучше вот так вот сделаем дым. Сейчас мы немножко вытянем красного мутона к себе. Парализовывать пока не буду. Ухожу штурмашом. Гренку тот не докинет. А вот соколиком я бы ханкернул. Тут можно овервоч. Ой, неудачно ты стоишь, конечно. Я пошла! Назад. С богом. Эти возвращаются назад. Но не успеют в этот ход. Милишный мутон бежит. Сейчас на пару овервочи наткнется. Револьвер стреляет раз. Ну мы его из дробашей будем сейчас. Двойными выстрелами офигарить. И пытаться захватывать. Тихо. А вот это опасно. По кому? Там же дым. Ты хрен попадешь. Ну полуукрытие, дым. Там минус 60. Вообще забей. Итак, самое, конечно, главное. Это вот эта хрень большая. Красная, которая сверху. Я хочу. Можно сопреснуть, кстати. А, я не могу сопреснуть, да? Значит, просто в этого стреляешь раз. Устрашение. Ну сейчас пойдет. Главное, не паникуем, пацаны. Захват уж штурмашей. Поэтому. Я думаю, надо. Блин, какая грязь. Из-за дыма попасть я в него не могу. Стоп. Слушайте, я тут сейчас могу остаться просто на милишном утоне. 66 у снайпера точно, капец. Дым был неудачным решением. Тот грянку докинуть еще может. Двойной выставал по 60. Офигеть. И без критающим. Так, у тебя же... Почему двойной? Ты сначала одинарный стреляешь. 75. Он подойдет к тебе и будет двойной. 75 не попал. Два раза по 60. Хорошо, 8. Плохо. Не сын. О, ё-моё, револьвера как тут стременоватым. Ладно, стреляем. Я думаю, я должен подходить, стрелять, попробовать убивать. Точнее, попробовать оценить захват целем. Да, 72. Ты его можешь не убить просто. Раз, выстрел. Ладно, все. Так, теперь, теперь, теперь мне бы как-то совладать со вторым. Можно его из... Я не хочу, чтобы просто он сейчас грянку сюда закинул. Мне либо надо разделиться. Сейчас грянка полетит на троих. Можно его с укрытием скинуть, но он может под второе пройти укрытием. Дым только спровоцирует его на грянку. Короче, вот так вот я лучше отойду. И штурмашом отойду тоже. Тут овер. Штурмовиком просто валим. Обойти с фланга он меня может. Есть кавер вообще? Есть. Все, валю. Два овервотча, один мутон, пак впереди один. Этим могут спулиться уже сейчас. Нет, еще ход у меня есть. Отличный. Этот подходит. Фулл кавер за этим. И вроде он ничего не делает. Надеюсь. Не, он стреляет. По снайперу полкауэра. Капец, ранение у снайпера. Ой, надо было дым кидать саппортом. А не, не, у соколика. Меткость снизилась. До девяносто девяти. Подбегать ближе, это значит спулить пак. Захват снова откладывается. 55, точность, капец. Тут без крита и фланг. Надо вспышкой, наверное, его выкидывать из-за укрытия. Ну, давай. Отлично, блин. Ротстоцкой нужно снайпа лечить. Хошку бы тоже другую позицию поставить. Ну, короче, они поменяли. Ну, Overwatch тогда не... Короче, бред. Что я творю? Надо сейчас второй дым кинуть. Перестраховаться. А тут такая жесть пошла уже. Дымовая завеса! Захватил мутоны, ё-моё. Хошку ходит из-под фланга. Здесь мы лечим соколом. Скоро оклемаешься. Ясно. Вот он очагу. Жест. И они сейчас пулятся. Ох, еще нет. Выходит. Ну, Overwatch, ребята, ну! Там много еще мутонов. Какой сваливает? Он стреляет по себе. Хорошо, дым помогает, а? Жесть. Так, снайпер не видит, снайпер не видит. Как вот снайпер не видит, я не пойму. Как вот он не видит-то? Надо кайтить на снайпов. Просто отступать, перезаряжаться, чтобы он лез, а мы на миллионе Overwatch'а его... его как-то пытались ловить. Ну, подходите, гады! Причем еще один дым, скорее всего, надо будет сделать. Жесть. И это еще даже первый пак не убит. Уже ранение. Минус дымы, минус хил. Совсем розовое все стало. Саппортом, кстати, очень идет розовый свет. И пулит цепак. Тут хотя бы хошка постреляет. Пару раз. Русская рулетка, урон на один вообще со снайперами. Я до сих пор не могу привыкнуть. Четыре мутона. Один милишный, три ранжовые. Ранжовые все живые. Сейчас с левой с пистолем. Постреляем. Какая грязь. Сейчас еще будет зеленый стрелять. а вот это уже хрень полная просто полная хрень еще один пак твою мать кажись надо валить по крайней мере дистанцию увеличивать сейчас с двумя милишными метод мутонами под розовым дымом хрен что сделаем капец рокетов нет мутоны повсюду что эвакуации штурмбазы пришельцев так что у нас уходит 17 человек 7 человек 7 человек кто куда может на фулл ходы тут особо не отступишь тем более укрытий здесь нет толковых ладно в любом случае нужно валить правым в смысле валить из розового тумана а вот куда мы добежим обязательно укрытие обязательно начинать с дальних дима михайлов конечно спринтер но да сэр жесть 7 утону потому что я со сканами полил так аккуратненько аккуратненько тут фланг намечается вообще да тут фланг будет скорее всего уже да да сэр снайперу это вообще такая беда так сейчас будет жесть часть мутонов успеет подойти начнет стрелять гранату не докинут но направляюсь на точку лучше свалить конечно подходит милишному тону это пару и столов из пистолета от без без хэвиков очень сложно главное не паникуйте пацаны подходит зеленый не успел один второй успеет не не успел второй отлично того мы флангуем в общем этот под штурмаша заходит еще зеленые сейчас идут там получается 5 зеленых да нормально 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 жить можно пока хреново но можно главное избавиться от двух милишных которые рядышком поэтому мы бьем тот вообще убивается хорошо почему без крита ладно давай раз да твою мать ну как так-то ну как мне их убивать-то вообще вот сейчас я не знаю с одной стороны мне вроде хватает двум штурмовикам я спокойно этих милишных убиваю сапом кидаю дым отстреливаю еще снайперами ближайших двух мутонов но если блин опять будет русская рулетка это же трындец это же трындец просто трындец ладно в любом случае я аркадия выключаю делаю два выстрела из дробаша раз давай хорошо девять второй раз девять отлично пять хитов не рычи так сап ориентировочно под дым нет револьвера ориентировочно под дым может захватим еще да да сейчас еще мутонов ты захватишь конечно же роллинг поддержал ваш канал на сумму 100 рублей миша ледокол говорит будь аккуратнее на миссии без хивиков будет сложно там много мутонов надеюсь он успел предупредить да да проблема не только в двух красных которые в этот ход должны лечь от двух тяжей проблема в пяти зеленых ну не в пяти ладно в трех которые пойдут я как на границе не на границе верхнего я как раз убиваю да хорошо пошла аркада работаем это раз а че ты второй выстрел решил не делать да опять не в рейнже был красавчик я опять ступил нет этого надо соколом убивать пытаться ой хошкам то есть скритом сразу же чтобы раз есть убиваем одного зеленого из пяти инди зоун срабатывает стреляем поэтому или на оверву оставить погоди у тебя уже два овервоча будет ты ориентировочно кидаешь дым ты пока не можешь делаться что угодно соколик наверное все таки скритом этого больше он никого не может нормально давай скритом восемьдесят семьдесят второй выстрел какой же аркадий а убей его прошу тебя есть убиваем второго красного мутона ну теперь осталось дело за четырьмя зелеными густой дым у сапа есть накрываю ох накрывать надо снайперов но у меня там штурмаж или в два дыма сыграть ротстоцку как раз подвести сюда и закрыть дым дым наверное так и на ой фланг же еще а давай-ка ступроцентным критом давай родная умница трое осталось но дымом мы все равно накрываем двух снайпов и ближайшего штурма три по комутонов три осталось вроде три или четыре человека три осталось три и кошка на овервоч еще живем думал сейчас будет в плюс потому что милишных не осталось зеленые сейчас будут вылезать я жив я жив пацаны овервочем сейчас полезу ну а надо одного зеленого захватить что за шум выходи уже скотина о еще пак из трех мутонов и милишный еще блин пулить или не пулить вот в чем вопрос мне не нравится твое типа укрытие вообще не надо его пулить это вредно его пулить в общем но он не спален еще блин мне бы еще один дым закинуть бы хотя учитывая одного милишного бутона может быть и не время для дыма ратсоску не хочу поставить короче я учитывая то что тот пак не спунил я лучше задымлю не факт что они вообще туда пойдут ко мне пойдут а против мутонов тех что остались трех зеленых только не ко мне идите капец все это гг овервотч дмитрий михайлов из пистолета бесса тоже ну тут забей короче пойдет вообще жесть нинсфер поддержал ваш канал на сумму 100 рублей миша да привет красного мутона надо не убивать а захват да я в турсе пс закокон джида поддержал ваш канал на сумму 100 рублей жив коррективный огонь орел так вроде тени идут еще значит смотрите мутона красного мутона красного мутона красного мы захватывать будем соответственно пока удаляем дальних раз твою ж медь аутсмарти поддержал ваш канал на сумму 200 рублей хотел предупредить из чатика пропал мутон когда увидел тиму без ракетов надеюсь не мутон короче у меня там два мутона недобитых этот да ладно мы от него отступим сейчас всеми мне хочется а вот револьвер же может да револьвер может практически все черт надо обходить наверное хотя к мутону близок я лучше одного гарантированно убить убиваем одного зеленого этими надо либо отступать либо вот это вот товарищ флангонос но это чушь вообще а не план потому что господи здесь прятаться негде хотя вот отсюда можно артстотской пострелять по дальнему да 56 главный попади давай 56 положительная вероятность 4 хита класс ох надо от мутона валить и того надо убивать блин ну я могу типа обойти но представляете я сейчас с пулей еще кого-то там же трое еще зеленых осталось из тумана надо выходить мест для всех не хватает ладно один идет сюда прикрывать сапан возможно сейчас из пистоля попробуют пострелять по дальнему 41 процент ё-моё ах ты ж ежик а два раза по 26 нужно два раза стрелять ой хорошо так ну здесь просто отходим ненадолго но отходим ориентировочно вот сюда вот перезарядиться лучше чем там стрелять на овервотч в туман по мутонам ну поехали он добежать не должен раз овервотч хрен попадешь да ладно успеет что ли у меня хитин там держись сколько ха 6 хитов так это мой шанс захватить здоровенного мутона бесса может бесса может все что угодно да так начинаем долбить его с с а вот не факт нет факт станем потом сапом да как мимо то давай скритом 16 хорошо не паникуем пацаны с дробовика уже опасно стрелять надо винтовочками пытаться его так 6 хитов сейчас пистоли штурмашом два раза или с винтовки сзади лучше не лучше здесь пистоли а два раза хватит да нормально один не только не убивай три почему по три а не два что за хрень лечусь нет у меня мутона я думал что он в отличие от этого двойку наносит или он не кританул так ладно это четыре пака мутонов причем живо еще три человека а тут на самом деле даже не ну важно захватить но это не топ один цель тут бы выжить особенно когда три пака сразу появляются на мой взгляд это реально важнее захватывается надо было пытаться перезаряжаюсь стану в броню хочу плазменное оружие хочу психов хочу генную модификацию хочу так молниеносных рефлексов нет ни у кого самая плотная это бэском подхожу половинкой скан наверно довязать а у рева есть молниеносный рева с нами что-ли а вон розовенький точно я думал что его нельзя подходим ревы там явно сидят и ждут но не здесь зеленого мутона захватить одного из зеленых мутонов так давай аккуратно поехали вроде один справа а двое прямо хотя не могли сто раз разбежаться естественно но рискую так одного снайпера тоже подведем хорошо да справа могут прийти скан может но куда мы даже не знаем направление кроме того что куда-то туда даже если сейчас каньюзу я не нечем будет после этого работать нужно хотя бы снайпера вывести чтобы после скана я смогу действовать как-то кажется мы здесь не одни двух штурмовиков налево срочно срочно при срочном вас понял тыл прикрывать это раз сюда сапом full cover сейчас скан потому что уже вроде на позиции мне вот важно знать куда бежать штурмовиками тут вообще возвышение такое классное намешает опа вот они выглядят как будто пак на самом деле это остатки ты же вроде как на право нужно обводить я не хочу слишком рискованно так они так тоже есть линия хорошим с богом смотрим overwatch да то есть они просто стоят и ссут извините за мой французский парализатор есть в обоих снайперов я предлагаю начать мочить 1 это раз ко второму уже быстро подбегать с парализатором и захватывать его пытаться он сейчас валить может с него гренка кстати есть и на полный ход так не хочется подходить мутоны они такие рискую я щас ох не так точно не надо идти что что никак агент поддержал ваш канал на сумму 200 рублей миш да привет привет с чем 2 уже скачал нет так еще бы кого-нибудь на поддержку туда и к нему и в ухо не пролетит похож к его может убить к ай да как-то ой ты дура да ты просто не очень и подставила на сейчас тему капец он может обходить час ёпрс это что по дыму вообще ничем по дыму может раным ган фланга нет тогда точно твою жметь а ох если сейчас пойдет это будет фланг а он видел куда идти он пойдет надо ему дать другую цель дмитрий михайлов пошел он гонет давай два раза пофиг надо убивать потому что уже эта дура ну вроде 3 еще был зеленый а что там за звук бежит тяжело работать да с такой команды бог тут вообще снайпер надо переводить вот туда куда сап идет типа 1 и туда переведу и ухо не пролетит давайте слушаюсь ну подходите гады плечи уже снайпера зачем этом два заряда оптички осталось всего кажется один у этого один у этого снайперу точность не вернется как бы смысл лечить просто подводить не было другого так вроде третий последний мутон третий последний мутон из четырех первого на перво спулиных паков он там бегает до слышим надо 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 к нему подходить револьвер идет вперед ой мага да как я тебя а мол нет я знал что револьвер у него молниеносный как бы так и было задумано капец да я понял про фланг так парализуем да да нет крита давайте его просто просто один разок стрельни для начала главное просто не убей 0 крита не так любишь да ты его и и с критом бы не убил снайпер не видит что мовики на месте в общем-то можно конечно снайпером обойти типа бла 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 но и без укрытия оставлять не хочется наверное вот такой чем как ты не видишь то ну вот он стоит огромный зеленый мутон ой беда захватывать но как тут скрита его на лап разломая просто да как ты его не видишь то скотина то как то вот же он огромный зеленый мутон вот он перед тобой стоит смотри на него вот он вот нет нет и нет капец просто ну это ну как ну я ж я ж твою ж этот скрита убью ах может его флешечкой давай флешечкой ого наконец-то вот пошла скиллуха на все в порядке не кипишуй кого обычный пистолет а ты его критовать будешь не этот не подойдет нам давай захватывать убивай говорят нет 95 улучшенный ха ха так это последний из четырех паков ты лучше спрячься стыдно смотреть я не знаю сколько паков в этой тарелке но учитывая то что мы с вами уже убили 12 человек я думаю уж можно заходить тот же корабль который посещал людей не 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 может быть откуда она знает такой корабль похищал людей мы его встречали ровно один раз когда нас когда пытались его сбить ой тут же еще один снайпер да сейчас надо снайперов сначала подводить сюда потом там два направления несколько зданий надо в этом еще попробовать командира захватить было бы топич эти никто не шумит может быть там командосы только и остались было бы неплохо по крайней мере паки не шумят а каждый месяц и похищение людей было против этого корабля теперь он то есть ты хочешь сказать что там 4 я не понял ведь все равно идею ладно посмотрим сколько здесь паков будет мне кажется что здесь четыре пака плюс командиры хотя мы со временем тоже меняется двигаюсь к точке я шумят со стороны здесь не кабины я в пути и главное ну просто как бы шумят они ходят то есть они там стоят так давай-ка не будем ни кем ходить дальше в левом два направления дашь четко по центру это из комнаты последний дверь открыта правда настораживает смотрим тут бывают паки но вроде они как раз все и спулились когда так одного снайпера оставляем на этом направлении одного посылаем сюда открываем никого компьютеры слушай не понял а где еще один как-то какой-то странный порядок переключения наверное но я не хочу овервочи заранее ставить пока всеми не походил а то уже были темы что по овервочил а потом каким-то чудом спулил еще пак и это не оставляет практически вариантов на действие хотя это уже не с не с командного слушайте звучит да похоже там как-то в другом месте переключаемся на доробаж здесь надо забегать желательно в укрытие причем забегать там галку да они как будто они не вот отсюда вот они идут но смысле шумят они на уже идут уже идут уже идут я буду на чеху проверим я пошла сначала буду подходить людьми которые находятся типа дальше вы пока ждете сейчас еще лучше их с той стороны спулить чтобы по возможности они отступали в мою сторону да похоже что они здесь потому что когда я был там так ну револьвер как самый отважный забегает никого не видит я мою да как так-то ревод чего там может они вот в этой комнате дима михайлов следом может быть в этой комнате кстати да ну от оттуда шум был так он сейчас лучше не лезть лучше подожду прислушаюсь и сделаю выводы прислушался ладно открываем дверь очень интересно я в пути они могут конечно быть вне но это маловероятно двигаюсь на позицию могут быть еще справа здесь сделать оттуда не шумели вообще но я уже все допускаю любая ну сейчас идем просто в командный пункт снайперами хотя бы добежать чтобы они через дверь могли стрелять этот не сможет да не в той комнате ну понятно как и предполагалось зашили так подходим подходим вы не поверите подходим подходим глушить по максимуму конечно же и наверное я даже снайпов с пистолетиками подведу они могут внести свою лепту в уменьшение количества хп у врага и повышение вероятности захвата соответственно открываем открываем вижу два аутсайдера да командиров еще нет увы 1 2 понятно так но я предлагаю создаться предлагаю пострелять снайперами захватить их обоих ради плазмеров раз можно захватывать есть страховка страховка же есть конечно есть куда же без страховки 95 нифига себе это первый так это под второго но сначала посмотрим насколько реально нам его оставлять даже 95 процентов как то не хочется без страховки поэтому я а ну осталось то немного у нас а вот еще есть артстотская есть может подстраховать у нее точно с хорошим сто процентов отлично ну значит снайпером снимаем те же самые три хита штурмашом пытаемся захватить но если не получится там сто процентов на добивание только русская рулетка может подышать захватили все в порядке 14 человек огромное количество элериума огромное количество сплавов ранения ну оружие мутон захваченный да мы захватили мутона захватили ооо соколик плазмер легкий плазмер граната пришельцев сто элериума осколки с боем ммм становая броня 3 3 дня займет плазмер можно патик страданий других ах 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 не клеится нет мы предположить не могли что с появлением стопа где допрос мутона вот он может прийти бессердечие холодность вот потом допрос мутона после армора потом за плазму беремся потому что улучшится исследование короче ждем три дня отлично есть титановая броня и мэг паладин допрашиваем мутона с пристрастием 2 дня делаем 4 сейчас армора по возможности сколько 267 ладно 3 тогда двум штурмам хэвику нет 4 хочу 31 сплав 31 сплав ну что же делать это давай трупы продавай нет слава надо продавать сейчас наберем пацаны 267 это просто косарь нужно косарь стасис камеры всякие вот эти вот надо наверное попродавать стасис камера борт компьютер может пригодить а вот так борт компьютер чуть-чуть блок питания тоже вроде может а и и и и и до сплава там 31 на броне нужно не в таком же количестве даже трупы из и и и тупы да Лерик, глянь. Ну-ка, а что мне Лерик? Он мне сейчас нужен будет на исследовании. Должно хватить. Ну, это титановская броня, понимаете? Это топовая, в общем, броня по армору. Раз, два, три, четыре. Так, ну, снайперы, естественно, без броньки, а все остальные в броньку. Ой, сейчас пойдет. Какая тут? Четыре очка здоровья. Средние свойств нет. Десять очков здоровья. Тяжелая, герметичная фильтрация от ядов против огня. 7 плюс 8, 7 плюс 14. Вау, гламурненько. Оп. Ооо. Оп. Да, езжешь. Ну, револьвер вообще красавчик. Вот теперь другой разговор. Так, допрашиваем мутона. Сейчас нужна плазма. Лучшая миссия должна быть. Лабу я делать не буду уже. Потому что и так исследования идут очень быстро. Допрос мутона приводит к ускорению плазменного оружия. Я бы плазме расследовал на самом деле. Потому что это плазменная винтовка. Она пойдет саппорту. Она пойдет временно штурмовику. Да, импланты черни не нужны. Я в курсе, да. Ну, то есть они... Их вообще на хитин надо заменять. Сейчас будет миссия, скорее всего. Стоп. А сколько там еще? Четыре дня. Блин. Без соколика будем играть. Видимо. Следующая миссия. О, тяжелые лазеры. За 400 бабла. Я только за... Только денег нет. И Лерий заканчивается. Твою ж медь. Он утекает. Просто утекает сквозь пальцы. Лерий. Там на легкий плазмер, правда. Но, видимо, сейчас надо и Лерийом сдавать. Потому что... То оставшееся количество, оно... Утечет за оставшийся месяц. А мне сейчас как раз нужно бабло. Трупы летунов нужны для матриц защитных. Ладно, давайте борт-компьютер пришельцев продадим немножко. Дорогие. Пару. А зачем так много-то? Господи, что я сделал? Мне же для тяжелого лазера как раз плавы нужны. Ладно, хватило. Еле-еле. Запрос выполняем. 400 баксов получаем. 700 на руках. Автоматы экзаль продаю. Еще раз говорю, на них заказы с хорошими деньгами бывают. Они стоят копейки, по 2 доллара за штуку. Выигрыш там 20-30 долларов за 10-20 этих не решают. Успокойтесь уже. Ну, ребята, ну пусть лежат. Чего они вам... Соколик возвращается в строй. Экзальт уже убит, да. Плазмер сейчас будет готов. Надо захватывать. Оружие там реально очень дорогое. Сейчас будет паника, скорее всего. О-о-о. Террор. Ну, это США. Так. Ой, какие гламурные у нас пацаны. Значит. Значит, значит, значит. Кого-то мне нужно оставить. Хэвика поставить. Лучше, конечно, Дмитрия Михайлова оставить. Негоже сейчас ему. Идти и тренироваться. Беру тяжа с Занга. Сейчас. Сейчас же Крисолиды. Мы шкурки крисолидовские сейчас наполучаем. Бом-бом-бом-бом-бом. Что мне еще нужно? Мне два тяжа нужно, блин. Слушайте, а зачем мне два саппорта? Мне нужно два штурмовика и саппорт. Револьвера может убрать. Дмитрия Михайлова поставить. Но он полезен против Крисолидов. Артстотска саппорта. Дмитрия Михайлова оснащаем. Во-во-во. Револьвер зажал броньку. Дмитрия Михайлова, правда, мораль не очень. Раз, два, три. О, Гранд, пришельцев есть. Так, что же тебе? Дугометы точно не нужны. Гренка, кстати, да. Гренка штурмовика может зайти. Хорошо. А у кого хитин? Раз, два, да? Артстотски важнее. Бески убираем, дугомет ставим. Да не важно. Ну, комплект, наверное, брони, наверное. Хотя цель с критом. Эти два хп они особо не решают уже с хитином и титанкой. А цель увеличит точности крит. Все-таки возьмем ее. Зангу. Ошенники в титанин нужны. Да какая разница, там, ошенник или нано-комплект? То есть тут... Страховочный есть медикит. Штурмовику дать. Цель. Хитин, хитин, граната, цель. Хил, хил, рокет, два снайпа. Гранаты, цель, цель, цель. Ну, вроде нормально. Не, наверное, я в Артстотске возьму все-таки вот эту штуку. Дам ей лучше вместо хитина цель. А хитин дам штурмовику второму. Да потому что, как бы, они будут лезть. А у нее винтовка. А им важнее. Там же еще сокращение милишного урона, насколько я понимаю, у хитин на 50%. Снижает получаемый ближним как раз против этих... Крысолидов. Поэтому лучше пусть штурмовики будут. Я готов. Террор, США. Единственная страна, где паника... Три. А в остальных единичка. Нам нужны шкурки крисолидов. Не обязательно спасать миллион мирных. Готовьтесь к выброске. Надо разобраться с лунафиками в США. Нам нужно просто... Спасти хотя бы одного. И прокачаться Дмитрием Михайловым. Рейнджер вышел на точку. Штурм один к бою готов. Хоть и бейте, карту не помню. Подтверждаю, рейнджер. А, помню. Ёпрестэ. Можете начинать атаку. Это же жесть. Попробуйте вести осторожно. Внизу гражданские. Повторяю. В зоне операции гражданские. Жесть. Короче, они в домах. Они прямо по курсу. Они везде. Но. Два снайпера изначально стоят так, что норм. Крики с тоннами. Понеслась. Раз. Два. Так, лучше рядом с машиной не стоять. Вообще, лучше скан кинуть сразу же. Прямо по курсу. Потому что, насколько я помню, тут как бы... Тут кибердиски, всякая хрень летает, выходит из домов. И вот вся движуха вот именно на этой улице происходит. Мутонов пак. Неплохое начало. Так, хэвик далеко. Хэвик не успеет. Хэвик подойдет и спулит сразу. Хэвика нужно так, чтобы и в укрытии был. И стрелять смог. Короче, я уберу Арцтоцку. И лучше подставлю хэвика на следующий ход. Так, снайпер на овер. Все на овер, короче. Все на овер. Снайпер на лбале стоят. Сейчас будет стрелять уже. Пошло. Хошка-соколик в спину зеленым и стреляет. Так, минус один. Пак спулен. Давайте, подходим. А вот и кибердиск. Потому что два адроида не ходят так просто. Минус один. Надо, блин, записывать. А то, что это ценная инфа. Ёпарасы. Так, а мутоны, оказывается... Опа! Здесь кресолиды внутри еще. Опа! Спулены кресолиды, кажись. Здесь внутри кресолиды. Удар был такой характерный. Так, мне нужно захватить милишного мутона, получается. Во-первых, Хошка начинает месить с In The Zone дроида. Раз. Стреляет по-дальнему, потому что надо, чтобы он подходил ко мне. Его вот надо захватить. А, дугометности у меня нет. Надо забить. На захват, естественно. Ну, хорошо. Не будем париться. По-дальнему скритом убиваем зеленого мутона. А по-красному просто стреляем. Пусть подходит к штурмовикам. На полявный выстрел. Странно, что кибердиск не прилетел. Надо разделить пацанов, чтобы не было проблем с этими. Так, я вроде стою нормально. То есть Бесса сейчас уже может стрелять, чтобы ходы не терять. Да? Подходи, подходи. И еще разок. О, страстуй. Два раза, по сто. Раз. Помним про то, что кибердиск, скорее всего, вот за этой дверью, это раз. Помним про то, что крисолиды, скорее всего, здесь. У меня овервочи нет. Ждем. Мутоны еще живы. Кажется. Или это просто стрельба плазмой. Ой, на крыше. Кибердиск. Это кибердиск. Закидываю скан в дом. Поехали. Сканируй сектор. Ё-моё, там пак мутонов и сразу кибердиск. Так, ну хэвик вроде накроет и тех, и других, и стеночку снимет. Надо только делать ракету шрапнелечку. И реально достать по мутонам по всем. Достаю вроде по всем. Нет. Да. Ну. Да, вот так вот. Главное, промахнись. Раз. Вижу противника. Кибердиск. Неужели он... Да ладно. Нет, все хорошо. У него не сработал Overwatch. Что, конечно, радует. Записываю второй пак мутонов. Видит двоих. Этого не убьет. Кибердиска тоже. Стреляем по тому, кого видим. Раз. Может, не стоит, кстати, сейчас второй раз стрелять. Потому что... Да. Потому что снайпера можно оставить на Overwatch. Дмитрий Михайлов может этого убить. Он же в зоне, получается, да? Не, он на границе стоит. Я не хочу просто двумя штурмовиками стоять. Так, чтобы на следующий ход кибердиск мог бы кинуть сюда гренку, машину. Это и АОЕ, и возможный взрыв. Тут тоже проблема у Арцтоцки. Я, наверное, ее уведу от Хэвика подальше. Уже иду. Смогу и пострелять, и застрахуюсь от... Может, посопрессить тарелочку снайпером. Да, наверное, это правильно. Он тогда и гренку не докинет. И с точностью у него будут проблемы. Серьезно. Можно даже будет подымить. Кибер видит снайпер, это очень плохо. Я могу к нему, конечно, набежать. На раненгане пострелять. Но, мне кажется, тут мутон гораздо более серьезной угрозой. Я думаю, штурмовика надо отводить так. Стрелять поэтому на халяву тогда. И двойной выстрел делать. Ну, потому что там не было халявного выстрела. Давай, подходим. Сейчас двойной еще будет. Убиваем. Первый пак мутонов раз, два, три. Кибердиск раз, два. Здесь один мутон плюс. Шесть человек минус. А здесь, скорее всего, я дымом буду накрывать. Причем накрывать, в первую очередь, снайперов. Ну, у него сапресс. У него минус тридцаточка. Плюс еще дым дастся ракет. И я не думаю, что он вообще что-то сделать сможет. Скорее, он встанет на овервотч. И все. Ну, я надеюсь. Я еще не изучал повадки кибердисков. Так, минусует мирного одного. Да, все, видите, кибердиск даже и действовать не стал. Поэтому все нормально. Есть возможность зарядить сюда ракетом. Снять укрытие. Ну, хотя это прям не жизненно необходимо на самом деле. Схошка видит одного. Стреляет раз. Выбивает. Это Дмитрия Михайлова качать. На двух мутонов бежать, правда, не хочется. По понятным причинам. Ну, а как иначе? Иначе нам не дадут килом. И там еще гренка риск есть. Открываем дверь. Видим артстотская одного. Стреляем. 76. Рисуем. Ну, и вот Дима Михайлов добежит до него. Но там уже были крики от мирных о том, что все плохо. Можно гренка его добить лучше. Так мне не придется подходить на расстояние такое опасное. Можно было и второго задеть гранатой. Экспугу дали. Перезаряжаемся. Еще два мутона в этом паке. Да, и кибердиск. Уже девять человек завалили. Но есть крисолиды, я же слышал. Как умирали мирные. Придется сейчас левый дом проверять. Слышите? Так, все. Дмитрий Михайлов слышит крики. Видит мирных. Дальше никого. Проходим сюда. Здесь открываем дверь. Проверяем. Народа уже прилично убили. Скорее всего там один, максимум два пака. Скорее всего один. На терроре это четыре пака. Откройте мутоны. Так, я хэвиком, надеюсь, не убежал никуда. Очень интересный поворот. Да, и опять у тебя тут машина на пути. Поехали. Аркада пошла. Сеночку сняли, снайперам вижн дали. Причем сейчас хавк, скорее всего, будет просто... Будет просто на халяву отстреливать. Смотрим. Это раз. In the zone. Это два. In the zone. А милишну он пока не видит. Отставить. Я тогда выстрелю разок вот так вот на халяву. Он ко мне поближе подойдет. Вообще, Дмитрия Михайловна надо уничтожить с этого мутоном. Сейчас я подойду. Не подойду. Не, run and gun. Поехали. Мы идем по следу. Run and gun и поближе. Причем можно... Вас понял. Пострелять сначала аркстоцкой. Даже из пистолета. Чтобы он просто подошел в нашем направлении. Но мы его точно не убили бы. Он подойдет к Диме. Увеличится вероятность попадания с дробовика. И двойной выстрел. Прям в копилочку. Героя новосиба. Пришел. Так, это еще четвертый пак мутонов. Где же Крисолиды-то? Уже 12 человек. Но убивали дальше. Туда идем. Ясно. Проходим. 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 Скажите. Ну, подходите, гады. Важно отчет. Я не справлюсь. Вот Дмитрий Михайловый майор же, да? О, кибердиск. Что за черташек? Ничего себе. И здесь еще. Не-не-не, слушайте, тут шесть паков. Минимум. Минимум шесть. Спасу мирного хотя бы одного. Да, и вот он, кибердиск. Сразу Overwatch. Тут лайн оф сайта нет никакого. Опасно, опасно. Я готов. Главное сейчас не лезть. Прямо и направо, потому что там-то точно еще народ. Есть. Так, здесь мирного и перезаряжусь, потому что мне, с одной стороны, уходить отсюда нет смысла, учитывая то, что я штурмовик. А вот здесь, наверное, имеет смысл попытаться отступить. Там Overwatch есть, но он меня не видит, поэтому ждем. Должен вылетать. Должен попадать под 3-4 Overwatch'а. Плюс двойной Overwatch от... Ничего, он не должен. Смотрим, где он. Класс. Вижена нет. Ой, сейчас может быть Overwatch. Ошибся. Не, никого нет. А где он? Че-то мне страшно. Он же может лететь наверх. Ну там мирный, они бы... Спалили. Буду глядеть, а у кого-то... Давайте послушаем. Да, он облетает. Может быть через соседнее здание. А может быть и через крышу. Ну я залезаю на крышу. Потому что не хочу, чтобы меня фланганули. И хочу иметь возможность... Да, здесь никого. Беда. Тут чуть поближе. Вижу одного, двух. И кибердиск, и... Ну... Короче, снайперы стреляют. Кошка начинает с критом, чтобы точно убить. Блин, не срабатывает крит. Это плохо. Это плохо. Так, в этого обычным стреляем. А в тарелку стреляем. 16 крит. Найс. Вообще, Дмитрием Михайловым я бы в следующий ход зашел. То есть, тут бы просто ханкер не стал бы полицией. И здесь тоже ханкер. Кажется, кибердиск улетает. Да, кто-то есть. А, его ремонтируют же. Он отошел и на Overwatch скорее всего встал. Подходим снова смотреть. Никого не видим. Уже хуже. Я уже в пути. Плохо. Спрыгивать Димкой Михайловым я... Не хочу вообще. Пистолет надо было поменять на винтовку. Вылетает. Кто видит? Откуда? А, он... Он перелетал через остановку. И второй раз. Дробовик слишком серьезный в дистанции. Надо плазмир давать им уже. Как только и следует. Но это было такое мгновение. Опа. Мирных бьют. То есть, можно спокойно... Или... 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 Или нет. Пробую видеть. Не получается. Спешу. Уже выдвигаюсь. Так, где же он? Может быть, Север-Водч? Я так не хочу лезть. Снайпер не видит. А, цель не поражена. Опасно. А у него сейчас будет бонус. По точности. У снайперов не будет вижена. Из-за разницы по уровням. Скорее всего. Да. Снайперы пасуют. Я думаю, надо его... Кайтить. Спасаем мирных. Овервочем, овервочем. Овервочем, овервочем. Овервочем. Просто провоцируем на то, чтобы он либо... На крышу залетел. Либо спустился вниз. Смотрим. Да, вот он стоит. Чиница, подлец. 62, неплохая точность. Но овервочем стоит, причем. Наверное, снайперов просто выводить... Обводить вокруг здания. Иначе они так тут и... Простоят оставшуюся часть миссии. Здесь за угол, естественно. Чтобы никто... Ничего. Танкерим. Танкерим. Потому что полуукрытием... Опять пистолет оставил... Артстодским. Стреляет по мирным. А, нет, вот эта починка такой эффект. Блин, я уже сколько раз... Выполняю. Да, уже почти здоровый. Снайперы опять ни черта не видят. Из-за угла дома. Но вот отсюда уже будет вижен хорошим. Да? Да. Подходим, держимся еще один ход. Страховка есть. Что ты делаешь? Просто когда я переключился, изменился порядок по цифрам. И вместо того, чтобы перезарядиться, появился дым. Вот такое вот объяснение. Ну что, по скрипту он должен стоять там, продолжать. Там что-то есть. А мог в первый ход Дмитрия Михайловна добить? Конечно мог. А мог спулить еще один пак. И Дмитрия Михайловна после ран-н-гана просто, просто наполучать. А кто у тебя... Ой, как же так, а? Почему? А, угол. Опять угол здания, капец. И здесь общего вида нет. Сейчас есть. Не хочу рисковать. Судя по звукам, он последний. Он, видимо, этот пак стелепортировался справа, когда мирного убил. Спешу! Оказался здесь, собственно. Поэтому... Так, Соколик отлично видит двоих. Хошки видит одного, но убивает сразу с критом. Плюс Overwatch in the zone включает. Здесь мы стреляем с критом раз. И, скорее всего, парализуем его. Почему бы и нет? Ну что, ран-н-ган? Давайте поаркадим, да. Там товарищу в часике захотелось. Overwatch вроде не должен работать. Представляете, как пушка ломается. Убежали. Там второй дроид, правда. Но это мелочь. Ох ты, как плохо там. Без крита, капец. Ой. Даешь. Блищ. Чисто, как поучебник. 15 человек. 5 паков, соответственно, по 3. Фух. Значит, сейчас в США должна быть единичка вообще по террору. Красная работа. Такой успех отлично поднимает боевой дух. Крисолидов, правда, не было. Да. Ну, смотрите, какая красота. Мы видим все. В мире. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Везде единицы. Везде единички. Это круто. Плазмер за два дня будет сделан. В базу пришельцев можно штурмануть. Плазмер доделался. Один у нас, кажется, есть. Мы его захватывали. О-о-о. Снайперский плазмер. Семь дней. Вот он. Вот он. Это топич вообще. Так. Дмитрию Михайлову. Я попробую выдать плазмер. Даже вместо дробаш. Нет. Ну, я же захватывал. Его, видимо, ученые там разобрали. Там, скорее всего, стоимость дикая будет. 32 элериума и полтысячи стоит. Легче мутоном вживым брать. Надо будет брать и копить просто на плазменные винтовки. Нужен элериум. Ё-моё. Ну, где миссии на панику-то? Вот. На глобусе отмечено точку гембрации. У меня есть точные координаты. Пока пять ученых. Хотя вот инжи мне сейчас как раз стоимость гасят. А ученые уже подходят. Хотя там пси будет еще. Не-не-не, наверное. Пока еще стоит ученых брать. Ну, сейчас нужна масса... Массу людей захватывать, пытаться. Два штурмаша берут дугометы. Вместо цели. Что нам нужно? Нам нужны... Плазменные пистолеты, плазменные винтовки. Две винтовки нужны. Три винтовки нужны. То есть трех мутонов захватить. Вместо гренки берем тоже дугомет. Трупов кресолидов так и не дали. Поехали. Я вот не посмотрел сложность миссии. Вроде писали... Ох... Зеленый автобус. Вместо зеленого автобуса. Я ей рад, потому что... Вся карта простреливается снайперами. Просто от и до. Я... Конечно, буду... Тремя-четырьмя обходить. Для того, чтобы дистанцию сокращать. Но по сути, я буду просто... Отведу вот так вот снайпер одного. Отведу ориентировочно на восемь клеток. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Короче, вот сюда вот второго. И буду обходить бачком-бачком к зеленому автобусу. Четырьмя другими пацанами. Есть скан, есть дугомет. Прислушиваемся. Работаем. Главное, опять же, повторюсь, мутоном захватывать. Летоны не нужны. Хотя сектоидов тоже можно захватить, если будут. Мутоны. Мутоны, мутоны, мутоны. Я обо всем позабочусь. Иду. Выхожу. А, не знаю, врачи. От автобуса довольно хорошо бегать. В центр карты, в том числе. Но я думаю, сначала надо вспомнить про то, что будет четыре пака. Четыре пака. Причем один из паков находится сразу за зеленым автобусом. Судя по направлению. Поэтому подходим вот так, но не к углу. Да как? Блин. В центре, оказывается... Понеслась, короче. Милишный мутон нам не нужен. Нам нужен зеленый мутон. Раз. Нам нужно увидеть второго зеленого мутона. Ладно, давай по милишному разок выстрелим. Милишному, кстати, захватить надо. Потому что он мне даст бонус на призрачную броню еще и следование. Скан далеко. Блин. Нельзя сейчас первый пак захватывать. По крайней мере зеленый. Потому что я выбегу и сразу еще три пака могу спулить. Нафига это мне нужным, правильно? Совсем это мне не нужным. Я предлагаю приманить его... Нет. Приманить его надо артстоцкой. Блин. Блин, она вот отсюда... Нет, отсюда она увидит, кажется, его. Нет. Эта дверь такая... Клевая. Ладно, давай с Зангом. О, второго увидел. То, что нужно. Я снайпером отстрелю второго лучше. А сейчас. Так, может его изукрыть и тогда выкинуть? Давай. Да, он поближе побежал. Точно я его тогда возьму. Снайпером вторым. Убиваем. Так, теперь сюда опасно подходить. Слушайте, у меня мало народу осталось. Штурмовиков подставляем, потому что хитин. Два выстрела по 65 раз. Хорош, 15 крит. Красавчик. Подходи, подходи, давай. Может, оглушим его? Ну, что, захватим. Вон, дугомет есть. 95% на язычах. Просто берем, захватываем. Там был саппорт, если что. Который стрелять по нему мог. Нормально. Еще мутоны. Причем я лично не сомневался. Подходим, пулем. Видим. А как мы видим? А, тут пак, который, да. Такое бывает. Они... Выхожу. То, что нужно. Поехали. Сейчас, если сдвинуться, сразу получит. Если не сдвинуться, Рокет получит в следующий ход. Не сдвинулись. Значит, поехали ракетой мочить. Мутоны, мутоны. Мед разрушим. И не разрушим. Поехали. Шедер, Рокет. Вот сейчас хорошо бы ворваться, опять захватить. Но нет. Этот пак зеленых мутонов я тоже не буду трогать. Потому что знаю, что там еще два. Ох ты ж, ежик. Давай сканчик туда забросим. Туда вот, мне интересно, скан. Тебе зеленый, надо по приоритету. Еще раз повторю, карта открытая. Добегу я сюда, скорее всего, увижу два пака, которые еще там. Могу, конечно, парализ какой-нибудь сделать. С тем-то мы справимся. Блин. Нет, 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 нет. Нет, мы их просто пока убиваем. Раз. Второй за фулкавром, не видим. Я пошла. Приманиваем этого, 85. Но этого захватывать уже смысла нет. Итак, у нас есть уже захваченный. Он нам даст буст на исследование. Далее. А, даже так? А, ты скан кидал? Ой. Не, нельзя так рисковать. Надо этого мутона убивать. Могу спулить, пак, но... Лучше так. Раз. И двойной выстрел. Два. Не паникуй. Два. Да ё-моё. Хорош. Овервотч. Овервотч. Сейчас вот он выйдет. Ну, он, кстати, может пострелять по текущему. Бежит Овервотч, скорее всего. Не, не находит Овервотч. Сейчас будет ранение, скорее всего. Рычит. Стреляет. Да. Шесть китов снимает. Но этого захватывать будем, конечно же. Конечно же. Тем более, захват такой. Не то, что сейфовый, но нормальный. Как нормальный, блин. Все равно рискованным. Ладно, пулем пак. Скорее всего, следующее. Три мутона. Так, ну они вроде под рокет. Всталим. Убиваем. Да, по своим, конечно. Сейчас со всем разберемся. Так не туда! Блин, так ты меня пугаешься в прицеливании. Минус один мутон. Тут одного можно захватить вторым штурмовиком. Но там же четвертый пак еще. Хотя нет, погодите. Если эта сложность миссии не такая... Не такая... Фигня. Ой, фигня. А нет, это не фигня. Снайпер снимает одного раз. Это вполне возможно, что это последний пак. Четвертого не будет из-за уровня миссии. То есть ты хочешь сказать, что можно лезть? Тут штурмовик не успеет второго захватить. А можем ли мы нейтрализовать? Парализовать? Не, ну Дима Михайлов-то должен захватывать. 90. Конечно должен. Пацаны в чатике сказали, значит захватываем. Что делать с последним утоном? Его никто не видит. Рану им гана убивать. Давай дымом Димку Михайлова закроем просто густым. Может и не попадет. Парализатор. Какой парализатор снайпер, я же говорю, не видят они. Не видят снайпера из-за перепадов уровней. Какие к черту парализаторы? В о чем? Боюсь, что там следующий пак будет. Даже не хочу штурмовиком подходить. А, не, я подойду вот так штурмовиком. Чтоб следующий ход быть поближе. Ну я могу его убить, но мне же плазмер нужен, правильно ведь? Акинь скан. Ритар поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. 100 рублей. Михаил, пора на град мутоном жоп. Да, пора, пора. Нет, больше пака вроде нет. То есть, сейчас мы молимся, чтобы он не попал по Дмитрию Михайлову. Что там крит будет, если он попадет. Но вероятность попадания небольшая. Тем более он не увидит сейчас Димку просто. Что, овер? Нет, просто ушел. А нет, четвертый пак. Четвертый пак есть все-таки. Так, тогда не торопимся. Никаких... Лечим, во-первых, Дмитрия Михайлова. Подводим снайперов под парализаторы. Да, пользуясь случаем, передаю привет товарищу, который говорил, давай захватывай и беги вперед. Я был прав про два пака. Задача ясна. Так, Дмитрий Михайлов, вернись, я все прощу. Слушаюсь. Сейчас будет больно. Сейчас надо захватывать еще двух мутонов, как минимум. Двух мутонов, как минимум. Этот будет действовать. Он самый, конечно, приоритетный. Он никого не видит вроде. Давай. Нет, только не овервотч. Кто там посмел? Черт. Зачем я пистолет-то... Зачем я на овервотч вообще поставил? Тут пули цепак. Хорошо подбегают близком. Но рокета нет, чтобы шанс им подровнять. Что снайперы? Один видит... Ок, я предлагаю... А, второй не видит. Я предлагаю... Убить одного в этот ход. Без ракеты тяжеловато. Так. Ладно, Хошка, давай. Ты пока... Единственного видишь, единственного пытаешься убить. Раз. Хорошо. Остальных надо уже как-то... Парализовывать. Подходить ближе. Ханкерить. Ну, скорее всего, просто... Штурмовиками подходить так, чтобы они были... В пределах одного хода. Это два. Флангануть, конечно, этого можно. Но лучше просто стрелять, чтобы не убить случайно. Отлично. Под... Под гранату, кстати, я стою. О, идеально! Мутон, живи! Так, стреляем по этому тогда. Вообще молодцы. Так, ну что, следующий ход. Этот идет, Overwatch у меня нет. Зов крови. Этот стреляет по штурмашу, скорее всего. А, граната? Хорошо, скотина. Я запомню тебе это. Ну, там титановая броня, опять хитов. Вообще. Пофиг. Нижнего мы точно захватываем. Ну, то есть, как бы тут вообще вариантов никаких. Работаем. Плазмер. Мне реально за плазмер отдавать там 30 лериумов, 40 сплавов и полтысячи. Это... Это дорого. У нас нет таких денег на гейме. Так, теперь можно парализатор кинуть в него. Для начала. Граната у него все равно нет, поэтому... Отлично. Пушка не будет работать. Один ход. Далее мы начинаем... Опасно. Не надо. Не надо. А, подходи, пробуй захватить. Уди. Что он тебе сделает? 34. Хреново. О, 76. Не кританет. Точно не убьет. Три хита. О, может, пистоль и снайпер? Наверное, да. Есть. Рейндж. 5 хитов, но никак не снимет. Отлично. И захватываем третьего мутона. Шикарно. Три зеленых мутона и один красный. Три плазмера и ускорение следований. Отличная работа. Все... Класс. А, и это же... Полковник Дмитрий Михайлов. Что у него? Давайте. Спасатель или... Run and Gun Крит. Но Run and Gun Крит, я об этом уже говорил, что... Спасателем умение нужно. Да, пусть будет лучше стопроцентный крит. И даже если не обойдет, то будет убивать. Ну, слабый, на самом деле. Он прокачался за эти два левела. Три плазмера. Похоже, теперь ваши парни способны поймать, кого угодно. И пять ученых. Надеюсь, они понимают, что делают необыкновенно полезное дело. Так, теперь бойцам обязательно поблагодарим. Арцтоцка, во-первых, берет плазмер. Ну, как бы... 4-6-8-10. 6-8-11-13. Раз. Это уже пошло, поехало. Пока дробаша из сплава пришельцев нет, естественно, этим. Тоже даем плазмеры. Нитра поддержал ваш канал на сумму 2000 рублей. Два косаря. Жуджейму на плазменное оружие. Жуджейм. Спасибо за саппорт. Значит, у нас есть еще... Я хотел лабораторию генетики построить, на самом деле. И... И забить практически на разносторонних психов. Рада, что вы не забываете научные отделки. Снайперский проект... Снайперский плазмер два дня. Раз, два. Вот это топовое оружие для снайперов. Но я даже боюсь представить, сколько оно стоит. Пушка из эксплавов. Это топовый дробовик для штурмовиков. Что-то бы то, что мне их двое беру. А, нет, берсерка давайте допросим. Два дня, как бы... Расскажет что-нибудь. Ну, с богом. 666. 53 элериума. И 44 сплава. То есть, ты берешь там... НЛО-шку. Среднюю. И покупаешь себе плазмер. Один. Если денег, конечно, хватит. Жесть. Панику посмотри. Паника вообще чистенькая. Один, один, один. Ой, Индия. Троечка. Ну да, не чистенькая. Там же поднимается в соседнем. Но он съесть этот. Все в порядке. Надо следить за этим внимательно. Согласен. Так, допрос берсерка. Ок. Может, пока деньги есть, построим. Решим электростанцию. Проблемы сразу же. Ну, которая... Ага, элериевый генератор. За 30 элериума. Конечно. Обычный пока запилим. Допрос берсерка. Ок. Можно в этом месте штурмануть базу пришельцев. Хотя лучше... О, проект технологии брони ускорен. Как и ожидалось. Я думаю, элериум нужен. Короче, пушку из сплавов делаем. Там хватает, по крайней мере, элериума. Шесть штучек было. Сообщение из совета. Приходит. О, крупный скаут. И он уже сидит. Это элериум. Доедешь. Так, теперь внимательно. У нас три плазмера есть. Снайпером мы пушки накопим. Да? Захватывать еще кого-то будем. Кто мне нужен? Мне командиры уже нужны. А командиры когда появятся вообще? Командиры поменяют. Дмитрий Михайлов. Типа, до 85 нормально. Я думаю, что нужно брать этого. Револьвера и качать его дальше. А, после захвата базы. Я понял. Тогда сейчас на базу еще полетим в этом месяце. Беру револьвера. Он не докачан. Потому что командир, пси, вот вся вот эта вот тема должна быстро появиться. Очень серьезно все тут. Давайте я ему цель дам. Смотрите. 87 с плазмером вообще будет класс. Плюс у него агрессия еще. Агрессивный револьвер. Поехали. То есть у него два звания еще, да? Одно звание. Понятно. Работаем. Титановая броня. Появляется плазменное оружие. Пару дробашей и сплавов пришельцев. Психии. Генной модификации. Но это все уже надо делать. Прямо сейчас уже все. Бразильские власти просят помощи. Вообще командира, если захватим, то все исследования кажется бустанутся. Дугамет взял. Зачем дугамет? Вообще их не убирал. То есть дугамет у кого-то должен был остаться. Штурмовика. Мы рядом с кораблем противника. Штурм-1 готов к выходу. Ждем приказа. Понял вас, рейнджер. Корабль сел сам. Падения не было. Так что ждите сопротивления. Корабль сразу же здесь. Прямо сразу же. О, я помню. Этот ландшафт. Но мне сейчас же некого захватывать. То есть незачем просто. Ладно, Беска идет вперед. Тут сразу Паки агрится, насколько я помню. Так, одного снайпера отведу сюда. Второй вкус на овере стоит. Сейчас соберем мед. Мутоны, мутоны, мутоны. О, и этот. И сектопод. Или как его там? Но Мишка очень любит мед. Я с пулей сейчас сто процентов. Понятно. Ёпар, СТ. Сразу фланг. Снайпер видит. Это Соколик видит. Двоих. Ладно, убиваем. Раз. Хрен там. Вам. Револьвер видит. Кошка надо подвинуть немножко. Опасно без укрытия стоять. Соколик как бы тоже не алло. Револьвер может молниеносный. Да, давай так. Спасем для начала нашего. Ну где там? Ну, ясно. Ну, ясно. Голум поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Привет. Ой, чатик. Мне на завтра уроки делать не надо. Пойдем в Майнкрафт поиграем. А-а-а. Смешно. Или тебе мама тоже не разрешает? Это, конечно... О, сейчас может Overwatch сработать, блин. Я не сработал хорошо. Значит, 47-47. Но от этих толку не так много. То есть, они не такие прям жестенькие. Я вот боюсь сейчас отступать. Наверное, надо сначала кинуть дым. А потом уже бежать. Не хочу на Overwatch под этого. Ну и оставаться-то нереально. Ну, неправильно. Отступаем. А че он Overwatch-то не сделал? Не понять этих друзей. Ладно, стреляю. 50-50. Фигово. Тут не подойти нормально. Ну, с богом. Начало очень-не очень. Кибердиск подлетает. Overwatch-а нет. Стрелять будет. Скорее всего, гренку кинет, мне кажется. О, нет. Только не гренку. Да, гренка. Минус 5. А, на одного? Нормально. Пятерочка. Титановая броня. Там десятку дает. Дхп еще долго-долго-долго. Здесь нужно рокетом накрывать. По-хорошему. О, артстоцка, кстати. Она же точная. Вот. Как будто пушки не менял. То есть, что из пистолета, из обычного, из винтовки, ты хит с русской рулеткой снимаешь. Что из лазерного, что из плазменного. Один хрен. Если русская рулетка пропирает, то до свидания. Ладно, хошкам используем обузную тему. Это раз. Это два. И этот рейс. Сколько можно стрелять? Ай-яй-яй, критонент. Ладно, мы убьем тарелку. Я бы револьвером, конечно, попытался бы добить. Но... Не, давай лучше шедер-рокет. В реальном. Не факт, что правда, что я еще убить смогу в этот ход. Так. Да. Давай-ка вспышкой, наверное. Капец. Тут из пистоля постреляем. Мне кажется, револьвер тоже будет сложновато по кибердиску стрелять. Но так не хочется, так не хочется. Ладно, давай так. 63 без крита. Да как ты убьешь? Вообще практически никак. Капец. Надо было дымчисто руки. Хотя он все равно будет... Может гренку кидать. Хотя я не знаю, сколько у него гренок. Отходит реально, отходит. И приземлился, что очень хорошо. Ну, замечательно. Револьвер видит. Крит есть. Но лучше, конечно, парализовать и урон нанести побольше. Чем, собственно, снайпер и занимается. Два. Блин, этого я и боялся. Ой, твою ж медь. Прокачал револьвером. Так, просто убиваем. Дафиг, я такое счастье. Так, револьверы надо лечить. Точно овер. Тут назад. Под овервотчем там стоят, поэтому... Так, вот аккуратненько. Раз. Лучше так. Тобой лучше так. И даже вот так. А дальше скан, вырубим бафера и... Будет попроще. Надо было подлечить все-таки. Револьвер майор, да. Нужен полкан. Вот, пошли бафы. Опа, еще пак. Капец. Синхронисты нашлись. Ой-ой-ой. Хошг, Занг, ввервотч. Там еще шесть хитов щита сверху у него. Щит снят. И второй овервот сейчас будет. Три мутона, сволочь. У меня есть ракета одна. Мне бы, конечно, еще мутончика захватить. Так, чисто, чтобы плазмер в запасе был. А то мало ли что. Стоять, ты не можешь так далеко бегать. Успокойся. Так, нормально. Да, да, да. И, конечно же, еще... Пак мутонов. Ну, нормально, на самом деле. У меня позиция хорошая. Мед мне не нужен уже. Плевать, я не успею все равно. Все, закрываю. Да, по своим, конечно. Своя тарелка. Своя тарелка. Вот и люблю хэвиков за этим. От души. Кошки видят только одного. Это плохо. Сокол тоже видит одного. Так, вообще, хотел кинуть скан. И убить того упыря. Но я уже сомневаюсь, что мне этого скана хватит. Гренки нет. Мы видим реально только одного. Я не знаю, какого хрена не видят справа пацанов. Но вот мы вот то, что видим, то и видим. Ладно, я пошлю револьвера. На разведку. Он все равно не видит сектоиды, которые бафают. О, вот только Бесса видит. Да. 66, 53, 66. Надо подбежать. И как по этому выстрелить на халяву? Потом по тем бах, бах. Да. Все очень плохо. Парализатор может в этого. Да, наверное, парализатор в этого. И стараться мутонов сейчас выключать. Хотя у него тоже вроде АОЕ есть. Как же мне к мутонам-то, ешки-матрешки. Почему вот я их не вижу? Вон же они. Подойти не могу. Тут как бы тоже хрень полная. Ладно. Раз. Ах! Так. Дым это провокация на две гренки. Капец. Кто будет ходить первым? Этот большой будет ходить первым. Или не факт? Почему не пистолет? Потому что у Плазмера нет штрафа за рейндж. Ну ладно. Короче, я стреляю по кому стреляется. Это глупо. Но похоже, что у меня особо выбрана. Ой, убивает. Сколько там? 20 урона что ли вылетит сейчас? А, ты мутоны видел? Неожиданный поворот. Ну, с богом. Одним мутоном меньше? Я бы испугался. Кто-нибудь, ребят, есть Увервотч. Револьвер. Красавчик. Ему как раз на повышение нужно было. Вали, да-да. Лучше не подбегать. Согласен. По выражение лица было понятно. А что он может сделать? У него же оружие не работает. Не-не-не, не работает оружие. Вот, я же говорил. Короче, мне бы сектоида захватить. Кстати, мне бы захватить сектоида. Это плазменный пистолет на халяву? Это буст исследований каких-то. Двигаюсь к точке. Поэтому вы знаете, что... Да забей. Там их двое как раз. Одного, конечно, хотелось бы штампануть, чтобы тут щит не алло. Не, забей. Просто, просто убивай. Просто убивай полностью. Раз. Два. И... Не, лучше подбежать к сектоидам сразу же. То есть, вот сюда вот. Ну, чтобы на следующем. Баль. Как через дверь вы видите? Там дырень. Это право. Что? Фулл кавер! Какой крик! Как? Я воркил поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Михаил, тебя смотрит почти 3к зрителей. Точка, точка, точка. Ты ведь понимаешь, что ты просто обязан филить. Спасибо за внимание. Очень своевременный донат пришел. Короче. Пак, который не шумел. Спулился. Сработала галка, чертова, одна из галок на овервотч. И он 21 урона фулового абсолютно штурмаша занес. Там вероятность такого события вообще. Но если мы, ладно, берем, что как бы пофиг, что я не слышал, пофиг, что там нет стенки. Срабатывает галка, не знаю, процентов там 5-10 случаев. И еще 5% крита сверху накиньте. Вторым событием. Офигеть просто. Офигеть я зашел. Я в шоке просто. И сейчас надо мне его поднимать. А у меня тут люди еще не убиты. Я. Давай с критом убей его. Есть. У меня будет инвизион. Хорошо, он еще не сдох. А то могло быть... Давай, инвизион. Кто там у нас не укрытие? Ты не... Они все в укрытии. Хотя вот этот вроде нет. Нафиг мне сектоиды. Не нужны они мне совсем. О, что же делать, а? Что же делать? Мелких отстреливателей сектохода мочить. Нет, дым может понадобиться. Отдавай мелких лучше. Раз. А то щиты сейчас пойдут. Два. Если дым, то куда? Только на себя дым. Может, отступишь лучше? Согласен. Че, с богом. Еее, этот не будет работать. Капец. А это какой пак получается? Третий. Но вот этого я попробую захватить. Но мне сначала нужно поднять штурмошан. Куда там дрогнули? Доп! Я в порядке. Так. А у меня-то захват только у штурмовика, который лежит. Нужна срочно реанимация. Я еще должен туда подойти, так чтобы меня Сектопот в следующий ход без кавера не убил. Так точно. Подведу хэвика для начала. Перезарядка. Капец. Тоже перезарядка. Жесть. Но этого мы флангуем. Нет. Давай вот так вот его из укрытия. На, под зад. Меня больше интересует, как Сапор должен подбегать сюда. Учитывая то, что там Сектопот. И укрытия нет. Наверное, вот так. А че... Вот как ты не видишь. Я понял. Он типа шагнуть не может. Ладно, он двинется, я постреляю. Главное, чтобы тот не вышел. Да, тот уходит. Фух. Или приходит. Нет, он уходит. Все, мы спокойно. Испугался, да? Мне бы такие пушки, как у тебя. О, повероч. Ну, хорошо. Сектоида попробуем захватить. Сейчас поднимем штурмаша. Запомнили этого гада. Стой на месте. Один ход. А я добегу вообще до него сапом. Не добегаю, кажется. Есть! Добежал снайпером! О-о-о-о-о-о-э! Причем с саппортом не добегал. я просто в восторге от этой игры от себя от сектоподов так этот пришел в себя по морали возвращается подлец и overwatch опа еще пак мутонов ну да этот уже обречен да мне все равно неким его захватывать несерьезное ранение у штурмовика вообще контузию в бэске а я могу реанимацию сделать второй раз чтобы он встал вставай и ну да теперь мне нужен этот пока мы видим стоп откуда 3 вот что где к я понятно там утон и очень интересные новости однако давай-ка скан тогда меня что-то любопытно посмотреть то вы что где где наблюдение опять и ходит скотина на тарелке почему он не видит почему он показывает что они типом раз а этих и выделить не может ну что надо еще хилять ее давай сейчас будет больно и скорее всего еще раз я буду глядеть в оба подходите гады двигай с точки штурмовика еще разок подлечить и нравится мне его к пешечку он же вперед пойдет понимаете он видит мертвых людей с любителям просто так это ж мутону выходит не не мутон револьвер хошек соколик снайперы оба работают револьвер стреляет 7 хитов снимает значит здесь еще сверху снайперы 1 1 5 вообще топич больше половины хитов сняли правда снайперы урон не нанесли практически но у меня вроде все в укрытии сейчас второй overwatch от хошка зайдет от занга еще ответный огонь проходит как вы видите он мажет правда но как-то он быстро у него не должно быть общих ходов на мой взгляд хошка стреляет еще разок ой вот мне бы плазмер еще а должно хватить на один плазмер по эллириуму сейчас револьвером попробуем добить четыре хита главное чтобы револьвера сейчас в один ход не убили стоять у тебя нет ходов добром подходишь спокойно не суетишься не смотришь ему в глаза и стреляешь просто и все да ваша шметь лук ну я же твои ну ай короче я в шоке просто два хита из плазмера 2 2 2 2 хита из плазмера это как как не это блин маленькая тарелка еще маленькая тарелка поняла заходим должны были остаться только выполняю сейчас попробуем револьвера на более простых целях прокачать ну нету мутонов ну маленькая тарелка но откуда мутоны выхожу по звукам там было понятно его беги ты ничего не боишься задача ясна да как ты меня все время стримают эти два два глаза которые в смысле 22 портрета эллинов которые светятся кстати в одном ухе было слышно только почему-то не сказал что заходим давай сначала ростовской никого до револьвером заходим и скорее всего в этом а мед еще есть вот 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 мед есть мед медик как скажете ой вот кто рычал оказывается двигаюсь на позицию я в шоке дорогая редакция открываешь так дверь и так пробегаешь а тут слева тему тон сидит так но я собрал мед я захожу к этому к изгою здрасте но это револьверовский изгой уже нет осторожно они двигаются ой я спать мы идем по следу давайте все таки попробуем револьвером попасть в теории это возможно там полу укрытием давай давай компьютер сломал мимо да вы ребят получил еще короче нам дали элериума сейчас купим одну плазменную снайперскую винтовку очень серьезное ранение скорее всего дней на 15 у нас у штурмовика у 1 13 беска отдыхает плазмеру взяли ухты на 2 на 2 лазерные плазменные винтовки 124 элериумы осталось только найти где-то косарь так блоки питания компьютеры им уже неплохо внеземные сплавы там тоже нужны так там по 600 до где-то 600 трупы мутонов по продаем еще немножко сейчас посмотрим там топовое плазменное оружие снайперский под 663 ё-моё ой 667 1300 блин 54 ли сколько там 1334 порткомпьютеры кажется нужны для кораблей ой сплавов еще много кажется они там по полтиннику сплавов секунду 44 сплава нормально все и главное все оружие пропадает после смерти так что это снайперский плазмер раз два 1334 106 элериума 88 сплавов но зато теперь у пацанов 8 10 14 16 35 крит Касперовский поддержал ваш канал на сумму 500 рублей 500 Бобрый вечер на какой сложности будешь проходить кс чем 2 а я не знаю какая там есть и какая стартовая посмотрим постараемся с максимума начать но кажется по практике прошлого икс кома такого не бывает не бывает индия не выйдет в любом случае мне бы серьезные миссии поскипать пока беска отдыхает пушка из эксплавов это для штурмовиков сообщение совета дают бабло успехами проекта ученых инженеров признаюсь 61 ученые превзошли все наши ожидания маловато конечно совет такими комплиментами не разбросали маловато не забывайте мы видим все над наверно базу лететь возможно даже без штурма на чего у нас все равно есть револьвер и артстоцка не мне нужен штурм давайте подожду я 9 дней ну потому что с дугометами лучше чтоб 2 было штурмовика генератор готов готова электростанция лаборатория генетики кстати через 9 дней будет готова пушку вряд ли я конечно из сплава сделаю хотя если элериума немного то хотя бы одну так тяжелый вообще лучше на этим на 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 истребитель пушки нормальный поставить вместо тяжелого плазмера короче плазму пушку вот это вот я возьму хорошее оружие вроде лучше что нужно 34 элериума и тоже пол пол тысячи бабла огромное количество сплавов это жесть но такие дробаши это топовые дробаши в общем опа малый скаут и лириум и лириум и лириум и лириум берем димку михайлова на эту миссию кауз захватывать до никого захватывать забей на захват сейчас по плану выходит соответственно во первых нам сейчас могут дать элериума на две пушки потому что это севшие нло тоже будет 100 плюс элериума лазмеры поддержал ваш канал на сумму 200 рублей эндив спасибо да базу в конце месяца лететь надо она по всему миру панику с не в курсе но у меня по всему миру паника единицы заключением одной страны панику в которой я повышу миссии сайт но в смысле миссии на снижение паники то есть на базу нужно лететь для того чтобы командира сектоидов захватить чтобы усилить исследование получить пси и двигаться уже к концу игры но не для того чтобы панику снижается чем нет короче два хитина дугомет на всякий случай но это так это фигня про этот не вар море что ли сан соколик и так не вар море окей револьвера докачиваем до 11387 как это так было 1390 осталось 13 явная ошибка поехали значит берем и на ложку помним про то что в прошлое аналогичные ножки был пак мутонов кибердиск садимся и два пока сектоиды плюс мехи сектоидов ну и плюс этот еще бразильские власти просят аутсайдер значит цель бразилия поехали штаб я рейнджер мы на позиции ждем дальнейших приказаний вас понял рейнджи карта достойно хороша высадку подходите к объекту осторожно я начну пожалуй сразу со скану потому что тут укрытие нормальных нет а скан это нет у меня вас понял снайперы красавчики сейчас они с такие такой дамаг будут с винтовками носить так мутоны прям по курсу дам что за чертовщина это топает сектопод который да так пак мутонов под ракету встали но в этом потребности нет на самом деле если ну пак от второго нет просто настреливаем это раз это два парализуем и револьвером попробуем добить этот 3 просто урон и нейтрализация соответственно да давай постреляй по нему надеюсь не убьешь револьвер видит нет это на страховку надо оставить ладно попробуй снять давай и хорош и ракеты сэкономили еще мутону 4 пока ждем я пути мэлт в два хода даже и возьмем его нам для лаборатории генетики мета нужен хотя в этом я вроде не успеваю да он уже того не успел бы я его взять уже спринт шикарнейшая вещь тихо слышали что-нибудь ясно о ой ой уже а слушать это маленькая дало не та которая прошлый раз тут два внутри пока максимум сейчас полезут в общем всем может револьвером все таки попробуем раз уж мы взялись его воспитывать вдруг пробьет чем черт не шутит до 47 молодец горжусь но сейчас будут подтягиваться оставшиеся да 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 подходим подходим слева да кажется мы здесь не одни оп да 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 топает такой револьвер стреляет ой 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 щас ты подставил просто штурмаша нет только не овервотч только не опция на овервотч пошли ой твою же девизь не дай бог щас по штурмашу зарядит этот скотина да 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 высек то этот ой овервотч фух слава богу и пак мутонов ну вообще веселуха пошла овервотч дмитрий михайлов не попадает ох ты какая ж грязь то тут заходим заходим и ведь не хочется краки оттуда кидать блин а снайперы видят только только одного он ладно это хошкин де зоун раз стенку конечно в идеале снег но у меня тогда элериума не будет будет мне в таком количестве ну снимет ну не жадничай ну снимешь стенку поработаешь снайпами по всем причем пора устроить фейерверк давай по своему не попади отлично сейчас in the zone соответственно должен хотя погоди давай-ка мы лучше кошка то это понятно меня больше интересует крит поэтому раз убивает нифига себе с одного там 20 где-то урона что посмотрим конечно сколько там был урону не показали давай поэтому еще выстрел девяточку устрашение кого ты хочешь напугать скажи мне друг вот кого ты хочешь напугать тут все серьезные люди 98 процентов мимо любопытный поворот очень интересный поворот что дмитрий михайлов полезет а нафига потому что может не револьвер полезет потому что он должен стреляет ладно давай может убьешь но 10 хитов рушит тарелку убивает компы толку никакого вообще я могу до одного добежать пострелять но это чушь нельзя так делать отступлю к я еще дым не кинул никто не знает убежал по укрытия сейчас попадания будут первый мажет второй подбегает револьвер на двоечку что слону дробином изи так ну револьвер чувствуя поддержку со стороны а пусть он лучше вспышкой убьет того у которого хп то нет 82 раз далее до стреляем пока мы можем убиваем второго и с ранган побежали к третьему да да дмитрий михайлов он же не подведет нас он не нас никогда не подводит так получили элериум получили немножко денег сейчас попробуем купить пару дроба шеи из внеземных сплавов и уже вырисовывается такая хорошая тима не хватает гены не хватает пси но сейчас на базу колесим на одну пушку только хватит но и давать лериумов и состава который уничтожал нам для разработки новых технологий и и и короче продаю я пока дай твою налево не помню сколько стоит точно по элериуму 55-63 что-то в этом роде 34 всего не хватает одного элериума а если я отменю исследование которое элериум требует мы не случайно не вернут элериум вернули хитербобер денег только надо где-то взять ладно продаю короче экзальт откуда деньги брать не ясно до 34 элериум продать нужно все равно 6 того а когда-то мы думали что инело это сказка наше представление о пришельцах здорово изменили забыл сколько стоит 520 отлично все второй дробаш на я пойду на базу через два дня сейчас уже все готовы беру штурмовику дмитрию михайлову тут смотрите какой урон у пушки но спазмером нерационально сравнивать можно с веерным посравнивать конечно 5 7 20 соответственно крит 9 11 5 7 9 11 8 10 14 16 крит шанс такой же лучший дробовик вообще из возможных бэски даем дожидаемся бэску и и на базу все вернулась бэск так на базе нам нужно два дугомета захватывать чтобы ну хотя можно и одним обойтись но лучше два лучше два по панике все четенько как бы но не для этого мы летим на базу штурмуем револьвера я уберу мне нужно два штурмажа у бэски мораль 56 после этого на 30 минус я ни в коем случае не делаем на может по морали проваливаться капец так у кого там хорош хорошо все у артстотским артстотска будет командиром бойся сюда перераспределяем снарягу бы соберет титановую броню лазерный пистолет хитинг значит два медкомплекта раз два дугомета у двух штормяков 2 плазмеры плазменные винтовки пушки из неземных сплавов только одна лазерная пушка у хэвика у хэвика армор армор скоуп скоуп дробашь едай да бэски нужно еще дать дробовик из х сплавов вы правы че поехали страшновато немножко так давайте сделаем двухминутный перерыв и приступим к штурму базы пришельцев задача следующая убить всех кроме командиров командиров захватить задача Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Права на ошибку у нас нет, надо... Все, я сразу вспомнил по первым кадрам... Сейчас контейнеры, первые паки... Потом два длинных таких прохода... О, Хардстос, как красавица вообще... Вы посмотрите какой... Какой взгляд уверенный, какая прическа и розовый цвет ей к лицу... Что ж они делают с людьми... Надо будет взорвать это место к чертовой матери... Продолжаем движение... Противник... Так, надо... А, сохранение... Расслабляться не стоит... Похоже, пришельцы готовы оказать сопротивление... И уже сейчас стягивают отряды... Так, во-первых... Необходимо снайперов вывести наверх... Первые паки будут... Ох, они будут, кажется, вот... Нет, я не помню... Не помню, пока не помню... Подходим... Чисто... Соколика заводим сюда с рывком... Делиться будем... Есть, кажется, пак... Не хочу пока делиться... Лучше завести обоих снайпов на эту точку... Они вроде там простреливают вообще все... Есть скан, но пока не время... Там будут значительно более... Стремные моменты... Артсовского... Для саппорта очень важно спринт тоже получить... То есть, чтобы она могла практически к любой точке метнуться... И... Крисолиды, отлично... Мутоны... Сектоподы... Ох, ты шьешь... Фулл хаус будет... Фулл хаус, поехали... Ну... Похоже, мы нашли, куда они забирают похищенных... Но зачем им нужны люди... Все равно не ясно... Так, надо листочек записывать... Для истории... Сколько народу здесь и каких... Не укрыть себя нифига... Сделаю... Вас поняла... Иду... Глядите, гады... Смотрю внимательно... Кибердиск... Слева... Это что за звук? Откуда там кибердиск? Крисолиды, мутоны... Так... Так... Вот это интересно... А-а-а... Я вспомнил... Первые паки будут вот здесь... Вот... Вот здесь вот... И вот между этой и вот здесь вот, скорее всего... И... Снайперы тут не всегда хорошо будут работать с дальней точки... Это слишком я подхожу, кстати... Давай для начала проверим вот так вот... Слушаюсь... Хорошо... С пулю пока... Да иди пуль... Пуль... Да, тут сразу будет... Сверху, кажется... Так, тут полуукрытие везде... Ладно, с Богом... Да где же вы, гады? Сделаю... Никого... Никого... Так, снайперы чередуются с Overwatch'ем... Но меняет еще позицию... Подходит, подходит, подходит... Вообще скан можно кинуть на противоположную сторону... Потому что там явно люди... Ой... Крисолиды побежали... Это мой... Мои будущие доспехи... Ох, пушки из неземных... Ребята... Аккуратно... Не попортите шкуры... Кошка, давай еще одного... Воу... Воу... Есть один минус... И слева кибердиск... Ааа, там вот так вот... Так, только не овер... Овер нормально... А вот если бы он сейчас стрелять начал... Это было бы не прикольно... Итак... Хошка работает по... Ох ты ж... Как же ж... Пошло ж ж... Начнем мы с... Дмитрия Михайлова... Раз... Два, даже патроны не буду... Вторые тратить на тебя... Отлично... Так... Видит двоих... Давай, раз... Один... Ну, главное, чтобы крит был... Аааай... Тут фланг, фланг... И, возможно, фланг от Соколика... Что самое неприятное... Гренку не докинет... В принципе, можно попробовать... Укрытие дым... В общем, гренку не докинет... Да, кинет... Я в пути... Может быть, скан... Тут два выстрела от этих... То бьем... Это не проблема... Меня больше интересует... Диск, который вылетит... Ладно... Ну, диск тогда... Нельзя так заставлять Соколика... Нельзя, нельзя, нельзя... Пусть он лучше постреляет из пистолета по одному... Чем подставиться под... Даже не фланг, но... Что вы делаете-то? Ясно! Дымлю... На тех, кого он видит... Густой дым... Надеюсь на то, что... Гренка сюда не залетит... Ну, залетит не убьет в любом случае... Чего там? Грана пришельцев... У нас ситановая броня... У... Там одного хитин... Добьем... Давай вспышкой лучше... Вероятность повыше... Там всего один хит снять... Бывает и так... Беск пытается дострелять все-таки... По-мелкому... 61... Наконец-то... Ну все, это все... Кибердиск на овервочен... Он никого не видит... Вылетает... Ох, только не фланг к снайперу... Не, не может быть фланга... Угол очень острый... Но не фланг... Опасный все равно... Твою ж дивизию... У него ж титана нет... У снайпера у этого... Да... Это уже легкое ранение... Твою медь... Это уже серьезное ранение... Крисолиды... Мутоны... Блин... Ну что, Шреддер, Рокет? Не надо, Шреддер... С критом... А ты его и так с критом стреляешь... Раз... Ну должен Соколик убить... Два выстрела... Видите как... Критует... Сейчас повышенный крит 75... Давай... Есть... Молодец... Но ранение уже есть... Ну главное живое... Сейчас надо хил сделать... А все потому что снайперов подставил... Тут уже и точность не та... И урон не тот... Это уже вспышкой... Есть... Так, Арцтоцкая идет лечить... Тут скорее всего перезарядочка... Арцтоцкая бежит к Соколику... Там три хита у него осталось... Хорошо, что этого снайпера убрал... Там было бы... От кибердиска то же самое... Что по этому... Только фланг... То есть там скорее всего была бы вообще жопа... И снайпера сразу мне минус нули... Останавливаем... Перезарядка... Перезарядка... Давай тоже перезарядка... Овервотч... Овервотч... Там пак мутонов сейчас за углом... Да, видите... Урчат... Ну и крисолид... А вот и мутоны... Милишные два зеленых... Ну и... Этому красному очень сложно... Добежать... Соколик ведет ответный огонь по красному... Хорошо... Жбан минус шесть... Так, надо же записывать... Крисолиды... Три штуки... Потом... Кибердиск... Тут... Да, не попадет... Потом мутоны идут... Еще овервотч... Чей? Да, это вряд ли... Но пушка конечно... Топич... Главное верхних снять... Но у верхних полуукрытие... Этот абсолютно не приоритетен... Да, давай скритом чего уж тут... 68 убивает... Первое... Первое... Тут убиваем снайпером... Тааа... Нет... Снайпером второго мы не убиваем... А если его... Тоже флеш... Вспышкой... Класс... Вспортил себе праздник... Ну артстотски стреляем... Пусть этот подходит... Под штурмашей... Соколик по нему... Хотя у снайпов можно попробовать оставить вообще на... Может ранн... Да, давай раннган... Раннган... Два выстрела и до свидания... Там даже сверху если увидит... То укрытие все ок... Тут двойной выстрел... Без крита правда... Но пушка... Бах... Два... Почти убил... Спокойно... Не урчи... Еще один раннган что ли... Под гренку подставлюсь... Здесь не хочу стоять... Потому что по мне будет стрелять... Штурмовику... Эмм... Да, давай раннган... Пора убивать... Раннган только... Наверное вот до сюда... Чтобы быть не рядом с другим штурмашом... И два раза по 71... Готов... Теперь у нас остается снайпер на овервотч... И один зеленый мутон... Подходит... Овервотч не срабатывает... Может он не будет стрелять... Да, уходит... Он потерялся просто... Потерялся мутон... Мутонов три штуки записали... In the zone... Перезарядка... 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 Все перезаряжаются... Все молодцы... Крисолидов пачка... Еще мутоны... Этот сектопод... В общем... Я наверное не буду сейчас делиться дико... Я буду двигаться по тому же самому направлению... Где у меня стоят... Снайперы... Хэвик... Дальше будут... Да дальше больше... А в конце же еще пси-атаки будут, да? Пока слышу крисолидов и мутонов... Ну и сектопода этого... Вас понял! Принято! Крисолиды! Крисолиды! Дмитрий Михайлов идет первым... Проверяет за углом... Никого... Я готов! Тут Занг... Укрытие хорошее... Я пошла! Соколика бы выставить... Но тут неудобно конечно... Снайперами работать вообще... Ну и хошек бежит... Зря надо было наверное... Попробовать подкопить на титановскую броню... Так было бы наверно... Но она же тоже стоит не дешево... Там 367 только в бабле... Мутоны прямо по курсу... Что это было? Там кажется подъем наверх... И вот сверху как раз классно... Вот да... Вот отсюда вот стрелять вниз снайпами... Наверное я и буду двигаться сюда... Только сначала за угол отсюда... Ага... Беса Шкода подходит... Кайвик подходит... Это Ричард Стоцка рядышком... Снайпера на угол... Второго снайпера... Тоже на угол... Мутоны, крисолиды, крисолиды мутоны... Захожу наверх... Раз... Никого, емае... Я проходил этот корабль... Тоже как бы... В прошлое прохождение... То есть это было... Ну очень давно... Больше двух лет назад... Поэтому я не помню... Где именно стоят люди... Так... Соколик стоит неплохо... Я наверное... Интересно... Что они хранят в этих баках? Да, тут будет крисолиды снизу... Второго снайпера лучше подведу сначала... Хошкам... Роджер Доджер... Опа... Начинаю наблюдение... Что там за звук? Я спулю крисолидов сразу как только... Опа... Спулил мутонов... Или не спулил... Показалось... Так... Ну... Раз у нас такое дело... Я наверное... Ходик-то подожду... Показалось... Показалось... Посмотрим куда они пойдут... Могут же забраться сюда... Ага... Они бегают внизу... Я понял тебя... Окей... Если подойду сюда... Точно с пулем... Прямо вот инфа соточка... Ммм... Давай-ка я снайперы лучше вот сюда... Одного и второго тоже туда же... Потому что они вот с этой позиции... По мутонам-то стреляют... Просто мутоны их не видят сейчас... И не агрятся... То есть ставлю снайперов рядышком... Еще один овервотч... И на следующий ход мы их пулем сверху... Но снайперы должны уже стрелять... Кхм... Отлично... Тем более немножко убежали... Может быть... Удастся... Удастся увидеть... Сначала хэвик в общем идет... Чтобы... Ёпп... Прс-эт-н2 по кому-то... Блин... А второй-то откуда... Забраться могут... Хрен им... Сюда нужно дымом накидывать... Накрывать... Снайпер стоит хорошо... Этот будет прикрывать от милишного... Вообще отсюда тоже надо увезти этого... Да, наверное штурмаша нужно второго увезти сюда... Потому что там бегут милишные мутоны... Они скорее всего забираться будут... Короче сюда дым... Саппорта и дым подвожу... А штурмовик... А что снайперы кстати? Снайперы как и ожидалось... Видят всех... Будут отстреливать зеленых мутонов... Начиная с ближних... Жалко я не могу тут рокетом шиндарахнуть... Окей... Соколик начинает... Нет... Нет... Да... Первый... Шесть человек... Раз... Лучше парализовывает... То есть я щас с этим с... С парализатором лучше постреляю... Слишком много их... Тем более без крита... Стреляет вообще черт знает куда... Но все равно попадает... Значит крайне правый тоже выключен... Хошк... 84... У него штраф... Это нам не нужен... Лучше по этому скритам... Давай... 75... Есть... Минус 2... То есть по факту получается... Мы вырубили... Двух зеленых мутонов... Один дизейблен... Да... И остается только... В общем все хорошо... Дальше я не хочу... Там могут быть крисолиды... О... Это штурмовик... А не сап... Беда... Так увидишь? Не увидишь... Дыми... Зачем я штурмовика сюда подвел? Вообще не ясно... Так... Хэвиком... А давай из укрытия этого выведем... Может он вообще назад убежит... Отлично... Дали ему под зад и на 4 хита... Ну это отлично... Уже хорошо... Ни один из зеленых мутонов... Из четырех... То есть... Двое мертвы... Третий дизейблен... Ну в смысле выведен из строя... А... Четвертый как бы... Ушел... Так... А если пострелять по этому два раза? От толку... Ну как... Пострелять... Два раза... Охо-хо... Звездочки... Ну здесь... Наверное я буду сейчас аркадить немножечко... Так... Убиваем этого... Последнего зеленого мутона... Мочим этого красного... Так... Еще мутонов надо записать... Два пака... Подходим... Подходим... Да я думал штурм... Штурмом спрыгнуть... Но наверное... Не стоит так себя вести... Мутон очков... Они сами должны проявляться как-то... Потерялся мутон... Потерялся мутон... Потерялся... Не могут... Не могут... Никчемные создания... Ладно... Подходим слева... Проверим заодно... Здесь стреляем по одному раз... Снайпер стоит хорошо... 13... Отлично... Это два... Убиваем... То есть остается один красный мутон... Овервотч... Здесь забегаем... Здесь... Пока... Овервотч... Спрыгивать... Спрыгивать... Бесса безумно... Она может спрыгнуть... Раз... Раз... И... Два-три... Ой... Бесса могла сейчас по морали не выдержать... Но... Справилась... Готовно... Я оставил внимание... Помби... Поддержал ваш канал на сумму 100 рублей... Миша... Как ты относишься к рандомной генерации карт в КСЧОНК-2? Нормально... Нормально... Хорошо... Если там... Грамотная генерация карт... Я готов... Это только плюс... Так... Здесь частичная перезарядка... Я хочу проверить слева... Мне кажется... Крисолиды там шумели... Я не в прошлый раз... Второй пак один здесь... Другой там... Слышите... Крисолиды близко... Но не хочется, чтобы они выскочили... Как бы... Из ниоткуда... И... Сканирую... Ясно... Буду на чеку... Так... Тут пока подожди... А тебя я наверх подведу... Потому что кажется... Отсюда мы еще сможем нормально пострелять... Так... Мутонов 3-3... Справа мутоны... Второго снайпера тоже надо наверх подвести... Так... Крисолиды... Крисолиды... Я подожду... Потому что нужно перезаряжаться еще... И я снайперам ход потратил... Ну захвати ты хоть одного пришельца... Столько исследований и мук впустую что ли? В смысле... Я же уже... Пришельцев надо захватывать... Для того чтобы ускорять исследование... Я захватил уже и мутонов... Несколько штук... Для плазмеров... И... Милишного мутона захватил... У меня уже бусты и есть соответствующие... Что за баги-то? Ёбаресетэ... Ну... Я проверю за этой дверью... Я проверю... Потому что за этой дверью были... Крисолиды... Смотрим... Не, никого... Все... Я успокоился... За спиной не оставляем никаких там... Тем... Так, снайперы стоят... Хорошо... Здесь подходим... Но аккуратно... Там же пак... Да ладно, забей... Добро... Мутону... Там кто-то есть... Слушаюсь... Аккуратно... Аккуратно... Мы только выведем... Если только они пойдут за мной... Иду... Буду начеку... Я знаю... Буду начеку... Буду начеку... Ты аж сканы... Ты их не тратил... Давай... Тут резкий очень перепад... По уровням... Боюсь, что снайперы у меня не будут работать... Два пака... Мутоны... И... Два мелких... Но скорее всего... Кибердиск мы не видим... Из-за укрытия... Эм... Пум-пум-пум-пум... Снайперы... Ничего, да? Не могут? Не могут... Ну выманивать будем тогда... Здесь можно подойти... Координаты получены... Здесь вы... Буду глядеть в оба... Спешу... Мониторим сектор... Попробуем сполить сначала... Один пак... Ориентировочно это будет мутоны... А потом уже... Кибердиском... Работаем! Та-да-да-да-да-да-да... Отлично побежали... Этот подснайпа... Этот подснайпа... Этот... Молодец просто... Ёшки-матрёшки... Исполил второй... А где ваши главные-то, ребят? Одни, что ли? Бедолаги... Как же вас жалко, а? Так, снайпер... Вопрос... Видит троих? Видит троих... Ну ок... Это раз... Это... Два... Это три... Ну он не убьёт, но... Штурмовику поможет... Не уходи далеко... Помог штурмовику... Да... Ладно, давай... Тогда Беско тебе... Поможет... Раз... Биби-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-щ... что там может быть еще кибердиск хотя это маловероятно но лучше я тут в хантер снайпер отстрелялись эти не помогут штурм отходил летим 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 ай так отстреливаем всю эту хрень кошкам который ранен и к сожалению не факт что он и попадет так что он убьет один хит русская рулетка да ё-моё пушки за миллионы просто толку нет ладно я подхожу штурмовиком кибердиска как вы видите нет стреляем раз это один ход типа не считается да но это было не в рэнже давай ранен ган тогда так это были дроны две штуки и пак мутонов не записал двигаемся спокойно вперед слушаюсь единственное я бы уже снайперов сюда подвел потому что там такая дверь огромная сектопода слышу в общем снайперы здесь не будут уже работать надо их прям на фул подводить и новые позиции занимать не прячься за бочками не взрываются да ладно не может быть я уже в пути вот эти взрываются не переживаете все нормально так а дальше случайно не главное здание уже как скажете ой-ой-ой что-то вспоминаю здесь какие-то хрени слышу криса лидов это раз тут вроде как глухая стенка да дальше главное здание главное там где командира нужно захватывать и там где собственно получается криса лиды раз может быть тарелка но вроде как так могли и эти андроиды звучать сделаю точно все кто это которые ходят в сектопод или как-то он называется подходим главные командиры захватить крисолиды до крисолидики так снайперы на разные углы все перезарядились кроме снайпов что там за звук краем дверь сканы чё есть смотрим оп только не овервотч ой у меня там не укрытие есть ох ну смысле овервотч это хорошо капец чушь я там вижу укрытиями достаю арт-тоска очень сильно рисковал очень-очень сильно товарищей с молниеносными рефлексами у меня нет я думаю здесь надо если получится кидать рокет рокет не получится кинуть нормально двойной если неплохо снайпер видит один и видит мелких укрытие ну хорошо ладно ты не погоди а второй снайп вообще ничего так ну в принципе есть два штурмаша низ расстрелять должны здесь я лучше скритом заранее а то вдруг опять два хита снимет с рулем сектоидов убиваем одного 84 двойной 60 да давай двойной 69 дмитрий михайлов то овервотч неким снимать 1 2 давай попади еще хорош изим арт-тоска может пострелять но она может пострелять и по верхнему а по этому может пострелять штурмовик да ёшки матрёшки что ж ты не умираешь ты гад хэвик нифига не видит бесса должна в первую очередь добить этого опасно раз попасть из двух ивентов по 51 давай если что рокетом да ладно опасный враг умер соколиком можно просто прострелить да только не надо идти вперед сейчас друг потому что можешь спулить но чуть-чуть уже выдвигаюсь есть слушаем крисолиды помню крисолиды бегут овервотч есть один у занга но это это все хитин сектоиды можно западить зачем мне сектоид мне нужно сектоид командир ох это под штурма шеи прям прям под штурма шеи двигаюсь на позицию 1 2 давай 3 так а теперь нужно дмитрий михайлов вообще не показывать потому что могут захватить под контроль он же то ранение получил он же очень уязвим для захвата надо скан только кинуть и выполняю так и снайпером надо подойти перезарядись так сейчас внимательно слушаем ничего не понятно тогда тут несколько перепадов вниз кажется командир находится где-то вот здесь но вроде вот свистела так это тарелка кажется там так посвистывает нет дмитрий михайлов они дмитрий михайлов может а вот бесса хоть тоже воля 87 тихоньку подходим сейчас скан нужен скан нужен уже когда мы вас понял хотя может и сейчас уже у меня внимание ведь координаты получены внимательно я сама внимание слушаем кто заткнись слушай да похоже командор а свист это просто в тарелке такой свист ну что я подхожу ориентировочно вот так вот чтобы можно было перекинуть и кидаю скан то ли наверх но не лучше вот сюда вот потому что командир то на первом ярусе тут не вижу никого он с той стороны нашли так давай-ка мы будем обходить частично как же стрёмно то а свист на мелкие дроны кстати да может быть это и они чтобы с заходят первой кого он в конце этого здания вот здесь вот за и скорее всего их там двое уже идут принято это звук был как будто слева так соколик на позицию нужны разные углы да внизу надо сбоку проходить чтобы он нас не заметил штурмовиками будем проходить сбоку раз дугомет им 2 и по шагам так мне нужна нейтрализация да хотя нейтрализация особо не поможет я пошел да потому что да потому что не поможет она скорее всего ну ладно вроде нормально сейчас бачком 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 основной группой да прямо прямо что это было обходим так чтобы подобраться максимально близко до того как меня заметят а лечу туда сделаю даже я саппорт наверно собой возьму и там спуск видеть есть в конце ну да это еще что оба дроиды снайперы отстреливают да это не свистели гады одно попадание второе мимо но это раненый снайпер еще один overwatch должен сработать по идее они не потому что так ну снайперы видят в общем то поэтому шансов нету дронов один минус здесь проходим бачком бачком стараемся не спулить я должен оказаться к командиру как можно ближе чтобы у него было меньше ходов на всякую ерунду типа майнд контроля не было пара дугометов у людей со спринтом еще один дроид час вылетает он подлетает тихой сапой там но я чувствую что если я сюда сейчас приду то это будет а вот отсюда он мне кстати не заметил я спрыгнуть смогу да из-за того что клеточка видите запасом так что два штурмаша сюда хэвик чуть-чуть ближе чуть-чуть иду главное не подходить к этим к ограде до дроида сейчас снайперы должны принять там он рано или поздно выйдет но он что-то не выходит ладно первым палю хэвика поехали да вот он командир и он побежал ваще не туда не забывайте что случилось когда мы встретили с этой тварью в прошлый раз не было ничего ох у него конечно позиция шикарнейшая шикарнейшая я вот не заметил снайпер снайпер может стрелять из пистолет это точно левый что кто у нас там по морали более 85 или 89 может быть еще кто-то из паков поехали сейчас возможно будет все атака его пушки не представляют угрозу вижен есть только с общим видом хотя я могу сейчас по нему зарядить хорошо можно парализатор сделать соколик любом случае два раза выстрелит убить я его не смогу по что крита нет поехали не убей помни первую заповедь с кого-то хорошо и теперь парализуй тоже немножко уроном и минус пистоли потому что ты ошибка была дугомет болейн здоровье не представляет серьезные угрозы стой убери дробаши кстати да дробаши первую очередь надо вообще надо всем переключить пистолетами потому что это же псих а хэвика увезти вообще к чертовой бабушки чтобы его не видел никто выполняю так я предлагаю на раунгане сначала этого минуснуть но я не переключу пушку тогда я могу пока без пушки его минуснуть надо и этот дроид не нужен ах ты ж ежик воля 51 убесы офигеть вот ее как раз и будут мочить хорошо не переключаются на дробаш просто буду из пистолета стреляет 1 и 2 ничего страшного не переживай так а ты нет да давай рананган за скоростью смерти и подходим к нему ближе на убиваем дроида дима михайл вообще ничего не боится не не поэтому потому давай молин ну что же с богом пацаны главный ход пережить но сильно сильно серьезных проблем вроде доставить не должны ну то есть ну захватит даже он а что дальше подведу еще снайпера сюда главный час пак с диспурить никакой это я зря делаю все с богом это то понятно он скорее огрызаться просто будет думает забей а ты что будешь делать оружие не работает psy димку не подчинить димка не сдавайся мать так дима минус но смысле он под контролем я не добегаю для захвата так у димы нет короче я должен диме выключать пушки сейчас придется ранить да вижу двоих парализатор на кд класс да я убить то я могу его это не проблема я же должен захватить блин а если он переключится что я могу сделать дым могу кинуть туда а главное хэвика не подводить реально я подвожу снайпером с пистолетика поснимаю хп у сектоидом для того чтобы увеличить шансы на захват раз хэрим а тут я бэске бегу ну что дым туда может там все равно попадут димку с полным хп захватить дугометом нереально ладно убиваем да это на этого то вообще плевать давай лучше дым реально дым туда поехали главное чтобы дима дробаш не врубил и не убил просто штурмаша рядышком надеюсь он не переключает пушки с богом до зада задрали вы уходит недалеко контроль опять бесса паникует из пистолета фух ой ладно живем так надо приходить в себя твою ж медь надо вырубать ему пушку не паникуй так значит мы во первых должны не понял а где второй снайпер то почему он без давай делаем в дмитрия михайлова вырубаем ему пушку раз парализатор вырубаем хорошо тут ханкер тут с пистолета убиваем этого да мне нужен этот командир блин так может сразу хил делать да пойду саппортом я должен этот прийти в себя хотя бы один из штурмовиков о контроль все еще есть но штурм пришел в себя бессу я подлечу дмитрий михайлов все еще под контролем сейчас побежим его ломать по-хорошему надо дмитрию михайлову еще раз пушку разломать понятно что это больно понятно что это неприятно как там у второго снайпера то есть парализатор дмитрия михайлова снова нейтрализуем хорошо дима не обижайся только ой так как у тебя пушка не работает держись артстотска держись и я захватываем дугомет 95 на на ты ответишь за димку 29 человек 29 человек на этой миссии было штурманули базу панику снизили получили командира сектоидов вот это была операция 30 человек базу пришельцев командира захватили все сделали как надо ранение критичных получил только снайперы 24 поддержал ваш канал на сумму 111 рублей митер предзагрузку запустил и нет ли желания почистить ксчом 2 после релиза сегодня ночью какие планы по нему вообще завтра вечером скорее с чем начнется ох то опять женщины недовольны столько мужиков в экскоме и никто не может ну ладно что у нас сухом остатке то после захвата базы 10 ноября вот она это шеф вы согласны со мной да значит не только я понимаю что эта война еще не окончена этот предмет как мы считаем служит для обмена данными связи с этим возникает вот какой вопрос если командир сектоидов управлял всеми пришельцами тогда с кем или чем он тут советовался мне кажется это та самая тварь которую мы встретили при первом контакте с пришельцами как мы могли убедиться на собственном опыте его основное оружие сила сознания вот бы изучить ткани мозга этого существа может быть мы смогли бы использовать полученную информацию для наших целей исследовать гиперволновой маяк 8 дней ранения у голема будет чем занять пистолетик один строй лириума сплавов игры состава 55 и паника во всем мире снизилась на 1 минут как бы все в мире все спокойно только в индии там двоечек вскрытие мехтоиды лаборатория генетики обрушили всю вспомогательную сеть этого лунатики точно не ожидали понятно что давайте командира допросим это сразу бустанет кажется все исследования на 50 процентов так генетика пошла вот три дугомета за баблом эти по продаем во первых игры пришельцев пища пришельцев стасис камера операционная вот и денежки пришли дугомет в количестве четырех штук можно было один свой продать но не хочу получили баблом лаборатория генетики один день 7 дней ок базашку скоро штурмовать будут сделаю броню снайпером кстати да спасло бы а надо еще сделать броньку одну криса лидов ского короче опять не денег просто нет денег на все две титановые брони хотя может быть и надо было дождаться мне не надо дождаться туплю что хотел сделать блин чё хотел сделать-то а криса лидовская хитиновый покров у меня нет трупов столько но один уже хорошо тем более что у меня два штурма соколика одеваем в броньку штурмом даем точнее хэвику даем хитин лаборатория генетики готова слушайте вот генетика это же это же вообще это же лаборатория генетики оснащена и готова к работе чтобы приступить модификации солдат это средство станет сердцем нашего проекта генетической модификации наши бойцы приобретут совершенно новые способности которые сделают их более эффективными на поле боя чем дальше мы садимся в изучении генетики пришельцев тем шире будет доступный нам спектр 10 меткости к любому выставу после промаха раз плюс меткость но для снайпера глаза второе сердце для штурмовиков биоэлектрическая кожи дикая кажется да хотя нет мимикрирующие это штурму нужным да и вот это вот реген еще классный адаптивный костный да давайте пока не будем потому что у нас один в во первых на нас должны нападать сейчас на базу допрос командира сектоидов закончился до пси лаборатория новая постройка сначала давайте пси сделаем может к плазма пушки вернемся там сейчас все вообще быстро ведь по два дня исследуется потому что бонусы есть от разных проектов до плазма пушка на корабле сейчас мы провели фантастическую работу мы смогли адаптировать разработки врага к нашим технологиям обсе лаборатория абсолютно независимо от 400 господи мы же можем использовать его во благо мы очень дорого заплатили за наше знание но мы сумеем ими распорядиться короче нужно 400 на пси лабораторию но это сейчас топич вообще плазма пушка говорит не нужно но как не нужно электромагнитная не помню когда появится все вопрос двух дней чего не нужно рейджов нас опор нужно писать торопишься там столько с луда в этом так сплавов нет с трупов короче по благо мне нет препарирую командира у меня нет трупа командира я встретился с одним командиром его допросил все допросы привели соответственно к термоядерную говорят пусковой нам делать они вскрытие есть мы допросили потом убили окей вскрываем был неправ где взять 400 бабла продавать вот это вот на бафы не хочется элериум уходит по финансам плюс 5 баксов плазма пушка только на громобой я понял громобой это топ до новый истребитель 11 дней лириум сплавы фрагменты гиперволновой это давайте новый истребитель чтобы от сильно от инулочка не страдать сначала решим эту штуку сообщение совета денег дайте 5 нж и 120 сопровождение инженер ближайшие планы поехали у у нас к сожалению от один товарищ все еще отдыхает но есть револьвер которому кстати хогенные модификации да 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 которого нужно докачать все готовы дугометы нужны особо нет особо не нужны все теперь в титановой броне удушение не будет действовать яд не действует соответственно дугометы реально сейчас не нужны да и вообще может быть и не пригодятся лучше наверное поставить доп броньку пусть даже это будет плюс 2 но увеличится армор и захватывай продавай да нет 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 поехали это миссия совета там только стын мэн и поэтому должно быть вообще езим от программы в индию там для нас понятно это сейчас радом ган просто про не пронесемся а это другая карта следующая военные инженеры под началом патрика карлока обнаружили что пришельцы готовят на логическую атаку теперь этого карлока надо спасать не сама на другом конце пирса и если обнаружите противника видеть огонь по готовности у нас новая задача ты можешь продать блок питания компьютеры как я могу продать сми на этот на истребители они нужны выхожу на срочно передать данные аналитикам если пришельцы эти цели нам крышка принято так один должен замыкать там потому что они по скрипту вроде и сзади падают хотя снайпер замыкает нормально по данным разведки к вам движется против не револьвера готовьтесь отравить не может шансы какие у него и много шансов раз до вас сейчас сразу пак спулем скорее всего два пока не рычи это понятно внимание всем куда побежите назад до тихо и конец снайпер не работает хотя хэвик может быть инфраструктуру и достанет электричество всего да достали кому-то таким образом ослабить сопротивление слабо а зато мешать не будет главное по штурмовику не попадем 1 револьвера сейчас справа возьмем он постреляет по этому это 2 но они уже потеряли актуальность фигмены и миссии совета когда такое квип это уже ну тяжело им просто тяжело да из дробаша конечно стрелять это хотя поэтому можно войну давай ой как свалился классно так снайпера я выведу пожалуй вот сюда поехали ну трое действует и скриптовать идет подразделение противника повторяю к вам движется противник попадет скорее всего у них точность хорошая ой семерочка ой не 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 аркать миша капец зачем мне туда повел то хотя тут распределяется дамаг этот мажет этот кого видит тоже того же окей добро а вот и скрипты снайпер кого-нибудь видит видит убивает 1 91 видит 2 даже убивает 2 бронька конечно топки че ну не сам бы конечно летающая броня хороша так там овервотч да овервотч справа у товарища набегаю молниеносными ловлю револьвером и где-то что-то не стреляешь давай давай стреляем убиваем его дальше с очень высокой вероятностью мы нашли страну револьвер получил повышение я ставить что произойдет если это выпьют люди я должен выбраться отсюда ну что может ранганы в того влетать так бесса надо подлечить вообще-то я пошла давай вот так сейчас будет больно я не хочу рангане потому что мы пока можем спулить новый зачем это делать под конец причем коды это как-то не очень хорошо лучше на пистолету овервочек ну подходите гады тут танкер сынка горит ладно постреляю с пистолетом два раза по 31 давай тебе повезет черт чуть-чуть не повезло стреляют полуукрытие револьвер с критом причем скотина снайпер не видит его револьверу кстати уже не обязательно прям ломиться давай вспышка его может быть может он вперед пробежит ой 5 крит под зад хорошо ну подходим ну уже шевелись активно так приказ получен командир никого не боимся уберить бы добить видит добивает 66 правда добивает конец лунатику так ты не отходи от не отрывайся от коллектива я готов снайперу надо перезарядиться был бы летающий я просто взлетел и ну там вообще доспех конечно вам идут пришельцы штоповый для снайпа готовьтесь к бою но не уверен что мы успеем его запилить слишком дорого и долго ой как неудачно получилось он все равно не отравит так что топ нет не получилось попробую еще раз едем дальше все паки 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 это сложная миссия если вот сравнивать с той же самой прощой 1 это весьма непростая я пошла здесь не вижу никого тут дмитрий михайлов я думаю врываться будет на следующий ход зато снайпер видит это раз и это два неужели не убьет русская рулетка кажется с тобой хотя нет дамаг нормальный прошел бесса может пострелять 70 в принципе неплохо револьвером подходим убивать не обязательно перезаряжаемся вип стоит дома я буду на чеку хорошо идем ну миссия простая то есть сравнивать там каких-нибудь сектоподов штурм базы где 30 человек с миссией где только сэммены и то появляются максимум по два пака это это быстрый а это будет стрелять нормально сейчас ворвемся штурмовики штурмовики готовы подходим раз ой у меня же там рефлексов у этого нет жалко пять хитов ошибаюсь второй раз ошибаюсь ой снайпер мне все простит все ошибки в молодости ну на кд правда да ёшки матрёшки двигаюсь аркадий мышка взял но это раплис потому что я представляю что впереди еще достаточно много всего хотелось бы нам с вами под фланг не хочу попасть а не попадешь вот так держишь и все это раз и можешь еще пару раз пострелять по не можешь да ладно тогда overwatch здесь фланг увы и ранение я должен отойти вроде все походили их осталось трое overwatch 1 дима михайлов но он вряд ли пойдет дистанция слишком серьезная для дробьевика угол достаточно острый по нему стрелять будут и полу укрытием рискую рискуем но они так как дерево альверта вообще ой видит двоих снайперы видят двоих с него и начнем 1 и 2 там двое стоял на overwatch поэтому лучше сейчас револьвером метнуться по-быстрому куда-нибудь сюда а где где неужели этот третий был ладно проводим перезаряжаемся проходим ладно проходим вроде там еще один до подхитрец а йо-моё уже 12 хитов снял ой 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 не поверил я и помочь некому пусть только дернутся подушились я рассчитывал что револьвер там нет его должны были увидеть его не увидели как так произошло я не знаю побежал револьвер снова вперед был не нос на рефлексы срабатывают уже не важно кто будет убивать мы уже практически добежали до точки ну раз уж револьвер здесь о какой красавчик интересно сколько ему морали дадут у него и так воля сумасшедшие снайпера лучше подвести перезарядиться прикрываем 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 у меня все под контролем там еще будут скриптовые точку один к вашей позиции стягиваются пришельцы готовьтесь бой все убьют его тут только ленивый убьет его они до снайпера дошло смотреть не добили не добили добиваем полечись а зачем вроде выхожу тут один только еще скриптовый пак будет . иду иди штурм один сейчас будет жарко на вас идет подразделение противника кажется 2 еще должен появиться хотя нет опять трое стреляю до свидания нужно сменить магазин вроде добегая даже я сегодня просто смаз человек так level up один последнего револьвера надеюсь что он именованный как бы а ну мы его психом и сделать полковник за 1387 боевой дух как хорошие вести мало дали силы воли 123 90 палач или воля воля к жизни лучше воля к жизни для психа это снижение входящего урона и для саппорта тоже важно тем более он будет чаще сидеть и не стрелять ему палач это вообще не нужен воля к жизни кстати очень хорошо револьвера тоже подходит он вот такая история была серьезная не забывайте мы так давайте попробуем все таки поставить ладно блоки питания там советовали продать труп командира фигменов чуть-чуть тоже ну есть уже деньги сегодня утром прибыли новые инженера лаборатория пошла сказать мы от помощи не откажемся месяц будет делаться месяц новый истребитель 8 дней поехали кошка возвращается похититель так я пожалуй чем не нужно нет револьвер мне сейчас не нужен выбираем второго снайпера сейчас будет достаточно сложная миссия можно кстати револьвера было генов подвергнуть генной модификации сейчас как вы думаете стоит ведь я думаю стоит так генная модификация направить револьвера а он же псих и образ этой точной же псих все его раны вы правы он же самым клёвым психом может быть так окей хорошо хитин хитин у всех армор хорошие пушки у всех кроме хэвика но хэвик этим урон не наносят два меди кита страховочные поехали сейчас будут в конце таких садимся это что же большая ложка ой какая карта готовьтесь к выброске надо разобраться с лунатиками в сша пришель поле какое-то рейнджер в канале хорошая новость у нас угол сразу же к выходу ждем приказа понял вас рейнджер корабль сел сам падение не было так что ждите сопротивления тогда и будет много народу подхожу на полу ходом там сразу же какие-то обломки снайперов скорее всего разведу опасно ой там сразу вход капец так нужно скангу вот он убрать живым так крис алида хорошо еще на один может быть на фармин да вон вход уже уже вход а на входе как правило как правило о мед еще мило нет держись мед мед не нужно собирать здрасте кибер диск ну что я предлагаю пулить я предлагаю пулить как никто никогда не пулил снайперы здесь снайперы видят этот скритом минус один давай 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 сейчас сразу in the zone опа еще один кибер диск а как он там оказался вот до сейчас не понял красавчик ну кибер диск должен как бы подходить ко мне в тихоньку пересолиды кибер диск подлетает overwatch хошка видит и он такой дистанции конечно приятно снайперами работать кинул сканы они два хода подходит это я к меду сейчас побегу как сумасшедший потому что генные модификации это то что будет сразу после того как мы определим таланты у психов дай бог что у меня было парочка психов все просто ну это топовая пушка у снайперов ай мед взорвали мед взорвали мой мед он мне также служит как никогда так ладно не расслабляемся бежим вперед я так хотел и так ждал переключиться с дроба шеи нужны пистолеты мутонов слышу крисолидов слышу я все слышу пока так сейчас я думаю спуле еще кого-нибудь этаж вход нет быстрее подходить остальными спринтеры штурмовики это есть горе для саппорта буду на чеку что это за звук опа крисолидики давайте давайте мне как раз хитина не хватает подходим подходим понеслась первый сразу губ а они еще по разным стреляют молодцы сейчас два снайпера 1 2 минус 1 и 2 еле живой михайлов еще тут на пистолете и минус 2 сразу вот так вот что-то не повезло не повезло просто ладно я пулю дальше там же мутоны еще хочу мутонов чё стоишь вау полегче добро так поняла вас я обо всем позабочусь два счета не добежал там ну и крип конечно хорошим мутону мутону а прошлый раз сколько там паков то было господи я уж не помню 55 паков плюс до 5 паков было насколько я помню работаем снайпер скоро перестанут приносить пользу я пошел так точно и по крайней мере одного я бы подвел нельзя вот сейчас как я оставил штурмовика оставляет потому что они могут выйти и произойдет еще овервотч укус не врача сразу начну стрелять вот они слева работаем они могут быть кстати за тарелкой то есть слева надо проверить я уже в пути там часто тусуется и ноты еще вот вот там вот короче штурмовика я 2 сюда тоже один снайпер кстати стоит получается неплохо перезарядись лучше окей этот сюда а этот пусть здесь стоит слушаем так рисолида и кибердиск больше никого а вот ему тону так аккуратно еще никто нет кто то есть занку видел кошка постреляет как ты не понял какая там вероятность про промахнуться у кошка секунду там на какая-то вообще невероятным а как он промахнулся вообще то есть метка 126 каким макаром он промахнулся на овервотч что-то вот я не догнал не фартанула говорят ну видимо да насколько я понял это просто невозможно было но оказывается так давай поэтому раз мы беру окна это что подумал но вроде они наполовинку отошли доктор но бы там не умножаются штуки там они тупо складываются или вычитают с вероятностью он помпом 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 надо штурмовик подводить на помощь без внимания буду начеку 10 защиты у него еще понял то есть промахнулись 96 процентов я понял мутона да вот она защитам так зов крови у них там зов крови не знаю были overwatch или нет я этого не видел поэтому сначала лучше снайперами постреляем крита не будет 85 процент а нет есть странная анимация другая была да и в общем-то не побежим тогда пора снайперы все сняли потому одного дальнего овервотч должен был быть у меня молниеносных рефлексов нет зачем мне это делать зачем не бежать сейчас мог штурмами штурмовиками конечно убивать их но зачем рисковать там плазмеры попадут еще смена магазина так это минус 3 пока еще вроде два бутоны я в команду и сразу пойду два счета и кошка бы конечно про подвести подводить может пару лемминга добавишь как добавлю мне есть один товарищ на замену то есть у меня 7 человек плюс еще танчики есть на случай если ранение но леммингов я в любом случае уже не прокачаю так хорошо как ну специально конечно можно прокачать но зачем выполняю там до полкода его растить это задача не из легких ну и тут все равно даже запасы идти в ошибки есть но учитывая крип уже все не так по сектоиды что это звук сектоиды этом ой а может и мех секторе люди как-то топают сильно я уже там внимание а там один слайка была там что то есть да ёшка матрешки бегают 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 открываю дверь то ли вот прям за углом то ли на улице я не досмотрел давай сначала так проверим окей так есть артстутска медленные а этого снайпера я бы вообще бы поближе к остальным подвел ну скорее всего они слева так были например здесь и обходили тарельку можно двух штурмовиков было послать открывать командиров убивать мутоны 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 слева все пойду короче командиров брать но не живьем а так просто силой два штурмовика с этим справиться а тут надо организовывать защиту потому что по идее они должны после этого сразу брать идти ко мне поэтому снайперов я за другие укрытия ставлю и сапа пожаловать сюда они до того как мы командиров не спулем ломиться вроде не должны открываем здрасте хочу не показали они могут быть внизу же еще точно ой-ой-ой-ой три командира так хорошо что эти побежали ко мне внутри это же пси вообще это же дичь вообще так давай-ка поэтому нет сначала поэтому а потом два раза по дальнему лучшему наоборот надо было минус один здесь нужен run and gun хэвиком я этого добью с хорошей вероятностью три командира это как бы серьезно заявку вообще сразу минус три бойца и начинается а так то дак то так то убьем пистолета можно было конечно захватить так снайперов снайперов пожалуйста вот сюда теперь ждем могут еще справа кстати вернется сейчас послушаем по звукам что же вы делаете со мной а где же вы ходите двигаюсь к точке данный чтоб стыла не зашли я готов ходите гады полез вопрос только откуда слева обходить будет или назад вот сюда вернуться слева будет обходить хотят в область они росли стоят тупят да беда что полем сразу слушая давай почти что двигаюсь к точке хочу я раньше время снайперы не помогают и штурмовика еще одного забыл хорошо так есть у нас скан давай начнем с него я понимаю что там стоит пак мутонов то есть это практически без вопросов но вопрос где и как стоит это информация нам позволит во первых поставить снайпера хорошо если конечно это последний пак да точно последний больше никто не шумел это фланг еще одного снайпера подводим даже подойти можем нас сейчас не заметят и здесь могли бы даже подойти как скажите пофиг что эта штука взрывается они не должны вообще успеть могут выбежать до бегут ли они не у них проблемы начинаем решать тогда раз 7 хитов слабо бегут на меня это хорошо для штурмовика добиваем битова ну чё парк один пацаны мы идем по следу приказ получен командир задача ясна у меня вопрос к точности девяносто один девяносто семь а восемьдесят два окей убиваем я испугался стоять вот так вот спиной к человеку с дробашом ой мимо хорош 15 человек большая налог взята эллириум есть что нам там хотелось в лобе что новый истребитель три дня окей поехали дальше ой ой тяж в этом так хорошо не люблю эту карту если честно подветьте рейнджеру мы на точке прошу разрешение на выброску десанта вас понял я хочу сначала справа сканчика кинуть и посмотреть кто здесь это очень часто пак учитывая то что карта маленькая плотность пака вообще должна быть дикая на кибердиск сразу убираем укрытие мосфагнум поддержал ваш канал на сумму сто рублей да и же да проверю своих бойцов в казармах снаряжения разведка передает что скоро пришельцы начнут штурм нашей базы держи ветеранов в боеготовности не отправляй их никуда приготовь огнеметы и боберобойные пушки оклад окончен окей спасибо убили только двоих блин остальные просто не в зоне двигаюсь к точке придется overwatch я наверное дым кину сапом гренку потому что он не докинет но не дай бог как бы подойдет и сделать выстрелом по кому-то из этих из неприкрыт работаем ой чё пак но не спулин это хорошо свернулся куда пойдешь на нас пойдешь или убежишь на нас пойдет overwatch и зима михайлов но это пистоль но четыре хита неплохо у него кажется второй overwatch есть да дмитрий михайлов еще разок и у кошка дмитрий михайлов мажет кошка не может мажется посему тоже это плохо капец сейчас могут может увидеть кошка второй раз стреляет на over выберем попадет но 10 хитов это мало вероятно есть хорош без крита причем 3 нас так снайпер не видят да не видят в первую очередь подвожу снайпов даже in the zone они не видят я лучше наверно к полу укрытию пока что всех чтобы не было вот таких риски я готов скан закончится сейчас так окей двигаемся по правому краю ой мед мед бегу мишка очень любит мед так давай-ка сюда и пожалуй пока так опасно сап сюда можно было второго штурмаша побольше перестали ну что к меду к меду пацаны пулем пак сейчас overwatch еще ой какая же сейчас будет но правда меня не видит пока что снайперы тоже ни черта не видят хотя нет видят одного маленького сектоида убиваем наверное стоит за mail просто уйти в один шаг может меня он и не увидит но уверен отлично второго штурмовика на поддержку хэвиком не хочу дальше там тоже пакем зато мед взял опачки оп стоп 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 ребят не-не-не фулкавер бесса паникует а ее уже разок так убили только не из пистолета ну блин бэска ну ой бах пошел да у бесса психологическая травма она уже так вижу на нихрена нет вас понял могу еще с пулей тренинг точно снайперы не смогут чёрт возьми пулить не хочу так а ты рокетом не сможешь дальнего снять мне было было очень очень приятным так стоп 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 я рискую очень сильным мне нужно снять бафера твою жметь дороги там контейнер хорошей идеи снять просто что только он и мешает давай там ящиков миллион поберегись будет самый полезный вообще рокет да все должно простреливаться ну одного только увидели но важного с критом давай сектоида там не только плюс шесть там кажется еще резиста он дает пока бафы ну что здесь один выстрел обычный и двойной срочно лечить женька бежит 2 пока осталось мутоны не страшно лечимся 12 хитов может даже второй раз стоит подлечиться снайперов надо подвести вот дальнего левого да 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 поближе под угол у нас зовут из-за вот этого двойного может не не может стрелять нормально лучше хотя бы даже вот так вот поехали получим мы тяжи которого можно будет прокачать неплохо так лечим второй раз сейчас будет больно но бески конечно досталось она такая шуганая тяжелая штурмовика судьба очень сейчас ориентировочно мутонов уже пулем которые с левошим или на втором ярусе но вижу на нет это хорошо потому что на третьем ярусе наверх что это было так любом случае сначала вот да давай так пулим сразу паки все ничего не пулиться выхожу иду двигаюсь на позицию не нравится мне как снайперы стоят да 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 я понял тебя заходим наверх не краю чтоб не увидишь что внизу но чтобы убедиться что сверху никого отлично ну в идеале кажется снайпов нужно доставить я не буду тратить время пойду как идиотцам хотя нет одного снайпера я лучше подведу они все внизу два пока внизу потому что один там пока остался это же миссия лёгко что за звук да скорее всего это один пак просто ну работаем два пока ой 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 как в метро московском капец не против что-то я погорячился кажись Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Опасно Надо дым кинуть в него Да он одного видит Стало быть, его не только эти, но и остальные будут видеть Бонус, конечно, 40 Бонус плюс 20 Но это крит стопроцентный И это жесть Черт Субтитры сделал DimaTorzok Справлюсь С Богом, блин Куда я полез? И еще плюс А, рычит, да? Ну, рычи-рычи Грянка пошла Капец Че, вторая грянка, что ли? Стреляет Ха-ха Еще двоем Ха-ха Дым густой решает Неудачники Че ты сделаешь? Че ты сделаешь? Давай, нападай Отлично Работаем Скиллуха, по-первых Не иначе Да-йопа, РСТ Ну Что же вы делаете-то, ероды? Раз Два Три Да Не Вот хэвик бы Помог бы Было бы вообще Замечательным Но нет Ясно Выхожу Да, вот этого бы убить Вспышкой надо было Ну и так справился Че, по Аркадиям, пацаны? Как вы относитесь к Аркадии? Ранеными бойцами Я нормально Добрый вечер Я Бон Флетчер Здравствуйте Этот готов Поторапливайся Штурмовики, спринтеры С двойным выстрелом Это Это Гуф Задание выполнено Мед собрали 12 человек убили Ранение получили Но вроде не сильно Да, нормальное Галериум дали еще И тяжа, тяжа, тяжа Какой-то там капут Смотрите Для наших научных целей До связи Капур Кавита Капур Диана его зовут Ее зовут Сила в улице 94 Неплохо Ладно Рокет Голум поддержал ваш канал На сумму 100 рублей Сейчас бы поаркадить В 2016 За пару часов До выхода Ком-2 Короче Делаю разгрузку Потому что вижу Спасатель будет Овервотч мне не нужен Соответственно Две ракеты Спасатель АОЕ И уже толковый Такой хэвик Вырисовывается Плюс 2 звания Впереди И сила воли За 100 Найс Надо психов сначала Проверить Новый истребитель Доделывается Громобой И на танчик На антиграве Громобой М-пушка Кажется топовая На корабли Элериум Нужен Она Не Это самое Не Понятно Можно броню Архангел За 6 дней Всего Запилить Очень дорогая Но для снайперов Топовая Особенно На открытых Пространствах И скорее всего Это Первый приоритет Сейчас Хотя Вскрытие Командира Для начала 2 дня Что он дал Моя Комментатор И Обратная Нейросвязь А это Генетика Понял Наносит урон Врагам Использующим Все атаки Переводит Атаки Создание Перезарядки Нифига Так И Тяжелый Плазмор Не хочу Делать Скорее Все таки Пушкина Корабли Безопаснее Так По леммингам Которые Типа у нас Без брони Давайте Панцирки Реально Им накинем Винтовочки Дадим Гранатки Там Респираторы Потому что Сейчас Вроде Штурм База Уже Намечается Нат-Б Топище Просто Все Не там еще Вроде был Не все Всех Леммингов Отделим Ну как Надо Еще Вот Так Драбашек Заменить А И у него Все таки Бренежилет Не тот Да Есть еще Не Не очень Товарищем Сейчас Секунду Поехали Сообщение Совета Четыре Дня Ой А вот А вот Атака База Капец Одна Тоже Из самых опасных Миссий Вообще Сэр По всему Штабу Нарушена Внутренняя Система Связи Как вовремя То Гагашечка Пацаны Все Выходим И в XCOM второй Играем А? Туши Его Туши Из него Стрелять Можно Что Вы Наделали Отвечайте Сэр Замечено Движение У Внешнего Периметра Отключено Много Датчиков Это Вторжение Класс Силы Противника Проникли На базу XCOM И усиливаются Подкреплениями Защищайте Штаб Любой Ценой Если Мы Не сможем Его Удержать То Потеряем Всякую Надежду Отразить Нападение Пришельцев Слушайте Хороший Момент Чтобы Зафейлить Посмотрите Пришельцев Штабе XCOM Сколько Их Неизвестно В вашем Распоряжении Будет Подкрепление В том числе Спецперсонал Базы Ваш Провал Будет Означать Конец XCOM Блин Главное Главное Двух Снайпов Дали Группа Дельта Прием Группа Дельта Прием Наконец-то Вижу Пушку Снайперам Запустить Резервные Генераторы Снайперы Так Тихо Дельта Вы в эпицентре Нападения Сигналы Тревоги Сразу Со всех Сторон Из Прохода Возле Дальнего Поста Охраны Подлетают Противники К тому же Датчики Тепла Показывают Что по Системе Вентиляции У вас Над головой Спускается Целая Лавина Противников Те Кто Взломал Нашу Внутреннюю Систему Безопасности Заблокировали Двери Отделяющие Вас От остальной Базы Как только Мы сможем Открыть Двери Тут же Вышлем Подкрепление Я понял Но на это Потребуется Время Сейчас Наибольшую Угрозу Представляет Систему Вентиляции У вас Над головой Следите Не появится Ли оттуда Противник Группа Дельта Держите Оборону Будущее Экском Зависит От вас Так Помню Что Хорошие Позиции Для снайпов Здесь Ломиться Будут Отсюда Кто У нас Есть Тартстот Зайкью Поддержал Ваш канал На сумме 100 рублей Майкер Ты же Понимаешь Что тебе Нельзя Побеждать Ведь Тогда Не будет Двагог С чем Пека Капец У меня Только Три Офицера Ёппар Сетену Увольняет Все Нахрен А кто Ты говорил Да нет Все Фигня Тебе дадут Топовых Офицеров Можешь Не увольнять Леммингов Капец Там Трех Хитпоинтов И вообще Инвалиды У меня А это не лемминги А персонал базы Я понял Ну что Сапа назад Сапа назад Персонал базы Вперед У них вообще Ничего нет Будут Будут сражаться Держаться Уже на месте Я пожалуй Сапа тоже Попробую провести Бегом 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 Контроль Контроль Сначала Так И кажется Бегом Командор Командор Который 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 Где-то Вот там Определился Надо Я вот не знаю Здесь кто-то Есть или нет Вроде как Они там Есть Я сначала Я хочу Лемминга Одного Подставить Под этого Одного Лемминга Подставить Под этого Даже Двух Получается Наверное Две Гренки Вообще Заберу Леммингами Вот этими Вот Я Три Часа Проходил Эту Мисс Удачи Тебе Только Вот Это Недавно Прошел Без Сейвов Ну В смысле Ты Ладно Поехали Гренка Раз На каком Равнисложность Два Крисолит Минус 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 Это вы Здесь Лучше За Ковер И при Этому Еще Этого Убить То есть Я Наверное Все 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 Проверю Если Там Кто За Нету Никого Это Хорошо Критуем Значит Раз Блин Это Сюда Подставим А ты Видишь Только Одного Да Соколик Давай С критом Убиваем И на Овер Оставим Чтоб Командира Можно Было Убить Если Что Это Раз Здесь Overwatch Погодим Тут Рывок Только Да Хреново Выполняю Давай Так Из Лазерного Должны Мы Его Хорошо Взять Капец Пять Хитов Остается Нет Саппорт Может Нет Саппорт Не сможет То есть Только Лемен Что-то Сможет Сделать 69 Меткость Ну Попробуй Ну Твою ж Меть Все У нас Остался Сап Который На мой взгляд Должен Валить Куда Ни Наверх К Снайперам Или Он Все-таки Сможет Дым Кинуть Отсюда Например Я боюсь За снайпов Хотя Их Не Видит Этот Не Не Давай На Ай Блин Может Я Отсюда Увижу Отсюда Тебя Могут Увидеть Ты Его Не Видишь Оттуда Забирайся Наверх Готовься К Атаке С Богом Надеюсь Что Этот Командир Много Не Наубивает Сейчас Будет Панику Захват Давай Ленинга Захватывай Ничего Не сделал Этот Забирается Чуть выше Выходит Овервотч Это Охошка Не факт Что Убьет Батоп Поддержал Ваш Канал На Сумму 500 Рублей Давай Давай Овервотч Заканчивай Добой 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 Не Порти сюжет Второй Части Еще Овервотч Ну Блин Твою Шмидь Так Этот Уходит Сейчас Будет Захватывать Да ладно Стрелять Захватывает У Лемминга Разум Под контролем Это Забей Это Забей Этот Панику Врубил Молодец Как раз Под мехом Главное Чтоб мех Снайпов Не убил Твою Смотри Какой Смотри Какой Паникер Нет 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 Фух Лемминг Так Это Командор Данти Поддержал Ваш канал На сумму 100 рублей Миссия Простая Просто Отстреливайся С балконов Вокруг глобуса Враги Сами Будут Переться На рожо Простая Да Значит Надо Подставлять Еще Одного Лемминга Иду На точку Возможно Гренку Успеть Кинуть Не Достаю Надо Хэвиком Оттуда Сваливать Хорошо Так Ну этим Вроде как Нужно Типа Сюда Но Наверное Лучше Сюда Тогда Мы От контроля Избавимся Этого Фланганем Убьем У того Будет Две Цели Кроме Лемминга И все Будет Норм Второй Командир Минус Вернули Лемминга Снайпер На овер Лемминг На овер Сап На овер Смотрим Что этот Будет Делать У него Две Цели На визжи Он должен Леммингов Убивать Я надеюсь Да Красавчик Ой да Как второй Ой 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 Хэвика Быстро Наверх Ой Быстро Наверх Почему Он два Раза Стреляет Двигаюсь К точке Уже Иду Ханкери Даун И главное Через Фулкавр Ну видимо Плевать Надо Снайпов В разные Точки Чтоб Потом По тому Пострелять Давай Ханкер Лучше Блин Страшно Снайпер Так Оставлю Лечим Два Раза Капец Так Лемминга Пожалуй Сюда Дальше Чтобы Он Подержал Ваш канал На сумме 100 рублей Ой 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 Тачки Миша Так Еще Кто Там Ответ На Огонь Три Фита Красавчик Русская Рулетка А здесь Что Крисолиды Сзади Подходят Два Ой Мутон Ох Твою Шметь Так Видим Одного Но справа Мутон Еще Милишный Уже Иду Стреляет Стреляет И Можешь Руш Руш Так Здесь Крисолид Добежит До Снайпера Можно Можно Правда По нему Здесь Пострелять Но я Рискую Короче Здесь Крисолид Здесь Мутон Крисолид Проще Поэтому Пробую Я убить Сначала Крисолиды Так Так Точно Командир Крисолиды Внизу Да Конечно Сейчас Сказки Не рассказывай Мне про Крисолидов Внизу Ох Я от Мутона Тут Отхвачу А я Без Хитина Ну Артистоцкий Есть Хитин И Этого Тоже Нужно Стрелять Потому Что Сейчас После Нельзя Здесь Оставаться И сюда Не отбежать Парализующий Да что Парализующий Проблема Не в нижнем Проблема Вот в этих Пацанах Наверное Надо Сюда Уходить Он Добежит На этом Ходу Крисолид Внизу Ну как Внизу Если он При мне Упал Вот сюда Один Крисолид Сюда Один Мутон Сюда И третий Крисолид Вниз Упал Крисолид Только Вверху Нет Это Тоже Чушь Ну Вы Не Следите Когда Хода Не было Ну Что 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 Делаете Короче Я ухожу От Мутона Гипотетического Стреляю Так Из Пистоля Но Это Чушь Здесь Фланговать Будут Тоже Угло Стры Можно Хэвиком Спуститься И Прикрыть Пацанов Своим Но Лучше Здесь На Овер Оставить Вопрос Куда Снайперам В теории Их нужно В разные Точки Но Направо Вообще Никак По крайней Мере Если Я Переведу Его Так Вот Этот Товарищ Не Будет Меня Атаковать Я Ставлю Снайп На Overwatch Тут Тоже Overwatch А тут Отступаю Саппортом С Богом Еще Поехали Леминг Минус Второй Ой Живи А вот И Крисолит Который Снизу Убиваем Да О Хожь К второй Врочь Не Не Да Ну Надежда На то Что он Саппорта Будет Бить А Спрыгнул Вниз О Теперь Дело За Мутоном Вот Он Не Должен Бежать Никак Ой Молодцы Вообще Молодцы Красавцы И Крисолит Хорошо Все Ну Тут Залетают Кажется Летуны Обычные Один Второй И Кибердиск Ну Понятно В общем Мутоны Ой Второй Кибердиск Надо Быстрее Убивать Людей А под Креп Там Когда Можешь Дадут Еще Дрон Да Ладно Еще Кальмара Не Хватало У меня Скана Нет Твою Налево Два Диска Два Кальмара Скоро Я смогу Открыть Одну Из Внутренних Взрывостойких Дверей Подкрепления Будут Идти Через Нее Пока Хватит Энергии Держать Дверь Открытой Тут Точно Минусуем Крисолида Раз Чтобы Времени Терять Повышение Новобранец Ху Получил Здесь Надо Убивать Так Оооо Нет Давай начнешь С этого С критом 9 хитов Ну надо же Снести Есть Сейчас Двойной выстрел Минус Фуловый Крисолит Останется Мутон Только Ну и те Новые Которые Подошли Меня С той стороны Этого Снайпера Видно Не должно Быть Потому что Я Как бы Далековато Так Леминг Один Остался Хэвик Вроде Стоит Хорошо Рокет Если что Он кинет Но не в этот Ход Они должны Подойти Поближе Надо Сейчас Дым Кинуть Пацаны Надо Кидать Дым По крайней Мере На эту Четверку Подлечить Б еще Конечно Хэвик О Тут Фул Ковер Так Давай Фул Ковер Перезарядимся Нет Лучше У меня Все Под контролем Тут Точно Овер Распределюсь Все Таки Для Да Я пошла И дым Пошел Густой Гренку Не докинут Оба Кибердиска Плитонин Дострелят Вопрос Только Как Снайпер Держимся Пока Да Ну Мутон Не поднимется Так быстро Как бы Тут Не должен Он Хошк Девяточку Критует Ему По заднице Видите Ему некуда Но они Часто Так Рычит Мутон Это Меньше Из зол Еще Один Овер Учат Хошком Меня Больше Беспокоит Как там Ракету Запускать Во вход Как же Эти Кальмары Еще Они будут Выползать Уже На следующий ход Первый Меня может Взять Так Литун Это Ок Это Подрокет Дрон Второй Наверху Овервотч Занга Ну давай Попади Кальмары Кальмары Вообще Могут Меня Уничтожить Два Снайпера И Как бы Никто Ничего Не умеет Режим Скрытности Только что Сейчас Может И заднем Рокетом Тарелки Где Литун Второй Где Никого Ой Подкрепа Ну все Вроде Жизнь налаживается Штурмаж Штурмаж Давай со сканом Штурмаж Еще Со сканом Штурмаж Да Как же Ты вовремя Так Фулл кавер Фулл кавер Сразу Скан Чтобы Увидеть Как они Там стоят За Это топ Топ 1 Тим Просто Топ 1 Тим Как кальмар Уничтожить Душение Не работает Да Кстати Не работает Они же Только стрелять Могут Только стрелять О Отличный Скан Люблю его Так Это Ерунда Ерунда Короче Кидаем Рокетом Для начала Убираем Стеночки Смотрим Что Да Как Там Где-то Трое Базу Свою Рушим Просто Несчадно Сапом Наверное Хэвика Хильнем Чтобы не Рисковать Сильно Минус 3 Уже Уже И останется И останется In the Zone Соответственно На Overwatch Встанет Хотя Может Ему Имеет Смысл Перезарядиться Сейчас Это Лучше Саппорт Подходит К Хэвик А может А Еще Разок Дым Надежнее Будет Не Какая Разница У Тебе Лемминги Снизу Никто в здравом меме и твердой памяти не будет стрелять снизу вверх по более серьезному укрытию Когда есть такие сладкие лемминги Иди Побежали, побежали Ну что, два кибердиска, оставшийся литун Фу продолжает сжечь И повышение получил, и унижает просто Так Кибердиск вылетает, его ранили только Фу, держись А гренка что ли, да? Гренк Ху, мы тебя будем помнить Критическое состояние, надо обязательно его спасти Вторая, сюда брокет Шреддер должен зайти Не, не попадет, ну что, не, не, не Лемминги не умирает Так, без паники, он был предателем Все хорошо И летят утки Летят, летят этим, гады Слышите? Вот, вот Шреддерд рокет, 0% Оооо, кажется я зафейлил Не, нормально Дроид убит Мне хочется скан кинуть Не, не надо скан кидать, забей Забей, кидать скан Во-первых Хошка стреляет по правому Убивает с хорошей вероятностью In the zone, получается Стреляет по второму Не, я Хошка, наверное, на овервочи ставлю Так, чтобы когда те вышли Он бы пострелял бы Тем более у него нет крита А тут можно два раза стрельнуть Раз и два Хошка бы не убил просто Хотя можем Стрельнуть сейчас Хошком Он скорее всего добьет Здесь двойной выстрел Переключ Да, план отличный Хошка скорее всего добивает Опять он в the zone Становится в овервочи Еще при этом Эй Нет Становится О О Проявились Беса Хошка Откуда? Снизу, да? Понятно Это первый кальмар А второй На следующий ход только выйдет Ну это ладно Так, два мутона зеленых Три мутона зеленых Музыка, конечно, шикарная в игре Три Четыре Нифига себе Да ладно И пятый милишный Командир Мы заряжаем дополнительные внешние аккумуляторы Как только они зарядятся Двери откроются Я пошлю вам новые подкрепления Я поставлю хэвика на случай, чтобы Ну, если мутоны будут обходить Перезарядка раз Штурмовику, наверное, тоже лучше Держаться здесь Направляюсь на точку Тут перезарядка пока есть возможность Но они вроде не ломятся По-по-предыдущему Давайте я Возможно, сейчас надо Надо будет нам идти Вот в ту сторону Сейчас Я лемминга переноцели туда Спаси рядового ху Нет, нет Мне как-то наху Все равно Ой О, вот я подкрепом Подкрепление прибыли Но это последняя группа Которую я могу отправить Это револьвер без брони Окей Револьвер без брони Но зато с молниеносными рефлексами Я думаю, надо сейчас пытаться Бачком-бачком выводить Да, кальмарок, кстати, не бил Надо бачком-бачком выводить Снайперов на позицию на верхней То есть подводить там хэвика И Аккуратненько Сейчас сразу увидим Ну чего тут Ой, какая беда А почему так Слабенько там Ох, револьвер Не для того я тебя Воспитывал, чтобы В атаку без армора отправлять Ох, не для того Давай-ка, сканчик Мне хочется понять Как эти пять человек Ну Ну да, вот Хотя бы сюда Йоу РСТ Они идут в атаку Они не на овере сидят Милишный под Эти трое подходят Ой, зря Снайперов, наверное, вывел Они больше помогут Вот здесь На линии Нет, не больше Ханкери 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 Так, этот без ходов Штурмовиком бы его забрать Заберем Да без проблем Так, два на овервотч снизу Ну там еще вроде должны там Зарим Хо умирает Беска пошла Выполняю Убивать Мутона Это раз Сюда два Да, мы будем помнить Хо Я, наверное, гренку сюда закину Потому что тут они слишком хорошо стоят вдвоем Плюс еще Красный Мутон может выйти Повыше И Попадет под удар Эти двое на овере А красный вот может подойти Ааа Сышь Ну, Ханкер Да, он хорошо, в общем-то Так, а здесь-то как вообще? Вообще никак здесь Никого не увидим, скорее всего И это плохо Гренку могут закинуть Так, револьвер Может по красному мутону пострелять Если бы он его видел Так, чисто в теории Хэвик может дальнего убить Без укрытия Ой, не тот Ну, его здесь никто не видит Поэтому я снайпера вывожу просто И в Ханкер снайпера, естественно По той же самой причине Казалось бы, можно влево увести Но нет, наоборот Его как раз С этой стороны тоже убирать надо Здесь овер Буду на чеку Тут Забей вообще даже Не пались Ой, револьвер, револьвер Шоу бы такая Еще, да? Кто это? Зомби? Так, мутон побежал Овервотч Мутон побежал Оп, овервотч Арцтоцка Как увидел это вообще? Два хита снял Ну, он ее тоже может увидеть Странно, что он Она вообще на виду Не рычи, я говорю Ну и милишный мутон пошел Надо штурмовиком встречать Здесь крисолидик Несчастный Который снайпами сносится Еще крисолидик Народы, конечно, на базе Одна из самых величайших Вообще миссий То есть Просто И уровень уникальный И В общем, все хорошо Убиваем этого мутона Раз Ставим второго Снайпа сюда На будущее Ханкер Так А где у нас Этот здоровенный мутон? Он же должен бежать за мной А! Ой! Это же револьверы жрут Ё-моё! А там главный Милишный мутон еще рядом Короче, надо подставлять Под милишного мутона Бессу Потому что револьвер Это псих А у Бессы есть броня Да, она видит мутона Она стреляет Поэтому раз Убивает его Спасла Твою ж медь Есть Выполняю Может я как-то смогу По мутону Пострелять Вот отсюда Его Вот так Выхожу на точку Там дверь закрыта Капец Ошибка Мне хэвик все равно Наверху не нужен Открываем Дверь Артстотска Может дверь откроет Нет, рывок У нее мобильный Совсем не та Там еще Овервотч Как же ей Нет, нет Не откроет Эту дверь И нельзя Подставлять Потому что там еще Зеленый мутон Потому что как-то Сможет через дырку Его увидеть Вот отсюда Вот например Вот так вот Внизу Надеюсь Ну все Значит Скорее всего Милишный Ой 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 Откуда ты взялся Подходит Милишный мутон Пробегает мимо Занг стреляет Короче Жесть пошла Там же Было сколько Четыре зеленых Мутона И один Красный Так Ну этот Вообще Потерялся Артстотска Умудряется Каким вот Найти Куда стрелять Ой Ладно Этот мутон Бог с ним Главное Чтоб сейчас Занга Не Алло Хрисолиды Это под снайперов Раз-два Еще один Да Окей С этими Мы разберемся Еще Артстотска Ведет Вертый огонь Вообще Дает Молодец Так Снайперы Видят Соколик Не первый Соколик Второй Кошка Убивает Раз In the zone Стреляет Два Убивает Два Встает На овервотч Есть проблема Да Проблема Есть Определенная А как я Добегу А очень Просто Главное На овер Там мутона Левого Короче Сейчас Лечим Занга Очень ответственный Момент Кого ты Видишь Ааа У нас же Милишный Мутон На базе Вот Так Поворот Рэнджа Хватит Отсюда Нет Двойной Выстрел Да Пусть он идет К черту Револьвера Надо убирать Ясно А то он И раненый И еще Без армора То есть Он О Он может Пострелять Давай поближе К штурмовику Подведем Ааа Я флешкой Его стрелял Небольшая Ошибка Что делать Что делать Что делать Лечим Хэвиком Последняя Аптечка Сейчас Будет Больно Да можно Конечно К этому Прийти Но во первых Я кажется Одного Крисолида Не увидел А нет Увидел Трех Убил Во вторых Там еще Один Мутон А этот Видит Лемминга Я лучше Этим Подойду Просто Вот Вот так Вот То есть Типа На следующий Ход Так Стоп А мутон Не Не дойдет Да Провоцируй Ну что Снайпер Наужер Там еще Один Мутон Слева Что Будешь Делать Лемминга Стрелять Да Каджим Умирает Милишный Мутон Пытается Найти Что Ему Делать Подходит К штурмовику Да Ладно Мимо Мимо Что Это Было Какой Это Псих Просто Псих На Тебе Скотина Уже Выдвигаюсь Ой Ладно Справишься Блин Фигня Ой Фигня Ой Зачем Я так Аркадил Да Там Ты На Мутона Напоришься Да Класс Отсюда Увидишь Выполняю Увидишь Но вряд ли Попадешь Дай вспышку Может быть Мы тогда Снайперами Тебя Увидим На На Снайперы Как Есть Отлично Обезоружить Погоди Так Давай-ка Лучше Попробуем Артстотский Там Планки Стопроцентная Точность Ай 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 Карамба Револьвер Настал Твой Звездный Час Я знаю Что ты Ранен Я знаю Ой 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 Жесть Какая Револьвер Такие чудеса Просто Вытворяет На На 85 Ой Так Два Снайпера Осталось Да Не Круто Так Я потеряю Револьвера Собака Да я-то Попаду Этого Я убью Я просто думал Спускаться С снайперами И стрелять С пистолем Но Хотя Из лазерного Пистоля Я так Убью Ладно Убиваем Спасаем Револьвера Для начала А здесь Я спрыгиваю Снайпером Снайпером Без армора Ну как Армор Есть Ты реально Можешь помочь Человеку Такой Вообще Не Давай Ох Залетают Притягивают туда Свои войска Готовьтесь К бою Так Я понял Семен Ну это Последний Уже Дальше Проще Снайперы На позициях Все Отстреливают Все Ок Какая Жара Командир Сектоидов Кибердиск Сигналов Об активности Противника У тех Отсека Нет Там Все Чисто Переключаемся На другие Точки Хорошо Ну что Готовимся Без Идет Вперед Перезаряжается Раз Здесь Да здесь В принципе Надо Снайпера Одного Брать И Проводить На ту Часть Чтобы у них Были разные Углы Тут Перезарядка У снайпа Здесь Подходим Потихоньку Потихоньку Говорю Подходим И Перезаряжаемся Артстодск Идет Вперед Сейчас Надо Как раз Брать Штурмаша Артстодск И Хэвика И Идти Блин На разведку Что будешь делать Револьвер Останется Дома Он Псих Он Мой Будущий Псих Перезарядка Перезарядка Будут Принципе Они Сами Должны Сигналов Нет О Еще Командир О Все равно Много Ребят Значит Раз Ой Там Еще Десяток Короче Пацанов Укрытие Последняя Перезарядка Точно Overwatch Пистолет Overwatch Ты В Ханкере Хотя Там Густой Дым Есть Но Тут Тоже Дым Есть Блин Подлечиться Будем И Тяжи Не Хочу С С Брать Везде Полуукрытие О Фулкавер Вообще Зачем Ты к ним Лезешь Я хочу Чтобы Немножко Снайперы Ну Их Они Чтобы Они Не дошли И не увидели Снайперов Мне нужно Хотя бы Вход Иметь запас Потому что Народу там Много И я могу Не справиться С уничтожением За один ход Сейчас Дверь Откроется Штурм Должен Увидеть Снайпер Правый Тоже Должен Увидеть Они Не Идут Так Ну Так Давай Ты Сюда Ревом Будешь Делать Дым Если Что Хэвик Сюда Смотрит Никого У Меня Все Под Контролем Блин Смотрю Внимательно Хочу Я Штурмовик Заходить Нормально Давайте Давайте По одному Два дрона Командир Две тарелки Сектопод Еще один командир Вот Пошли мелкие Раз Слоупок ты Так Был второй Ну Спаунился Одновременно Сюда Давайте Пресса Наверное Раз Они так Подходят Классно Слышали Да Командир Командира Убиваем Мы же Брали В живых Допросили Вскрыли Так Это два Мне кажется Можно туда Табом И Вай Пройти Оставшиеся Можно Чайку Второй рукой Налить Теперь диск Я думаю Или дрон Дрон Ребят Хошка Справляйся Хошка Артсов Скачу Только Хошка Не поражена Отступают Гады Хош Отлично Чай холодный Диски Идут Я что-то Слышал Попадание Уже На 8 Сейчас Два Снайпера Попадают Попадают Скорее Один И Один И Тарелка Командир Сектоидов И Сектопод Я Я Что-то Слышал Так Надо Частично Перезарядку Сделаться Главное Снайпером Друг за дружкой Перезарядить Щебечу Щебечу До сектоиды Командиры Попадают Попадают Арц Красавчик Кошка Отличный Перк Двойной Overwatch И Overwatch При Ну в общем Он топит Еще Кибердистский Сектопод Подходим Подходим Ребят Не хотят Я не хочу Мышку брать Уже Похоже Мы здесь Не одни Пусть Только Дерутся Поддохнут Ну смелее Хотя После смерти Командиров Там Как правило Идет Провал По морали В этом Проблема Ладно Подхожу Штурмовиком С Драбашом Ага Что это Было Принято Оп Ясно У меня все под контролем Хотя бы Подсветить Да я дойду До второй двери Попробую ее открыть Наверное даже эту Попробую открыть И кто-то из снайперов Может увидеть Все время Смотрим Надо подходить Хевиком И сапом Там еще дофига Огромная карта Где же вообще Где же враги Там А тут надо обходить Я готов Я сам Готов Слушаюсь Буду насторожать Снайперы Сейчас будут Перестанут Простреливать Из-за Вот Это Вот Укрытие Да Ясно Выхожу Гады Готов Гады Крейс Поддержал Ваш канал На сумму 100 рублей Миша Тогда будет Стрим Второй части С привеликим Уважением К лучшему Стримеру Моего поколения Поколение Ты же Отношишься К тому Кому за 30 Да уже Ну С одной стороны Я хотел постримить Сразу как выйдет Но она уже вышла Понятное дело Но скорее всего Я Добью Этот трай И после этого Только Буду Стримить Второй Икс Чем То есть Либо Ну скорее всего Завтра будет Последняя часть С чем Вот это Вот Я готов Слышите Там Сектоповод Понимаете Нисколько Вообще Небезопасно Идти туда Причем Он Прямо здесь И на Овервотче Скотина А револьвера Брать без Армора Это вообще Какая-то Мехтой Ну да Я понял Ясно Буду на чеху Ну подходите Гады Револьвер Револьвер Подходите Гады Я понял Штурмовиком Пойду Потому что штурмовик Вряд ли Спулит Ну то есть Он спулит Но на Овервотч Вряд ли Попадет Ну понеслась Да Вот он Я тебя понял Гад Убить мне его В один ход Ну никак Рискованно Надо байтить Я думаю Ясно Начинаю наблюдение Ой Как же тебе уйти Это так Чтоб он тебя Даже не ален Сюда Пожалуй Он может увидеть Но вряд ли Вот сюда Вот хорошо Даже если Уйдет Я буду за клеткой Добром Тут Задымлю Хочу его Ой Не надо было дымить Надо было уходить Тоже на клетку Сейчас Хэвиком Отойду Чтоб он по мне Не стрелял Мне нужно Чтоб он вышел На снайпера Двигаюсь на позицию Выполняю Давай Это еще что Ну выходи Смотрим раз Смотрим два Двигаюсь на позицию Ханкер 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 Был Сколько 96 Крит Давай Пять хитов Раз Снайперы Ничего Сделать не могут Давай попробуем Его Куда-нибудь Убрать Может Позиция Сменится И Фиг вам Очень Рискованно Очень Рискованно Так Давай Попробуй Сначала Сюда Вдруг У тебя Лайн Будет На следующий Ход Куда Сюда Опасно Ну не так Опасно Как Хэвиком Да Есть Ран И Наверное Пушка Из Плавов Это Лучше Чем Подставлять Хэвиком Поехали С Богом Пацаны Без крита Но по 92 Раз Ой Мало Еее Есть 31 Инопланетянин 31 Максимально Было 28 Это На Вражеской Базе Оставайтесь На связи Что нам Интересно Дали За то Что мы Отбились Кроме Того Чтобы Жираться Против Своих Он Будет В порядке Доктор Да Я думаю Он Поправится И самое Главное Чтобы Он Избавился От Внешних Влияний Можно Понять Как Это Произошло Доктор Я К этому Привело Живем Так Ранение Револьвера На 9 дней Медаль Звезда Терры Трупы Трупы Немножко Лериума Сплавы Состав Всего Что Что за Медаль Звезда Терры Назначить Способность Весь Отряд Получает В бою Плюс 5 К силе 5 К защите За К силе К силе Поддержал Ваш К силе К силе Мэр Приходит Поезда Бази Икс Чон Но Бобром Все Непочем Непочем Ведь Великий Бобр Полковник Замечательный Мужик Он Не пустит Супостата В дом Родной Наш Гоот Гомечен Здесь Нет места Паре Видов И нет Места Миру Тут Потому Что Уже Завтра Будет Новый Икс Чон 2 Успешная Больше Опыта Но Лучше Сила Воли И защите Это Прям Вот Прям Выдаем Медаль Кому Ну Мне кажется Нужно Дать Дмитрию Михайлову Нет Его Захватывают Часто А Нет Дмитрий Михайлов Норм Лучше Вообще Снайперу Дать Какому-нибудь Хошку Давайте Потому что Он Не умирает Икс Чон Да Икс Чон Ну Ну что Сообщение Совета 28 Паника В Китае На троечку Но Спутник Запускать Не будем М-пушка 13 дней Постройки Псилаборатория 18 В казарме 9 дней Отдыхает Полковник Револьвер Поехали Далее Опять Ученых Инженеров Давайте Попробуем У меня есть Один Не надо Никого Пока Ждем Псилабу 3 4 5 6 7 8 Револьвер Строю Газовые Гранаты 4 штуки Дадут 365 Достаточно Средств Ой Сегодня Утром Прибыли Новые Инженеры Там усталость От войны Мы От помощи Не откажемся Минус 83 Короче Надо Сносить Я думаю Будет Ненужные Ой Опасно Это Опасно На сером рынке Продаем Трупы Сплаваем Покупаем Гренки Газовая Граната А Труп Дохляка Нужен Я вроде Там С запасом С хорошим Готово М Пушка Два Хода Не хочу Пока Сносить Электростанцию Одну Можно Запилить Вообще Деньги Есть Так что Так что Нормально В конце М Пушка Доделывается Есть Сейчас Надо будет Их Произвести 5 штук Для того Чтобы сбивать Корабли Не повреждая Оборудование То есть Селериум Все дела Ну а здесь Броня Архангел Хорошо Зайдет Конечно Двум Снайпам Гипроволновой Декодер Это финальная Кажется Миссия Но мне Все равно До психов Нужно Еще Дожить Броня Архангел Стоп Им пушка Сколько Стоит Дофига Вообще Дофига Капец Илериум Сплавы И бабло Ладно Там Есть Что Продавать Пока Илериум Есть Надо Сейчас Закупать Так Стаси С камерой Развлечения Крисолиду Надо Еще Арморчик Сделать Один По-хорошему Хитин На четырех Как раз Хитин Хорошо Зайдет Но им Пушка С приоритетом Конечно Жим Господи Или Или Генератор Пока Не поздно Так Давайте Во-первых Ангар Список М Пушка Ну Сверху Вниз Пойдем Хотя Пока Не летали Такие Жесткие Корабли Но В идеале Нужно Поставить Так Будет Все Хорошо Давайте Действительно Попробуем Снести Электростанцию Одну А Не будет Хватать Энергии Школу Офицера Можно Снести Она Все равно Не нужна Изолятор Летейка Эфериал Может Допросить Придется Лабы Пока Еще Нужны Убираем Энерго Причем Не там Я убрал Хотя Нет Какая разница Там Плюс Два Все Сколько Там Нужно На Генератора Элериум Нов 550 Элериум Есть А Четыре Блока Питания Которые Напродавали Бафы Пропадут Да Ладно Да Ладно Размер Размер Отряда А как я посмотрю Размер Отряда Так Давайте На всякий случай Перестрахуюсь Все-таки Верну Школу Офицеров Капец Бафы Пропадут Видимо Сейчас проверим Как раз Сейчас миссия будет Я чувствую Да ладно Средний НЛО Лазерный Пушка Феникс Средний Скаут Погоди Давай Сделаем Несколько Бафов На Уклонение Акселератор Защитная Матрица Тут Денег Не хватает Акселератор Ок Деньги 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 Плюс Спутниковое Наведение Короче Продаем 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 Может Пора Делать Норм Корабли На Какие Деньги Вообще Делать Норм Корабли Ок Сейчас Посмотрим На Размер Отряда Защитную Матрицу Делаем Штамп Средний Да Давай Еще И Еще Готово Жалко Я сбить Не смогу Без Полетели Среднее НЛО Сбиваем Жесть Какая Неужели Бафы Пропадают Школа Офицеров Я же Это же Проди Изучается Просто Сбиваем Противника Выхожу На Цель Не буду Пока Тратить Два Три Четыре Соедем Мы Сейчас Узнаем Да Черт Я Я Я Сы Я Я Я Я Я Я Я Я Я Нас Было Четверо Садимся Придется Поработать В Британии Средний Сбитый Средний Человек Десять У нас Четверо Они Шесть Так что Надо Быть Очень Осторож Рейнджер В районе Крушения Противник Не Обнаружен Штурм Один Готов Занять Корабль Рейнджер Штурм Один Попытайтесь Войти Войти Да Да Нормно Изучек Затащим Чем Кипиш Салат Выполняю Сканирую Поехали Поехали Летоны Мотоны Иду Фулкавер Фулкавер Овероочек У меня Все По контролям Опачки Что там Со звуки Так Давай Снайпа Сюда Пожалуйста Пусть он Без Бонуса Будет Но Зато Ко мне Во фланг Не выйдут Летоны Нормально Кстати Могут быть Бронированные Летоны Так что Нифига Ненормально Хэвик Подходит Сап Подходит Ну я на Снайперов Надеюсь Да Что там За звук Хрень Двигаюсь на позицию Поехали Я в пути У меня Все Под контролем Школу Офицеров Снес Просто Ну я думал Все Я исследовал Тихо Все Думал Это Победа И Нужна Мне Больше Сквол Офицеров А тут Вот оно Что Михалыч Как Оказалось Там Яндек Поддержал Ваш Канал На Суму 123 Рубля Решил С 22 Галкой Поиграть Да 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 Усложнил Себе Жизнь Зачем Непонятно Капец Или Капец Короче Забираюсь Не пулится Что-то Нифига Я уже В пути И снайперы Сейчас будут Переставать Работать На этой Позиции Увы Ну и За Возвышений Вот Спулин Ох Ты ж Ёжик Артстоцка Стреляет По мелкому Умница Там Сразу Овервотч Кажется Снайперы Не смогут В общем Да Ни один Из снайперов Не работает Это Провал И так Не работает И там Овервотч Капец Уже Рис Колоссальный Ну я могу Я должен Дым кидать Это менее Рискованно Чем Уходить Пытаться Против Овервотч Скипать Я справлюсь Иду Наблюдение Ушел Отлично Помним Что это Первый Пак Так Хорошо Уже Этот Снайпер Должен Стрелять Давай Сюда Здесь Лучше Уйти Пока Что Ханкер Ханкер Подходит Ой Ой Как близко Нормально Так Снайпер Видит Раз Снайпер Видит Два Работаем Без Рокет Ези Без Крита Конечно же Если что Второй выстрел Есть Добро Начинаем Наблюдение Летунные Мутоны Еще Два Пака Плюс Командир Скорее Всего Внутри Я Пошла Одного Снайпера Я Подведу Нет Нормально Стоит Вот Этого Я Хочу Подвезти Куда Ни Повышем Пока Нормальных Мест Нет Нормальные Нормальные Кажется Мы здесь Не одни Окей До этого Снайпа Надо было Подводить Что я готов Полить дальше Продвижить Укрытия Нет Подхожу Не сильно А вот Хэвиком Тоже Не сильно Подхожу Ну не добегаю Дальше До дерева Здесь возможно Тоже До дерева Летуны Слева Слышите Мне кажется Это бронировано Летуны Летунов Просто не было Пару месяцов Из-за того Что они Не очень Крутые Здесь тоже Плохо Лучше Подвести Вот так Ну мешает Эта штука Мешает Если они будут Ниже То я Не постреляю Тарелка Виднеет Маленькая Сбитая Тарелка Три Неполных Пака Можно Попробовать С этого Убить В два счета Внутри которого И пусть ломится Да Мне не хватало Как раз Чтобы на меня Два пака Оставшихся Ломились Для полного счастья Летуны слева Нефть Тарелки Вокруг Обходят Я буду Пулить Больше Аркады Богу Аркады Эй А тут Тут нет Двери А Слушайте Это не маленькая Тарелка Нифига Нифига Не маленькая Тарелка То есть это Это Вторая Мутоны Звучали как летуны Хошка ведет ответный огонь Летунов тоже парочка будет Но мне кажется Это будет бронированный Как раз Раз Обожаю русскую рулетку Купил За бешеные миллионы Это Снайперский Плазмер Для того Чтобы Вот так Выхожу Ханкери О А может Флэшечка И второго Нет Ханкери Просто Никакого дыма Спасибо Не надо Мне нужно Чтобы они Подошли Потому что Я Зеленого Мутона Не вижу Соколик Арцтовская Работает Арцтовская Промахивается Вах Соколик На четверку Всего лишь Ну Хошк Давай Хошк Твой ход Два раза Хорош Уверенный Выстрел И второй Давай 8 Плюс И все Ок Добро Теперь Зеленый Обойти Он никого Не может Попасть Может Но посмотрим Полное укрытие Стреляет А Ничего Не делает Неудачник Убиваем Его Перезаряжение Перезаряжение А вы говорите Не лети Не лети Чего Переживается Непонятно А вот Летуны Да Бронированные Летуны Бронированные Надо туда Зредить Рокетом Взбаламутить Хотя Тогда Я Не 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 надо Позиция Хреновая Просто Если бы я Рокет Кину Я бы Экспурил Они бы Разлетелись А у Хэвика Не было Ходов И это Могло привести К очень печальным Последствиям Отсюда Другое дело Стреляет Вот Скулили В этих жизни Конечно Плюс 10 Получается Относительно Обычных Летунов Два попадания Сейчас будет Еще одно Попадание Скорее всего Отхавка Овервотч Дальний Снайперы Снайперы Все делают Что нужно Делать Хорош Ай С овервотчем Не ясно Что делать Само Овервотчем Он вряд ли Сможет Серьезно Что-то Сделать А мы Его Поймаем Красавцы Надо в Три Снайпера Было Играть Молодцы Ориентировочно Остался Последний Штурмовиков Нет Шума Больше Тоже Не было Никакого Поэтому Скорее всего Просто заходим Встречаем Командира Убиваем Да Да Все Пистолет Снайперы Снайперов Точно Нужно Подводить Что Двое Могут Не справиться Не вопрос Не дай бог Там пойдет Контроль Какой-то Дикий Наверное Нужно Еще будет Пару пушек Купить На появившееся Бабло Так Стоп Я что-то Не узнаю Так это же уже Центр То есть Здесь уже Дверь И вход Да А может быть Еще Почему четверо Все так плохо Да Школу Снешь Школу Потому что У меня Усталость От войны Сектоиды Сектоиды Опа Только не тут Где я ожидал Здесь не одни Сделаю Я само Внимание Командир Командир там Да Или командир Ры Открываем Раундганнеров У нас нет Два Их Так Ну ладно Одного Значит мы В любом случае Флангуем Может даже Сразу сюда Да Лучше сразу сюда Так Этого Раз Да Только не убил Так Лучше убить Хотя бы Одного Чем Ох Капец Это пушки Сменить Сменить Будет Да Ладно Сколько По тому Кто С той Страны Только Поэтому Можешь Поставлять О Ой Убей Хотя бы Этого Аскрита Ну Есть Хорошо Что ты будешь Делать Беги Что это Стрельба Из пистолета Нет Контроль Жесть Правда Ведь Убиваем Изи Не лети Не лети Вообще Разрулили Только Надо Сейчас Еще Две Недели Прождать Когда Школа Офицеров Достроится Пришельцам Не будет Пощады И Должен Признаться Я Рад Этому Так Что Я могу Исследования Не ведутся По какой-то Непонятной Блин Причине Гиперволновая Связь Рановата Я думаю Броня Архангел Начинаем На сером рынке Надо продавать Ох Борткомпьютеры Слушайте А там же этот Борткомпьютер Нужен был Для чего-то Для самолета Кажется Для производства Сколько стоит Вообще Самолетик Не так Шедорога Триста Армора Стоит Дороже Чем самолет Может реально Громобоев Начинать Добавлять Лучше Солдат Пока Школа Строится Так Я же Пси Должен Ждать Пять дней Пси Лаборатория А потом Пустим Тех Кто Не за Электростанции А зачем Электростанции И так Хватает А для Электростанции Не хватало А для Элериум Электростанции Не хватало Элериевый Генератор 504 Блока Питания Все равно Не хватает Так Ну давайте Продавать Поврежденные Блоки Питания Компьютеры Труп Командира Сплавы Сплавляем Вот что лучше Наверное М-пушку Лучше Сначала Потом Громовой Уже Поставить Им пушки На все Корабли Для страховки Под бафами Мы все равно Справимся Давай Хотя бы Еще одну Пушечку Запилим Поставим На корабль Можно корабли Попродавать Тогда мы Сможем Выиграть Ну Корабли Которые Да Давайте С лазерной Пушкой Уберем Так Потом Уберем Сколько там денег 11 декабря Пси лаборатория 5 дней Бабло Откуда Взять Бабло Трупы Нужны Для Бафов Большинство Из них Вилериум Нужен Сейчас я накоплю Хотя бы На еще одну М пушку Дорогой ценой Мне все это Обходится Но зато 4 М пушки Из 5 континентов Это очень хорошо Потом корабли Это будет топич Так М пушка 3 часа 3 часа Здесь Феникс Меняем На М Ускоренные проекты Плазменные Базовые Технологии Брони Психотехнологии Окей Значит Все лаборатории Отправляем туда Сразу 2-3 Получается Так Это у нас готовы Вороны По оперативному Штабу Все ок Китай Но можно закрыть Если понадобится Архангел 5 дней Но я не куплю его На самом деле Лучше Наверное Можно повскрывать Чтобы Вопрос Закрыть Плазмопистолет Плазмопистолет Был бы Даже Полезней Чем Ладно Давайте Осталось Там 5 дней Поэтому Доделаю Я топовую броню Пси лаба Давай 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 Большой Быстро Быстро Движущийся Объект Эпушка Есть Вот это Важный НЛО Как раз Под это Нужно Бафы Закупить Сейчас Последние Побольше Побольше Спутниковое Видение Беру И Наверное Все Таки Защитную Матрицу Трупов Не Хватает И Кибер Дисков Не Хватает Все Надо Лететь Обнаружен Объект Базовый Корабль С Хорошей Пушкой Но Есть Где-то 5 Бафов То Надо Сейчас Сокращать Дистанцию По Быстрому Что У нас Тут Акселератор Давай Готовлюсь К удару Появление НЛО Беру Защитную Верс 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 А с кем Я тут Полечу На эту Огромную НЛО Вообще Это все Блин Немаленький Сбитый Потрепанный Корабль Это Что-то Огромное И это США Там Спутники Висят Игнорить Сложно Нужны Танки Нужны Нужна Школа Офицеров И Капец Куда Я Господи Ты боже мой Короче Я Перераспределяю Снарягу Беру Хитин Блин Снайпер Хошку Наверное Тоже Хитин Аптечка Страховочная Да еще Пушка Да Не убивай Там будет Полное НЛО Огромное Количество Паков Штук 5-6 На вскидку 5-6 Паков Но Элериума Дадут Много Сплава Дадут Много Капец Нас Четверо Нас Четверо Я не хочу Штурм убрать Но вместо Кого Хэвик Нужен Два Снайпера Топич Саппорт Если кто-то Пропадет То как бы Только он Может вытащить Так давайте Посмотрю Могу ли я Похитину Корисолиды Да Есть Давайте Еще Хитину Возьму Жесть Школа офицеров Продал Это такое Просто Там Пси Лаба Только Только Доделывается Ё Пресс Это Хитин Говорю Возьми Е Так я могу Второй Хитин Хэвик Удать Ну так Чисто На халяву Не решал Горенко Пофиг Точность Пофиг Раз Пирата Вставляем Нет Яхитин Снайперу Дам Место Медикита Все-таки Да-да-да Господи Как же будет Жестко Ладно Аккуратно Отстреливаешь Кайтишь Байтишь Убиваешь Штурмабельности Саппорта Нет Штурмабельности Саппорта Это Аркада Садимся У тебя Бойца Кританут Разок Готовьтесь К выброске Надо Разобраться С лунатиками В США Враг Упал В отдалеке Ну что у нас Мы сбили Во-первых Это Ой-ой-ой-ой-ой Такой Огромный Еще Нет Лом Каетесь Некуда Я Наверное Даже Спрячусь Потому что Они могут И слева И справа И отовсюду Это Капец Они Миссия Укрытия Нет Выполняю Так Живем Пока Так Давай Сапом Краешком Поняла Не вопрос Пусть Только Терпун И подохнут Ой Блин Тут тоже Справа Могут быть Да Командер Я помню Это НЛО По прошлым Прохождением Слышите Там жесть будет Это кажется Самое большое НЛО Ай Ясно Я Само Внимание Мы не твои сектор Капец Вроде Слева Живем Но я еще На полхода Проверю Хорошо Я Само Внимание Ставлю Внимательно Пока Никого Похоже Мы здесь Не одни Двигаюсь На позицию У меня Все Под контролем Мед Утратил Выполняю Они ходят Близко Причем Сразу Внутри Очень быстро Поменялось Спешу Я Я Внимание Бринда Сразу Не Сразу Внутри Сразу Слышите? Да. Пулем. Давай. Считайте, я уже там. Хорошо. Начинаем спротивление. Снайперы уже перестают стоять в нормальном. Они не смогут простреливать слева. Надо проходить сюда. Они за. А может быть и в. Зар поддержал ваш канал на сумму 300 рублей. Пожалуйста, когда будешь играть в XCOM 2, называй рандомных лиммингов именем Киша и пускай внубой каждую миссию. А если выживут, переименовывай в Аркадьев. Ясно. Что? Мне на них будет пофиг тогда. Иду. Короче, я не знаю, где они. Они вроде ходят, ходят, ходят они. Кажется, он то ли за, то ли прям за углом здесь. Ну, кажется, за. Что это за звук? Ну. Да что ж вы нагнетаете-то, а? И надо проверять ведь, блин. Я не знаю. Спешу. И авиация не мое. И авиация не мое. Я не знаю. Вообще не хочу туда. Вообще не хочу. Не хочу. Я пошла. Выполняю. У меня все под контролем. Командер. Блин, в шестером так проще. Опа. Пул. Кальмары пошли. Ладно. Одного убьем. Это не такой сложный факт. Режим скрытности похож. Пошел. Душить они не могут. Главное сейчас справа не пулить. Я здесь лучше отступлю. Ясно. Выхожу. Выполняю. И ждем, когда появится второй. Проявился. Надеваем. Это первые два. Вот он и. Сектопот. Летун. Вот. Еще пак. Мутон. Нормально. Артсоцка попадает. Ну, ребят, где снайпер-то? Я снайпером одним перезаряжаюсь. Второй раз Артсоцка попадает. Умница. Хорош. Да, убиваем. Без крита пробуем. 7 хитов всего лишь. Сейчас на хэвика выведем. Я бы поставил просто соколика на овервотч. А, у него перезарядка на выстрел. Так, не, погоди. Давай-ка лучше сюда с критом. Там зеленые два мутона же еще. Он меня не видит, но я не хочу, чтобы они стреляли. Плохо. Черт возьми, надо убивать. Сейчас он подойдет. У хэвика будет оценим вероятность. Ну, вспышка, я думаю, надо 100% бить и всем. Отлично. Остался один. Он видит только Артсоцком. Бутон. Опа. Подходит. Рычит. Может даже делать ничего не будет. Нет, стреляет. Молодец. Я в порядке. Я в порядке. Хорошо. Но из снайперов никто ничего. Вывожу. Крейс поддержал ваш канал на сумму 200 рублей. Мутоны, не страшно. Да. Михаил, все будет в ажуре. Ждем второй части. Так, давайте я все-таки сделаю дым на себя, для того, чтобы он вперед не пошел с одной стороны. Пусть лучше грянку кинет, чем к снайперам потом выйдет. Тут Overwatch. Ну да, тут перезарядка. Один ход он должен... Я должен выжить. Снайперов он не видит. Подходит, гад. Но он теряется просто. Да, он просто потерялся. Это хорошо. У снайперов, правда, Вижена нет. У него Overwatch нет. Попробую угол взять хороший. Вижу его. Снайперы как? Никак. Да блин. Хотя тут с критом... 96, блин, точность была. 96 была точность. Сейчас только что. Провал. Но я не убью его этим. Короче, это будет попадание по Артстоцке с хорошей вероятностью. Он, конечно, может отступить, учитывая фланг. Но все равно будет сверху стрелять. Хотя... Нет, он свалил, не успел. Хорошо. Артстоцку под фулкавер раз. Перезарядку здесь ей еще запилить. Можно начинать. Можно начинать. Надо снайперов ближе подводить. Они не могут уже внутри тарелки стрелять. Проверяем, где он. С фланга, что ли? Он может обходить. Там есть дверь. Да, обходит он. Я что-то слышал. Срочно хэвика сюда. Под край. Вот он обходит овервотчет на снайперах на двух. Я только на них рассчитывал. Мимо. И три хита? Нет. 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 Фух. Летунов слышу. Я думаю, надо снайперам ей подходить потихоньку. Начинаю наблюдение. Я перезаряжаюсь. Я перезаряжаюсь. Тихо. Там что-то есть. Лучше их убить сейчас. Потому что потом с тыла забирать этот пак будет вообще не очень приятно. Поэтому я снайперов вывожу. Ориентировочно вот сюда вот. Даже дальше. Хэвиком пулем. Хотя, может быть, сначала снайперов вывести. Потому что мы же их отсюда не спулили. Стало быть, они далеко. Хорошо. Там конец карты? Не конец? Конец. Хорошо. Два. Отлично. Не спулили. Жесть. Тихо. Там что-то есть. Выходим к хэвиком. Наверное, сначала сюда. Все-таки. Никого. Забираемся. Может быть, это даже более безопасный путь по флангу. Ох, снайперы могут не увидеть. Из-за разницы уровнем. Смотрим. Никого, е-мое. Я в пути. А здесь? Мы не торю себя. Иду наблюдение. Но здесь. Снайпер плохо стоят. Очень плохо стоят. Похоже, мы здесь не одни. Сделаю. Окей. Я пошла. Надо снайпами подходить, пацаны. Давайте сделаем это. Вариантов других я не вижу. Начинаем наблюдение. Грязь. Просто грязь. Дальше nasıl здесь есть? Нет. Рим... мне не помогут да да уже 20 минут возле входа ходишь там даже хочу ты предлагаешь прошить остальные rush от подвойки как говорится хэвиком прохожу хрень взрывается полу укрытие сплошные сделаю она с богом никого отлично все заходим пацаны прошел доживее крыша да нет скорее всего просто не дальше соседней комнате вот выходят ох тышь ежик ладно вроде снайперы должны видеть его уже не стреляй отлично о командир это же еще командир сразу так ладно стреляем раз хорош второй выстрел стреляем 2 изи овервотч олен хэвика у меня лучше а тут на пистолет поставлю ну чтобы он увидел только саппорта снайпер может пострелять 2 давай выходи год не хочет хорошо жду еще щебячить слышать надо вообще сможет понять уже давай тоже не паникуешь гата слева обходит не а там же ну выходи уже ну шесть заходим выхожу я бы снайпер одного поднял а то ведь тут хотя бы так я помню вот за этой дверью можно так много всего увидеть там сверху летуные паки могут быть мутоны я подвожу тут овер тут подходим там ну он прямо внизу стоит что там за звук штурмовиков нет поэтому тяжело я готов ты стоишь хорошо ты стоишь в общем то тоже неплохо вы иду отсюда с полю сразу на фига ладно давай не справлюсь захватит мы рассчитываем на то что он проверяет проявить любопытство и пойдет за мной слышали давай гад сидит скотина так точно захватить может прошу вас пацану попадите пожалуйста зачем ты рискуешь иду не знаю не знаю вообще зачем рисковал хотел рискнуть ты же абсолютно нерационально сейчас уже можно учитывая то что снайпы ищем помогают раз они отходят до вас попади главное ты у тебя блин ой все равно риск все равно дикий риск отсюда я не увижу скорее всего грязь я боюсь спулить пацана у меня все под контролем короче понеслась он захватывает кого снайпера пожалуйста не не надо стрелять слышишь я свой не 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 по своим не бьем своим не бьем бьем два раза вот так вот раз потом до вас а почему ты не с винтовки стрелял добей прошу есть так убили командира и этого сектопода или мех ну в общем вы понимаете другу поддержал ваш кого другую 500 рублей да извини отходил по рабочему моменту даже рекомментирую пожалуйста тебе стало слишком просто и ты решил снести школу офицеров я не знал что так получилось реально не знал я думаю что те апгрейды которые я сделал они останутся со мной открываю дверь боюсь здесь бывают паки там бывают пакем опа сектоиды это еще что слушаюсь так здесь хорошо отходим аккуратным тут хорошо простреливается снайперами все главное чтобы с флангов не было никого а летунов слышу надо будет подходить двумя по секторе слева тихо там что-то есть да 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 открываем дверь проверяем эту часть уже иду хорошо чуть-чуть подали вопрос ракеты есть снайперы живы все нормально пока убита правда пока только 8 человек что конечно не очень хорошо артистотской пулю сразу я уверен два командира убиваем сразу 1 о верующим 2 подходи скотина подходим ох там утон еще подходит командир а паладин расчет на снайперов 2 ё-моё что за артстотска давай 8 хорошо еще с хошка если хошка хошка вторую руч есть нету короче он начинает свою хрень захватывает хэвиком когда захватывает человека одного из четырех у вас три человека как бы это не очень хорошо но благо есть страховка убиваем второго командира овервотч слышали на призридимся лучше элуси ревенгер поддержал ваш канал на сумму 100 рублей всем бобра машка просто реле плещи машка базу все таки атаковали вот он и отролепли уничтожение школы офицеров п.с. время три ночи завтра на работу но я сижу и смотрю задача ясна тут кто-то есть опа спулили пак мутонов так ну ладно vision есть милишный бежит на меня уже меня конечно больше интересует мутоны которые сзади потому что ближний пока добежит ой два хита ну ёппер ст да это миссия будет последней через 10-15 минут если все будет хорошо мы закончим а если будет все плохо закончим раньше убиваем одного зеленого тоном я думаю не стоит по красному вообще стрелять хотя не не стоит по красному вообще стрелять это мне не нужно другу поддержал ваш канал на сумму 500 рублей для повышения боевого духа спасибо другой пропускаем ход милишный бежит она же близком стоять бояться не делал ничего так но я хочу посмотреть где зеленый но хотя наверное имеет смысл этого сначала мочить пытаться давай раз два хита точно надо его сначала видимо не дай бог так кошку напоследок тут точно скритом главное чтоб хитов 15-20 снял ай-яй-яй 91 у хошком мне надо хэвиком попробовать его к себе приманить вспышкой нет не вспышка именно приманить 66 давай есть теперь хошка его добивает у него еще овервотши остается то есть он может сыграть еще на нас на зеленого 2 мутонов записываем пока что да как так а вот это провал стоять о чем так медленно бегает я вот не понял что с мутоном произошло паника там еще ну да 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 паника дико им так добиваем лакерок все пустил я не знаю правда как-то я училась последний мутон остался зеленый литонов слышу перезаряжаем из-за ранения говорят литоны справа вот это площадь и может во фланг о по бежит вот он где-то здесь причем кажется слева вообще оббегал опасно проверим за углом или нет где с хрена ли а ну-ка давай-ка чисто по звуку по левому наушнику то есть это же наверное это слышали литоны справа наверху так это третьему тонн облетают причем что там за звук а вот они бара два бронированных мутона занк овервотч да снайпер тут не могут ничего сделать а сейчас могут этот зря пошел как раз дал повод а тут за угол тоже простреливается по крайней мере хошка 11 красавчик так летуны так ты видишь двоих причем у этого можно конечно рокет но рокет не хочу 7 6 да ладно давай вот так вот для начала 80 раз так давай ракету не будем выпендриваться убьем 1 снесем хп у второго и сейчас критом хошка мы его добьем с очень 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 высокой вероятностью 78 может сопреснуть сопреснуть надежно да и ты попадешь я знаю я просто по глазам вижу когда он попадает когда можно нарисовать еще одну звездочку на борься а где 22 обещанных товарища кто там рассказывал про то что будет не ранение ничего вчетвером взяли большой долл миллионы лириума и зим теперь я уверен мы можем побеждать чужих и мы победим их вы прекрасно сработали лириум по 210 и сплавов 416 слушайте я даже архангела сейчас возьму все лаборатория все лаборатория ребят все это хай-тек уже пошел это уже последнее последнее так и наша пси лаборатория пси лаборатория кого назначаем а всех кроме револьвера в первую очередь так давай-ка посмотрим 10 дней как раз да посмотрим кого там кроме снайперов воля топовая артстоцка 94 занг тяж и дмитрий михайлов дмитрий михайлов давайте на ростуцка мне пригодится на миссиях и ладно давайте артстоцку тогда еще и занга да это вот молодец артстоцка плюс занг 10 дней может даже миссия не будет поехали трех проверяем так брони архангел доделалась сумасшедший конечно арбор по стоимости это финал очка это нет это нет тяжелые плазмеры можно взять хэриком плазмий пистолет большему количеству полезен тем более по захватывал там вроде есть а вот это уже другой уровень это террор беру нового хэйка все ребят это на этом мы заканчиваем блин такая интрига такая интрига конечно четвером террор это же просто просто жуть а заигноришь умрешь хотя нет подождите там счет там три три паники это в каком может может погасим спутником а это в китае изи мы можем игнорить ее гасим китай тут на 2 единички поднимется в индии в японии и все скипи накрывая спутником да скорее всего так и надо а насколько увеличится игнор не смей говорит подожди они не выходит ли сразу страна если я игнорирую очень интересно столько вопросов на этой ноте мы заканчиваем пятнадцатую часть икс к чём а 21 галка импособл почти ironman и если вы пропустили запись появится завтра днем вечером короче сразу ставлю ее заливаться мы не уложились по времени осталось ну x-ком то 2 вот 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 уже вышел а этот не пройден но осталось совсем чуть-чуть пацаны так что может быть завтра мы допроходим этот чтобы так сказать ну или гуф ним ся собственно а потом уже будет 2x чем 22 галки до 20 галки спасибо за то что смотрели спасибо за то что поддерживали морально и не только все тестирование восемь дней школы пиццер восемь дней дичь но зато смотрите сколько у нас бабла элериум 220 неземные вообще броню архангела делаешь и все и выигрываешь я что-то зря переживаю реально берешь двух снайпов берешь 2 брони архангела а хватит ли мне на них сколько они а они дешевенькие 370 вот самая дорогая вообще броня всего берем 2 архангела и снайперами уничтожаем всю карту изи никакой интриги пока увидимся завтра